Герцогиня германская села, прибавлявшись к ее имени и присоединявшись к ее облику герцогский титул, отбрасывал вокруг пуфа, на котором она сидела, тень и наполнял салон золотистую густолиственную свежестью германских лесов. Меня только удивляло, что родство между герцогиней и лесами уже не читается на ее лице. В нем не было теперь ничего от растительного мира, и разве лишь краснота щек, на которых, казалось бы, должен был быть нарисован герб германтов, являлась следствием, но не образом, долгих прогулок верхом на свежем воздухе. Позднее, когда я охладел герцогинь, я изучил множество ее черт. В частности, пока я называю только такие прелесть, которых я ощущал уже тогда, только не сумел бы определить, глаза, где, как на картине, было уловлено голубое небо французского полдня, широкое и ясное, даже когда полдень был не солнечный, и голос, по первым хриплым звукам которого можно было подумать, что это говорит какая-нибудь рвань, но по которому текло, как по ступеням к амбрейской церкви или по кондитерской на площади, ленивое, маслянистое золото провинциального солнца. В тот вечер, однако, я ничего не различал. Жаркое мое внимание мгновенно выпаривало то немногое, что мне удавалось собрать, и в чем я мог бы обнаружить какие-то следы имени германт. Как бы то ни было, я говорил себе, что это та женщина, которую все называют герцогиней германской. Вот это тело заключало в себе непостижимую жизнь, обозначавшуюся ее именем. Оно недавно ввело ее в круг иных существ, в салон, который обвел ее своей чертой со всех сторон, и где она вызывала столь бурную реакцию, что там, где обрывалась ее жизнь, мне мерещилась бахрома линии прибоя, служившая ей границей. На окружности, которую вычерчивал на ковре подол ее голубой шелковой юбки, в светлых ее зрачках, в точке пересечения ее забот и воспоминаний, полных непонятных мыслей, презрительных, потешных, любознательных, с образами внешнего мира, которые в них отражались. Пожалуй, я был бы не так взволнован, если бы встретил ее у маркизы де Вильпризи на вечере, а не на приемном дне, когда зовут на чашку чаю, что для женщин означает всего лишь недолгую остановку во время их выхода. На приемном дне, где они появляются, не снимая шляпы, приносят с собой в анфиладу гостиных воздух улиц и открывают более широкий вид на предвечерний Париж, чем высокие настежь распахнутые окна, куда врывается стук колес. На герцогине германской была соломенная шляпка с васильками, и они напомнили мне негревшие камбрейские поля солнца далеких времен, под которым я так часто рвал их на косогоре у тансонвильской изгороди, а запах и пыль сумерек — те самые запах и пыль, которые только что, когда герцогиня германская шла сквозь них, застилали улицу мира. С рассеянной и снисходительной улыбкой, двигая сжатыми губами, она зонтиком, точно кончиком щупальца таинственного своего существа, чертила круги на ковре, потом с безучастным вниманием, которое исключает всякое соприкосновение с тем, на что человек смотрит, взгляд ее задерживался поочередно на каждом из нас, потом изучал диваны и кресла, но тогда он смягчался приязнью, которая пробуждает в нашей душе даже какая-нибудь пустяшная знакомая вещь, вещь, представляющая собой для нас предмет почти одушевленный. Эта мебель была для нее не то, что мы, она каким-то образом принадлежала к ее миру, она была связана с жизнью ее тетки. Потом смевели бы в, взгляд ее возвращался к сидевшим на ней людям и приобретал зоркую неодобрительность, которую из уважения к тетке, герцогиня германская хотя и не высказала бы, но с которой она обнаружила бы на креслах вместо нас жирное пятно или слой пыли. Вошел прекрасный писатель. Он смотрел на визит к маркизе де Вильпорези как на повинность. Герцогиня, хотя и очень рада была его видеть, но знак ему не подала, он подошел сам. Ее очарование, такт, непринужденность влекли его к ней, ибо все это служило ему доказательством, что герцогиня – женщина умная. Да и потом этого требовала от него простая учтивость. Он был обаятелен и знаменит, а потому герцогиня часто приглашала его обедать с ней и с мужем или осенью в Германт. А иногда, пользуясь добрыми с ним отношениями, звала его ужинать с сиятельными особами, которых он интересовал. Вообще, герцогиня любила принимать у себя мужчин высокого полета, но при условии, чтобы они были холостяками. Условия, которые они ради нее выполняли неукоснительно, даже будучи женатыми. Ведь их жены, все до одной в большей или меньшей степени пошлячки, портили бы ее салон, куда допускались только самые элегантные красавицы Парижа. Вот почему их всегда приглашали без жен. А чтобы не было никаких обид, герцог объяснял этим вдовцам поневоле, что герцогиня женщин не принимает, что она избегает женского общества. Объяснял таким тоном, словно она так поступает по настоянию врача. Точно он сообщал, что ей вредно находиться в комнате, где пахнет духами, вредно есть соленое, ехать спиной к лошадям или носить корсет. Правда, эти великие люди видели у германтов принцессу Пармскую, принцессу де Саган, Франсуаза, при которой часто о ней говорили, в конце концов полагая, что грамматика требуя женского рода, стала называть ее Саганой. И многих других женщин, но все они оказывались или родственницами, или подругами детства, тут уж, мол, ничего не поделаешь. Верили или не верили великие люди объяснениям герцога германского по поводу странной болезни герцогини германской, не выносившей присутствие женщин, но своим супругам они эти объяснения пересказывали. Некоторые жены считали, что болезнью герцогиня прикрывает ревность, ибо желает полновластно царствовать над роем обожателей. Те, кто понаивнее считали, что у герцогини особый вкус, может быть, даже скандальное прошлое, что сами женщины не желают бывать у нее, а она невозможность принимать у себя женщин выдает за свою причуду. Лучшие, которым мужья все уши прожужжали об уме герцогини, считали, что она настолько выше прочих женщин, что ей с ними скучно, что ей не о чем с ними говорить. В самом деле, герцогине было скучно с женщинами, если только им не придавал особого интереса титул. Однако устраненные женщины ошибались, полагая, что она не желает принимать никого, кроме мужчин, потому что ей хочется поговорить с ними о литературе, о науке, о философии. Она никогда об этом не говорила, во всяком случае со светочами ума. По той же самой семейной традиции, по которой как бы ни кружил вихрь мирской суеты дочерей крупных полководцев, они всегда помнят, что нужно относиться с особым почтением ко всему, что связано с армией. Герцогиня Германская, внучка женщин, водивших знакомство с Тиером, Мереме и Ожье, считала, что первенствовать в ее салоне должны люди большого ума. Но, с другой стороны, так как характер отношений со знаменитостями в Германте был дружественно-интимный, то и она усвоила привычку быть с талантливыми людьми на короткой ноге, давая им понять, что талантом никто здесь не ослеплен, и не говорить с ними об их творчестве, тем более, что им самим это было совершенно неинтересно. Ожье Эмиль 1820-1889 годы Французский драматург, чьи пьесы, касавшиеся некоторых общественных вопросов и проблем морали, пользовались в свое время большим успехом. Притом склад ума у нее был такой же, как у Мереме, Мельяка и Галеви, по контрасту с сентиментальным лексиконом предшествующей эпохи, изгнавшими громкие фразы и излияние возвышенных чувств. И она даже считала хорошим тоном говорить с поэтом или с музыкантом о кушаньях, которые стояли на столе, или о предстоящей игре в карты. Этот узкий круг тем несколько озадачивал людей, мало ее знавших, он был для них загадкой. Если герцогиня Германская спрашивала кого-нибудь из таких людей, будет ли ему приятно провести время с известным поэтом, он с недаемой любопытством являлся в назначенный час. Герцогиня говорит с поэтом о погоде. Садятся за стол. Вам нравятся таким образом сваренные яйца? обращается герцогиня с вопросом к поэту. Выслушав его одобрение, которое она разделяла, так как все у нее в доме казалось ей великолепным, включая ужасный сидр, выписывавшийся ею из германта, она говорит метродотелю положите гостю еще яиц. А другой гость по-прежнему сгорает нетерпение, ждет того, что безусловно входило в намерение герцогини, так как устроить эту встречу перед самым отъездом поэта было невероятно трудно и поэту, и ей. Между тем, завтрак продолжается, блюда уносятся одно за другим, давая, впрочем, возможность герцогине германской сказать что-нибудь остроумно или вспомнить забавный случай. Поэт ест себе да ест, а герцогиня и герцог как будто бы забыли, что он поэт. Но вот уже с завтраком покончено, и все прощаются, не сказав ни слова о поэзии, которую, однако, все любят, но о которой в силу той же самой сдержанности, какую я впервые обнаружил у Свана, предпочитают не говорить. Сдержанность эта считалась просто-напросто признаком хорошего воспитания. Но для гостя, если только он хоть немного задумывался над этой сдержанностью, в ней заключалось нечто весьма печальное. Завтраки у германтов напоминали ему свидания робких влюбленных, которые до самого расставания говорят о всяких пустяках, а великая тайна, которой они были бы счастливы поведать друг другу, то ли из-за их робости, то ли из-за их стыдливости, то ли из-за их неумелости, так и не пробивается от сердца к устам. Следует, впрочем, заметить, что нелюбовь к разговорам на серьезные темы, разговорам которых в большинстве случаев тщетно ждали приглашенные, герцогиня, хотя это и являлось характерной ее чертой, все же иногда преодолевала. Герцогиня германская провела молодость в несколько иной среде, столь же аристократической, но менее блестящей, а главное, не такой пустой и высококультурной. Та среда залегла под теперешней суетной средой герцогиня в виде почвы более твердой, незримо питавшей ее. И вот из этой-то почвы герцогиня извлекала, крайне редко, потому что она терпеть не могла педантизма, совершенно правильно ею понятую цитату из Виктора Гюго или из Ламартина, и когда она их произносила с глубоким выражением своих прекрасных глаз, то они всегда поражали и покоряли слушателей. Кое-когда она, даже без всяких претензий, просто и к месту давала драматургу, академику, разумный совет, предлагала сделать то или иное положение менее острым или изменить развязку. В салоне маркизы де Вильпорези, так же, как в Комбрейской церкви, когда венчалась мадемуазель Перспье, я с трудом обнаруживал на красивом, слишком человеческом лице герцогини германской то неведомое, что заключалось в ее имени. Зато я ожидал, что, как только она заговорит, в ее словах, благодаря их глубокому, таинственному смыслу, я почувствую ту своеобычность, какая отличает средневековые гобелены или готические витражи. Но, чтобы не разочаровать меня, речи той, что звалась герцогиня германской, даже если б я не любил ее, должны были быть мало того, что остроумными, красивыми и глубокими, но еще и цвести цветом амаранта, цветом последнего слога ее имени, цветом, которого я, к своему удивлению, не нашел ее облики, когда она предстала передо мной впервые, и которым я поэтому наделил ее мысли. Конечно, маркиза де Вильпризи, Сен-Лу и другие люди, особенно умом не блиставшие, произносили при мне имя Германт без всякой торжественности. Совсем просто. Точно это была фамилия особой, которая сейчас придет к ним в гости или с которой они будут обедать. Произносили, по всей вероятности, не видя в этой фамилии ни желтеющих лесов, ни окутанной тайной провинциальной глуши. Но это, наверное, было с их стороны притворством, сродни притворству классических поэтов, не открывающих нам своих глубоких мыслей, хотя глубокие мысли у них есть. Притворством, которому я пытался подражать, самым естественным тоном, произнося герцогинь германская, словно эта фамилия ничем не отличалась от других. Впрочем, все утверждали, что герцогиня очень умна, что она блестящая собеседница, и что ее кружок один из самых интересных. Суждения эти давали пищу моим мечтам. Когда мне говорили, что ее окружают умные люди, что она блестящая собеседница, я представлял себе ум, совсем не похожий на те, что я знал, не похожий даже на большие умы. Мысленно я составлял себе ее кружок совсем не из таких людей, как Бергот. Ее ум рисовался мне в виде некой непередаваемой способности, способности золотистой, от которой веет свежестью леса. Рассуждая о самых умных вещах, умных в том смысле, в каком я понимал это слово применительно к философу или критику, герцогиня германская, может быть, даже еще больше обманула бы меня в моей надежде на то, что она выкажет ей одной свойственной особенность, чем в самом обыкновенном разговоре, когда она довольствовалась тем, что толковала о рецептах кушаний или обстановке замка, называла имена соседей или своих родственников, по которым я мог бы себе представить ее жизнь. «Я думала, что встречусь у вас с Базеном. Он к вам собирался», сказала тетке герцогиня германская. «Я уже несколько дней не видела твоего мужа», обидчиво и сердито ответила ей на это маркиза де Вильпорези. «Совсем не видела. А может быть, только раз после его милой шутки с приказом доложить о себе, как о шведской королеве». Вместо улыбки герцогиня поджала уголки губ таким движением, словно ей захотелось закусить вуалетку. «Мы вчера обедали с нею у Бланш-Леруа. Вы бы ее не узнали, она так располнела. По-моему, это болезнь». «Я как раз только что сказала гостям, что она кажется тебе похожей на лягушку». Герцогиня германская издала какой-то хриплый звук, что означало у нее смех из вежливости. А я и забыла, что это удачное сравнение принадлежит мне. Во всяком случае, теперь это лягушка, которой удалось сравняться с валом. Впрочем, это не совсем верно, потому что большой у нее только живот. Вернее, это лягушка в интересном положении. «А что?» «Любопытный образ», заметила маркиза де Виль-Порези, втайне гордившаяся перед гостями остроумием племянницы. Лягушка, которой удалось сравняться с валом. Имеется в виду сюжет одной из басен Ла Фонтена. Далее в тексте Пруста упоминается другая басня Ла Фонтена, повествующая о том, как лягушки просили прислать им короля. Но все-таки основная ее черта это то, что она вся ненастоящая, продолжала герцогиня германская, насмешливо выделяя найденное ею слово, как это сделал бы Сван. Ведь я же ни разу не видел рожающей лягушки. Так или иначе, эта лягушка, которая, впрочем, не просит себе короля, при жизни мужа она никогда не была такой резвушкой, будет у нас обедать на следующей неделе. Я ей сказала, что уведомлю вас на всякий случай. Маркиза до Вильпорези что-то проворчала. Я знаю, что третьего дня она обедала в герцогине Мекленбургской, сказала она. Там был Ганнибал де Брете. Он потом приезжал ко мне и рассказывал, должна заметить, довольно занятно. На этом обеде присутствовал человек гораздо более остроумный, чем Бабал. Снова заговорила герцогиня этим уменьшительным, желая показать свою близость с Брете Консальви. Это Бергот. Мне никогда не приходило в голову, что Бергот остроумен. Более того, я считал, что он принадлежит просто к интеллигентной части общества, то есть находится бесконечно далеко от таинственного царства, который я обнаружил за пурпурными занавесками ложе Бенуара, где де Брете потешал герцогиню и вел с ней на языке богов недоступный воображению разговор между людьми из Сен-Жермянского предместья. Это нарушение равновесия, предпочтение Бергота де Брете расстроило меня. Услышав, что говорит герцогиня германская маркизи де Вильпризи, я особенно пожалел, что прятался от Бергота на представлении Федры и не подошел к нему. Вот с кем мне хотелось бы познакомиться, призналась герцогиня. У нее всегда точно в минуту душевного прибоя было видно, как прилив любопытства к знаменитостям в области культуры сталкивается на пути с отливом аристократического снобизма. Это была бы для меня такая радость. Оказалось, что если бы рядом со мной сидел сейчас в Бергот, чего я мог добиться без малейших усилий, но что, как я предполагал, создал бы у герцогини германское нелестное мнение обо мне, то потом она, вернее всего, позвала бы меня к себе в ложу и попросила привезти к ней как-нибудь позавтракать великого писателя. Кажется, он был не очень любезен, его представили герцогу Кобургскому, а он не сказал ему ни слова. Герцогиня Германская с таким видом отметила эту любопытную черту, словно рассказывала, как китаец сморкался в бумагу. Он ни разу не назвал его «Ваша светлость», добавила она, и в эту минуту, глядя на нее, можно было подумать, что она придает этому такое же большое значение, как если бы протестант во время аудиенции у папы отказался преклонить колени перед его святейшеством. Поведение Бергота занимало ее, но она его не осуждала. Более того, оно, видимо, скорее даже нравилось ей, хотя она не могла бы отдать себе отчет, что же, собственно, тут хорошего. Несмотря на странные отношения герцогини Германской к оригинальности Бергота, я впоследствии имел случай убедиться, что когда герцогиня Германская к вязчему изумлению многих заметила, что Бергот остроумнее де Бриоте, то она не так уж была не права. Подобного рода отрицательные мнения, необоснованные, но в сущности верные, высказываются лишь очень немногими светскими людьми, возвышающимися над прочими. Они делают первоначальный набросок той иерархии ценностей, которую окончательно установит новое поколение, ибо прежнюю оно отвергает. Вошел прихрамовый граф Даржанкур, поверенный в делах Бельгии, свойственник маркизы де Вильпорези, а вслед за ним два молодых человека, барон Германский и его светлость герцог де Шеттельро. И герцогиня Германская сказала герцогу, здравствуйте, мой милый Шеттельро, с рассеянным видом и не двинувшись с пуфа. Она была в большой дружбе с матерью молодого герцога, и тот с детства привык относиться к ней с великим почтением. Высокие, тонкие, золотистые кожи и золотистыми волосами, настоящие германты, эти два молодых человека, касались сгустками весеннего вечернего света, затоплявшего большую гостиную. По тогдашней моде они положили свои цилиндры около себя прямо на пол. Историк Фронде вообразил, что это они от смущения, ибо они чувствуют себя здесь как крестьянин, вошедший в мир и не знающий, куда деть шляпу. Считая, что сделай доброе дело, если придет на помощь этим неловким и застенчивым, как ему показалось, юношам, он обратился к ним. «Что вы, что вы, не кладите на пол, вы же их испачкаете». Барон германский скосил на него глаза, внезапно налившие со ослепительной яркой синевой, и благожелательный историк сразу осекся. «Маркиза де Виль Порези познакомила меня сейчас с этим господином. Как его зовут?» спросил меня барон. «Господин Пьер», тихо ответил я. «А дальше?» «Пьер?» «Это его фамилия. Он замечательный историк. Скажите на милость». «Нет, сейчас модно класть шляпы на пол, как сделали эти господа», пояснила маркиза де Виль Порези. «Я тоже не могу к этому привыкнуть». «Но лучше уж так, чем оставлять шляпу в передней, как это всегда делает мой племянник Робер. Когда он ко мне приходит, я говорю ему, что он похож на часовщика и спрашиваю, не собирается ли он починить мои часы». «Вы только что говорили маркиза о шляпе Моле? Скоро мы дойдем до того, что, как пишет Аристотель в главе о шляпах, начал былый историк Фронды, вмешательство маркиза де Виль Порези слегка ободрило его, но говорил он все так же тихо, что кроме меня никто его не слышал». «Наша милая герцогиня, это что-то поразительное», заговорил граф Держанкур, показывая набеседовавшую герцогиню германскую. «Если в салоне находится человек известный, он непременно около нее. Наверняка это какое-нибудь светило. Ну, понятно, не каждый же день Борли, Шлемберже или Девенель. Тогда это Пьер Лотиле, Эдмон Равстан. Борли, Виконт, салонный поэт конца XIX века. Шлемберже Гюстав, 1844-1929 годы, известный в свое время французский историк общественной мысли и культуры. Девенель, Жорж, 1855, 1939 годы. Французский историк и экономист занимался, в частности, французской историей XVII века. Пьер Лоти и Эдмон Равстан, популярные в конце века романист и поэт-драматург. Вчера вечером у Дудавилей, где, кстати, сказать, она была дивно хороша в изумрудной диадеме в пышном розовом платье со шлейфом, она сидела между Дешанелем и германским послом. Она спорила с ними по поводу Китая. Дешанель Поль 1855-1922 годы французский политический деятель, один из создателей Аксион Франсес крайне реакционной националистической организации. Присутствовавшие на вечере, находившиеся на почтительном расстоянии и не слышавшие о чем они толкуют, спрашивали друг друга не ожидается ли война. Честное слово, можно было подумать, что это королева со всеми приближенными. Все подошли посмотреть на работу маркизы де Вильпризи. Про эти цветы можно сказать, что они небесно-розовые, заметил Ле Гранден. Таким бывает розовое небо. Ведь небо бывает не только голубым, но и розовым. Мне же, зашептал он, чтобы никто, кроме маркизы, его не слышал, пожалуй, еще больше нравится шелковистость и яркость вашей копии. Вы превзошли и Пизанелло, и Ван Гейсума с их тщательно выписанным засушенным гербарием. Пизанелло. 1380-1456 годы. Правильнее Витторе Пизано. Итальянский живописец и медальер. Ван Гейсум Ян. 1682-1749 годы. Голландский художник. Писал натюрморты, преимущественно цветы и пейзажи. Самому скромному художнику бывает приятно, когда ему оказывают предпочтение. Он только стремится быть справедливым по отношению к своим соперникам. У вас сложилось такое впечатление от того, что они писали цветы былых времен, цветы нам уже неизвестны, но они досконально изучали свою натуру. «Цветы былых времен!» «Как это прекрасно сказано!» воскликнул Ле Гранден. «В самом деле, вы чудесно рисуете цветущие вишни, то есть нет, майские розы», заговорил историк Фронды, сознавая, что он не очень-то разбирается в цветах, но уже уверенным тоном, так как про шляпы он почти позабыл. «Это яблоневый цвет», обращаясь к тетке, сказала герцогиня Германская. «Сразу видно деревенскую жительницу. Ты знаешь, цветы не хуже меня». «Ах, да, верно! Но я думал, что яблони уже отцвели», в оправдание себе сказал на удачу историк Фронды. «Да нет, они еще и не начинали цвести. Они зацветут не раньше, чем через две, а то и через три недели», вмешался архивариус, принимавший некоторое участие в управлении имениями маркизы де Виль-Паризи и оттого лучше знавший деревню. Да и то только еще под Парижем. Здесь они цветут гораздо раньше. В Нормандии у его отца маркиза показала на герцога де Шателеро чудные яблоневые сады на берегу моря, прямо как на японской ширме. Так там они становятся действительно розовыми после двадцатого мая. «Я эти сады никогда не видел», сказал молодой герцог. «От яблонево цвета я всегда заболеваю сенной лихорадкой. Это просто удивительно». «Сенной лихорадкой?» переспросил историк. «В первый раз слышу». «Это модная болезнь», вставил архивариус. «Кому как повезет. Можете легко отделаться, когда на яблоке урожай. Вы же знаете излюбленное выражение нормандца, когда на яблоке урожай?» спросил граф Даржанкур. Не будучи чистокровным французом, он строил из себя парижанина. «Ты права», сказала племянница маркиза де Виль Паризи, «это яблони с юга. Ветки прислала мне в подарок цветочница». «Вас вероятно удивляет господин Вальмер», обратилась она к архивариусу, что цветочница посылает мне яблоневые ветки. «Но хоть я и старуха, а у меня много знакомых и несколько друзей», добавила она, улыбаясь без всякой задней мысли, так, по крайней мере, показалось всем, «а я подумал, что ей хочется сойти за оригиналку, и поэтому она, она, у которой столько блестящих знакомств, хвалится дружбой с цветочницей». Блок тоже встал, чтобы полюбоваться цветами маркизы де Вильпаризи. «Ничего, ничего, маркиза», сказал историк, снова садясь на стул, «даже если бы опять произошла одна из тех революций, которые так часто заливали кровью историю Франции, а ведь, боже ты мой, живем мы в такое время, что всего ожидать можно», ставил он, обводя гостиную подозрительным взглядом, словно желая на всякий «нет ли здесь какого-нибудь из неблагонамеренных?» Вы с вашим талантом и знанием пяти языков можете быть спокойны, у вас всегда найдется выход из положения. Историк Фронде все время чувствовал себя прекрасно, он забыл, что страдает бессонницей, но вдруг он вспомнил, что не спал шесть суток, и тут усталость, возникшая при одной мысли о ней, всей тяжестью навалилась ему на колени, согнула плечи, а его грустное лицо постарело. Блок, желая широким жестом выразить свой восторг, задел локтем вазу с яблоневыми ветками, ваза упала, и вся вода пролилась на ковер. «Пальцы у вас право, как у феи», сказал маркизи-историк. Он повернулся ко мне спиной и не заметил неуклюжести Блока. Но Блок вообразил, что слова историка относятся к нему, и чтобы не подать вида, что он стыдится своей неловкости, развязным тоном проговорил, «Это не беда, на меня не попало». Маркиза до Вильпорези позвонила, и лакей вытер ковер и подобрал осколки. Маркиза пригласила на свой утренник молодых людей и герцогиню германскую. «Не забудь передать Жизеле и Берти герцогиням де Бержон и де Портфен, чтобы они пришли до двух часов помочь мне», сказала маркиза таким повелительным тоном, как будто она и поручала напомнить нанятым метрдотелям прийти пораньше, чтобы подать фрукты. С принцами Крови, бывшими с ней в родстве, а также с маркизом де Норпуа, она была далеко не так любезна, как с историком, с катаром, с блоком, со мной. Казалось, они интересовали ее лишь с той стороны, что она могла предложить как лакомое блюдо нашему любопытству. Она знала, что ей нечего церемониться с людьми, для которых она была не более или менее блестящей женщиной, но обидчивой и требующей к себе внимания теткой. Ей не было смысла стараться блеснуть перед людьми, которые все равно не изменили бы своего мнения о ее положении в обществе, которые лучше, чем кто-либо знали ее биографию и чтили в ней ее знатный род. А главное, они были для нее теперь всего лишь выжимками, из которых соку больше уже не добудешь. Ведь они не познакомят ее с новыми своими друзьями, не позовут ее вместе повеселиться. Она могла в лучшем случае зазвать их к себе, могла говорить о них на своих пятичасовых приемах, как говорила потом в своих воспоминаниях, для которых эти приемы были своего рода репетицией, первой читкой вслух перед избранной публикой. В обществе же, которое маркиза до Вильпорези с помощью своей знатной родни стремилась заинтересовать, ослепить, приковать. В смешанном обществе катаров, блоков, известных драматургов, историков фронды, за отсутствием небывавших у нее представителей высших кругов, она находила все, что ей было нужно. Разнообразие, новизну, развлечение, жизнь. Эти люди повышали удельный вес ее салона. И они стоили того, чтобы иногда устраивать им встречи с герцогиней германской, хотя все это были люди ей незнакомые. При их содействии на ее обедах бывали замечательные люди, привлекшие ее внимание своими работами. У нее на дому ставились комические оперы и пантомимы под руководством самих авторов. Для нее доставались сложные интересные спектакли. Блок собрался уходить. Во всеуслышание он объявил, что происшедшее с опрокинутой вазой это не беда, а в полголоса говорил другое, уж совсем другое думал. Если у тебя нет вышкаленных слуг, которые умеют так поставить вазу, чтобы она не обливала и не ранила гостей, так нечего пыль в глаза пускать всей этой роскошью, ворчал он сквозь зубы. Он принадлежал к числу обидчивых и нервозных запущенными неловкости, не беря, однако, вину на себя. До такой степени тяжело, что эти неловкости на целый день портят им настроение. Он был взбешен, расстроен, решил, что ноги его больше не будет в салонах. Сейчас ему требовалось хотя бы небольшое отвлечение. И тут на счастье блока маркиза де Вильпаризи удержала его. То ли она была осведомлена о настроениях своих друзей, которых влекла за собой вздымавшаяся волна антисемитизма. То ли по рассеянности, но только она не представила блока гостям. А блок, неважно знавший правила светского обхождения, вообразил, что перед уходом ему следует вежливо, но отчужденно всем поклониться. Он несколько раз кивнул головой и, уткнув в бороду в воротничок, на каждого посмотрел сквозь пенсне холодно и недовольно. Но маркиза давили по резе остановила его. Ей еще надо было сговориться с ним насчет пьески, которую должны были у нее играть, а кроме того, ей не хотелось отпускать его, не возгородив знакомством с маркизом де Норпуа. Между прочим, ее удивляло, что маркиза до сих пор нет. Хотя это вознаграждение было теперь не нужно, потому что Блок уже решил уговорить двух певиц, о которых он рассказывал о маркизе, спеть у нее даром, только ради славы, так как на ее приемах собирался цвет европейского общества. Кроме них он предложил пригласить еще и трагическую актрису, с ясными глазами, прекрасную как Гера, обладающую даром пластически изображать то, о чем идет речь, в лирически окрашенной прозе, которую она читает. С ясными глазами, прекрасную как Гера. Цитата из Гомера в переработке французского поэта Леконте де Лиле. Переработки и парафразы античных произведений вошли в его сборник античные стихотворения 1852 год. Но маркиза де Вильпорези, узнав ее фамилию, отказалась от нее по той причине, что это была подружка Сен-Лу. «У меня добрые вести», сказала она мне на ухо. «Я уверена, что все это у них держится на волоске. Они вот-вот разойдутся, несмотря на то, что тут сыграл скверную роль один офицер», добавила она. «Семья Робера смертельной ненавистью возненавидела князя Бородинского за то, что он по просьбе парикмахера отпустил его в брюгге и обвиняет его в покровительстве преступной связи. «Должно быть, это отъявленный негодяй», произнесла маркиза де Виль-Паризи с видом возмущенной добродетели, которые умели принимать даже самые распутные из германтов. «Отъявленный негодяй, отъявленный негодяй», повторила она, произнеся слово «негодяй» через три «Д». Чувствовала, что она не сомневается, что князь Бородинский участвовал во всех кутежах Сен-Лу. Но так как любезность въелась в плоти кровь маркизы, то неумолимо строгое выражение, с каким она говорила об этом ужасном капитане, которого она называла князь Бородинский, с насмешливой торжественностью женщины, в чьих глазах империя не стоила ломаного гроша, сменилась относившейся ко мне ласковой улыбкой и механическим подмигиванием, будто мы с ней в чем-то были сообщниками. «Я люблю Де Сен-Луан-Бре», заявил Блок, «хотя он и скотина. Люблю за то, что он прекрасно воспитан. Я очень люблю прекрасно воспитанных людей. Это такая редкость», продолжал он, не сознавая, потому что сам он был отвратительно воспитан, что слушать это никому не доставляет удовольствия. Сейчас я вам приведу пример его безукоризненной благовоспитанности, пример, на мой взгляд, очень убедительный. Однажды я увидел его вместе с одним молодым человеком, когда он собирался сесть на свою колесницу с прекрасными ободьями, после того, как собственноручно надел великолепную сбрую на пару коней, откормленных овсом и чменем, по каковой причине ему не надо было взбадривать коней сверкающим в воздухе хлыстом. Он нас познакомил, но я не расслышал, как зовут молодого человека. Мы же ведь никогда не слышим, как зовут тех, с кем нас знакомят, добавил он, смеясь. Это была шутка его отца. Де Сен-Луан-Бре держался просто, не заискивал перед молодым человеком, по-видимому, нисколько не стеснялся. А через несколько дней я случайно узнал, что молодой человек сын сэра Руфуса Израильса. Конец этой истории не так покоробил присутствовавших, как ее начало, потому что она осталась для них непонятной. Дело в том, что сэр Руфус Израильс, который для Блока и для его отца был чуть ли не особый королевского рода, сэр Руфус Израильс, перед которым Сен-Лу с точки зрения Блока должен был трепетать, в глаза германтов представлял собой выскочку и народца только что терпимого в обществе и дружбой с ним никому из них не пришло бы в голову гордиться, уж скорее наоборот. Мне об этом сказал, продолжал Блок, приятель моего отца, доверенное лицо сэра Руфуса Израильса, человек совершенно необыкновенный, призанятнейшая личность, добавил он с той безапелляционностью и с той восторженностью, с какой мы высказываем чужие мнения. Скажи, какое состояние у Сен-Лу шепотом заговорил со мной Блок? Ты, конечно, понимаешь, что мне на его состояние плевать с высокого дерева, но это я, понимаешь, с бальзаковской точки зрения и не знаешь ли ты, во что он вложил свой капитал во французские бумаги, в иностранные, в имения? Я ничего не мог ему сообщить. Перестав со мной шептаться, Блок громко попросил позволения открыть окна и, не дожидаясь ответа, направился к одному из окон. Маркиза де Вильпорези сказала, что отворять окна нельзя, что она простужена. Вы боитесь свежего воздуха? Разочарованно спросил Блок. Но ведь на дворе тепло. Он засмеялся и обвел глазами собравшихся, словно требуя от них поддержки в споре с Маркизой де Вильпорези. У этих благовоспитанных людей он ее не нашел. Задорный его взгляд, которому никого не удалось зажечь, смирился и снова стал серьезным. О своем поражении Блок объявил громогласно. Ведь тут по крайней мере двадцать два градуса, а то и все двадцать пять. Я в этом совершенно уверен. С меня семь потов сошло. Но я не имею возможности подобно мудрому антенору, сыну реки Алфей, погрузиться в отчие воды и, прежде чем сесть в сверкающую купель и умаститься елеем остановить выделение пота. Антенор был одним из тех троянцев, которые призывали примириться с греками и вернуть им Елену. В Иляде сыном реки Алфеи назван Арсилох. Пруст путает также реку Алфею и божество одной из рек Алфея. Удовлетворяя свойственную людям потребность убеждать других в разумности медицинских советов, пользу которых они проверили на себе, Блок добавил «Ну, раз вы полагаете, что так для вас лучше, я держусь противоположному мнению, потому-то вы и простужаетесь». Блок чрезвычайно обрадовался предстоящему знакомству с маркизом де Норпуа. «Хорошо, если бы маркиз сказал, что он думает о деле Дрейфуса», снова заговорил он. «Я плохо знаю образ мыслей людей ему подобных. Получить интервью такого видного дипломата это было бы небезлюбопытно», заключил он ядовито, чтобы не подумали, будто он считает себя ниже маркиза. Маркизе де Вильпарези было неприятно, что Блок и об этом сказал громко, но она быстро успокоилась, уверившись, что Архивариус, из-за националистических убеждений, которого она все время была как на иголках, сидит далеко от Блока и что слышать он его не мог. Блок больше ее шокировал, когда он, наущаемый демоном дурного воспитания, который сначала сделал так, что он перестал видеть, что у него перед носом, со смехом спросил, вспомнив отцовскую шутку. Пруст вспоминает эпизод из романа «Посенью девушек в цвету», обет героя Сен-Лу Блока и рассуждение Блока отца об исходе военного столкновения России и Японии. Нееволе это ученый труд, где доказывается, что русско-японская война неминуемо окончится победой русских и поражением японцев. А не впал ли он в детство? Должно быть, это его я видел недавно. Прежде чем сесть в кресло, он сначала примерился, а потом подкатил к нему, как на роликах. Этого не могло быть. Одну минутку, сказала Маркиза. Не понимаю, что он там делает? Маркиза позвонила, и так как она ни от кого не скрывала и даже охотно давала понять, что ее старый друг большую часть времени проводит у нее, то, когда вошел лакей, она сказала, попросите господина де Норпуа прийти сюда. Он разбирает бумаги у меня в кабинете. Сказал, что придет через двадцать минут, а я его жду час сорок пять. Он с вами поговорит о деле Дрейфуса и о чем хотите, ворчливо проговорила она, обращаясь к блоку. Он совсем не в восторге от того, что у нас творится. Надо заметить, что маркиз де Норпуа не ладил с нынешним министерством. Он не позволил бы себе привести к маркизе де Вильпорези членов правительства. Она по-прежнему удержала себя с большим достоинством, достоинством аристократки, и стояла в стороне и над теми отношениями, которых он не прерывал в силу необходимости. Но благодаря ему она была осведомлена о текущих событиях. Равным образом и нынешние государственные деятели не осмелились бы попросить маркиза де Норпуа представить их маркизе де Вильпорези. Но кое-кто из них в затруднительных обстоятельствах ездил к нему за советом в ее именье, узнавал адрес, ехал в замок. Она не показывалась, но за обедом говорила «Мне известно, что вас повеспокоили. Дело пошло на лад». «Вы не очень торопитесь?» спросила Блока маркиза де Вильпорези. «Нет, нет, я хотел было уйти, потому что неважно себя чувствую. Может быть, даже мне придется съездить в Виши, полечить желчный пузырь». С дьявольской иронии чеканил последние слова Блок. «Да что вы! Туда собирается мой внучатый племянник Шателеро. Вот бы вам сговориться и поехать вместе». «Вы знаете, он очень славный», сказала маркиза де Вильпорези, вероятно, глубоко убежденная, что если оба молодых человека ее знакомы, то у них нет никаких оснований не подружиться. «Да я, собственно, не знаю, будет ли он доволен. Мы с ним знакомы, едва-едва...» «Вон он там в глубине», сказал Блок. Он был и смущен, и обрадован. Метер дотелю не надо было исполнять приказание, связанное с маркизом де Норпуа. Чтобы все подумали, будто он только что приехал и еще не виделся с хозяйкой дома, маркиз взял в переднюю шляпу, которую он принял за свою, подошел к маркизе де Вильпорези и, почтительно поцеловав у нее руку, спросил, как она поживает. С таким интересом точно они встретились после долгой разлуки. Он понятия не имел, что маркиза де Вильпорези перед самым его приходом лишила всякого правдоподобия эту комедию, которую сама же, впрочем, и прекратила, предложив маркизу де Норпуа и Блоку пройти в соседнюю комнату. Вновь вошедший, а Блок не знал, что это и есть маркиз де Норпуа, отвечал на оказываемые ему знаки особого уважения, чинными, изящными, низкими поклонами, и подавленный этим церемониалом, злясь при мысли о том, что ему-то уж этот человек наверняка не поклонится, Блок спросил меня с напускной небрежностью, «это еще что за болван». Впрочем, может быть, ужимки маркиза де Норпуа оскорбляли лучшее, что было в Блоке, свойственную его поколению большую естественность и чистосердечие, и он отчасти искренне нашел, что они смешны. Как бы то ни было, они перестали казаться ему смешными и даже привели его в восторг, когда маркиз поклонился ему. «Господин посол обратилась к де Норпуа маркиза де Вильпорези, позвольте вас познакомить с этим господином, господин Блок, маркиз де Норпуа». Вообще, она не церемонилась с маркизом де Норпуа, но тут она назвала его господин посол по правилам хорошего тона, потому что она преклонялась перед рангом посла, преклонялась по внушению маркиза. И, наконец, для того, чтобы показать, что у нее особая манера держать себя с этим человеком, менее непринужденная, более чопорная, которая в салоне изысканной женщины, резко отличаясь от ее вольного обхождения с другими его завсегдатаями, указывает на то, что это ее любовник. Маркиз де Норпуа утопил голубизну своих глаз в белой бороде, и, несмотря на высокий рост, изогнувшись в низком поклоне, пробормотал очень рад. А представленный ему юноша, хотя и был растроган, но все же нашел, что знаменитый дипломат, чересчур с ним учтив, и поспешил превзойти его. Да нет, что вы, это я очень рад. однако, маркизи дипломат, но все показалось, что этой церемонии, повторявшейся маркизом де Норпуа ради старинной его приятельницы с каждым новым лицом, которое она ему представляла, для Блока недостаточно. И она сказала Блоку, расспросить его чем угодно, уведите его отсюда, если хотите, ему будет очень приятно побеседовать с вами. По-моему, вы собирались поговорить с немоделем Дрейфуса, прибавила она, даже и не думая о том, доставит ли эта беседа удовольствие маркизу де Норпуа, но ведь не потрудилась же она, прежде чем осветить портрет герцогини де Мон-Моранси для историка, спросить всех остальных, интересно ли им посмотреть его, или спросить их, хотят ли они чаю, прежде чем угощать. Говорите с ним громко, продолжала маркиза, он туговат на ухо, но он ответит на все ваши вопросы. Он был близко знаком с Бисмарком, с Кавуром. Кавур Камил Бенцо 1810-1861 годы Итальянский политический деятель, министр короля Виктора Эммануила, ярый сторонник объединения Италии. «Ведь правда, маркиз повысила она голоса, вы хорошо знали Бисмарка?» «Работаете над чем-нибудь?» спросил маркиз де Норпуа, посмотрев на меня приветливым взглядом и с чувством пожав мне руку. Я воспользовался этой минутой, чтобы оказать ему услугу и освободить его от шляпы, которую он счел своим долгом захватить для пущей торжественности и в которой я узнал свою. «Вы мне показывали одну вещицу, но в ней было что-то надуманное. Вы там намудрили. Я откровенно высказал вам свое мнение. Она не стоила затраченных вами усилий. Вы мне показывали одну вещицу». В начале романа «Под сенью девушек в цвету» рассказывается о беседе маркиза де Норпуа с героем книги. Маркиз одобряет его желание заняться литературой. «Чем же вы порадуете нас теперь? Если память мне не изменяет, вы находитесь под большим влиянием Бергота». «Не трогайте Бергота!» воскликнула герцогиня. «Я не отрицаю в нем таланта живописца. Это ни для кого не подлежит сомнению герцогиня. Он владеет резцом, умеет травить афорты, но он не Шербюлье. На широкие полотна его не хватает». Шербюлье Виктор 1829-1899 годы посредственный французский романист, член Академии. «И вообще мне кажется, что в наше время происходит смешение жанров и что дело романиста завязывать интригу и облагораживать сердца, а не корпеть над фронтисписами и заставками. «Я увижусь с вашим отцом у нашего милого А.Ж. », — добавил он, обращаясь ко мне. Послушав, как он говорит с герцогиней германской, я было бы за имел надежду, что он, не оказав мне прежде содействия в том, чтобы меня пригласили к свану, быть может, ведет меня в дом герцогиней. «Еще одно из моих больших увлечений, сказал я ему, это Эльстир. Насколько мне известна у герцогини германская есть чудные его картины, в частности, изумительный пучок редиски. Я видел его на выставке, и мне так хочется посмотреть его еще раз, это шедевр. В самом деле, если бы с моим мнением считались, и меня бы спросили, какая моя любимая картина, я назвал бы пучок редиски». «Шедевр?» воскликнул маркиз де Нарпуа, удивленный и неодобрительно. «Да ведь это же не картина, это эскиз!» он был прав. «Если вы называете шедевром живо сделанный набросок, то что вы скажете тогда о деве Эбера или о Даньян Бувре?» Эбер Эрнест 1817-1908 годы французский художник, мастер портретной и исторической живописи Даньян Бувре Жан 1852-1929 годы французский живописец, автор картины исторические и библейские темы «Я слышала, как вы отказали приятельнице Робера». После того, как Блок отвел посла в сторону, сказала тетке герцогиня Германская, «По-моему, тут жалеть не о чем, это сплошной ужас. У нее намека нет на талант, а кроме того, она карикатурна». «А разве вы ее видели герцогиня?» спросил граф Даржанкур. «А разве вы не знаете, что прежде чем показаться публике она выступала у меня? Но я этим не горжусь», со смехом сказала герцогиня Германская, обрадовавшись однако случаю довести до сведения собравшихся, раз уж заговорили об этой актрисе, что она первая увидела, какое посмешище представляет собой ее игра. «Ну, мне надо уходить», вдруг объявила она, не пошевелившись. Она увидела, что вошел ее муж. И эти ее слова намекали на комизм ее положения, точно это был визит новобрачных, но отнюдь не на отношения, часто нелегкие, между ней и этим высоченным, стареющим весельчаком, все еще пытавшимся угнаться за молодежью. С приветливым и лукавым видом пробегая по многолюдному обществу, собравшемуся за чайным столом своими маленькими круглыми зрачками, живо напоминавшими те кружочки, в которые, нацелившись без промаха, попадал такой великолепный стрелок, как он, и слегка жмурясь от лучей заходящего солнца, герцог двигался с завороженной осторожной медлительностью, словно арабев в этом блестящем собрании, он боялся наступить на чье-нибудь платье и помешать разговору. Нисходившая у него с лица пьяноватая улыбка, улыбка доброго короля Ивето, а также плывшая около его груди точно плавнику акулы рука с полусогнутыми пальцами, которую он без разбора давал пожимать и старым своим друзьям, и тем, кого с ним знакомили, позволяли ему, не делая ни одного лишнего жеста и не прерывая царственного в своей неторопливости и благосклонности обхода удовлетворять всех, тянувшихся к нему, только лишь проборматыванием «Добрый вечер, мой милый!» «Добрый вечер, дорогой друг!» «Очень рад вас видеть, господин Блок!» «Добрый вечер, Аржанкур!» «И только меня, когда он услышал мое имя, он осчастливил особым вниманием «Добрый вечер, мой юный сосед!» «Как поживает ваш отец?» «Знаете, что мы с ним друзья закадычные!» «Чтобы доставить мне удовольствие», добавил он. Расшаркался он перед одной лишь маркизой де Вильпаризи, а та кивнула ему, вынув из-под передника руку. Королевито Герой популярной песенки Беранже Добродушный миролюбец и эпикуреец Сказочно богатый и живший в том мире, где богачей становится все меньше и меньше, привыкший к мысли, что он владелец громадного состояния, он сочетал в себе тщеславие важного барина и тщеславие человека денежного, но утонченное воспитание, полученное барином, ставило границы тщеславию денежного человека. Все же при взгляде на него становилось ясно, что своим успехом у женщин, стоившим таких страданий его жене, он был обязан не только своему имени и состоянию, он был еще очень красив, и профиль его своей чистотой, смелостью очертаний напоминал профиль греческого бога. Правда? Она у вас выступала? спросил герцогиню граф Доржанкур. «Ну да, она ко мне явилась с букетом лилии в руке и с лилиями на платье». Герцогиня германская, как и маркиза де Вильпризи, нарочито, подчеркнуто произносила некоторые слова, как их произносят простонародие, но, в отличие от тетки, никогда не грассировала. Перед тем, как маркиз де Норпуа нехотя и по принуждению отвел Блока в укромный уголок, где они могли поговорить один на один, я подошел к старому дипломату попросить его посодействовать моему отцу на выборах в академию. Маркиз попытался отложить разговор, но я сказал, что собираюсь в Бальбек. «Как? Опять в Бальбек? Да вы настоящий неутомимый путешественник!» Он выслушал меня. Когда я назвал имя Леруа Болье, маркиз де Норпуа посмотрел на меня подозрительно. Я вообразил, что, быть может, он сказал Леруа Болье что-нибудь нехорошее о моем отце, и сейчас испугался, что экономист передал моему отцу его слова. Внезапно он заговорил о моем отце как лучший его друг. А потом, после заминки, когда у человека как бы невольно прорывается заветное его убеждение, возобладавшее над косноязычными попытками не проговориться, он начал горячо мне доказывать. Нет, нет, вашему отцу не надо выставлять свою кандидатуру. Не надо в его же интересах из уважения к себе, ведь он же большая величина, а этот неосторожный шаг может скомпрометировать его. Он заслуживает лучшей участи. Если его выберут, он рискует все потерять и ничего не выиграть. Слава Богу, он не оратор. А мои дорогие коллеги ценят только красноречие, хотя бы человек нес чепуху. У вашего отца есть высокая цель в жизни. Он должен идти к ней прямым путем, не сбиваясь с него и не пробираясь сквозь кусты, хотя бы то были кусты, на которых, впрочем, больше шипов, чем цветов, в садах Академии. Да ведь он и соберет всего лишь несколько голосов. Академия любит, чтобы соискатель, прежде чем она его примет в свое лоно, прошел изрядный испытательный срок. Сейчас ничего предпринимать не следует. А потом пожалуйста, но только нужно, чтобы на нем остановила внимание сама Академия. Она следует правилу наших зальпийских соседей Фара Дассе сама себе хозяйка с итальянского следует не потому, что так лучше, а потому, что она считает себя непогрешимой. То, что мне сообщил Леруа Болье не произвело на меня благоприятного впечатления, но, насколько я мог заметить, он, кажется, склонен поддерживать вашего отца. Пожалуй, я был с ним слишком резок. Я сказал, что его дело хлопок и металлы, а в политических тонкостях, как любил выражаться Бисмарк, он ничего не смыслит. Ваш отец ни в коем случае не должен выставлять свою кандидатуру. Принципе с обста. Будь осторожен с первых же шагов. Если он поставит своих друзей перед совершившимся фактом, они очутятся весьма затруднительном положении. Послушайте, глядя на меня в упор своими голубыми глазами, вдруг нарочито откровенно заговорил он со мной. Вы знаете, как я люблю вашего отца, и поэтому вас, наверное, удивит то, что я сейчас скажу. Так вот, именно потому, что я его люблю. Именно мы с ним неразлучные друзья. Аркадес Амбо, Аркадцы оба. Потому, что я знаю, какую пользу может он принести отечеству, мимо каких подводных камней может он провести его, если останется у руля. Из симпатии к нему, из глубокого уважения, из патриотических чувств, я не буду голосовать за него. Впрочем, я, кажется, достаточно ясно дал ему это понять. Аркадцы оба. Слова Вергилия о двух пастухах Терсисе и Коридоне отменных певцах. Тут мне показалось, что в глазах маркиза промелькнул строгий ассирийский профиль Леруа Болье. Словом, проголосовать за него это для меня означает в известном смысле поступить против совести. Несколько раз маркиз де Норпуа обозвал своих коллег ископаемыми. Помимо всего прочего, каждый член клуба или академии наделяет своих коллег чертами характера, резко отличающимися от его черт. Наделяет не столько для того, чтобы иметь возможность сказать, ах, если бы это зависело только от меня, сколько для того, чтобы дать почувствовать, как трудно достается то звание, какое он получил и насколько оно почетно. Так вот, что я вам скажу, заключил маркиз, в интересах всей вашей семьи я предпочитаю, чтобы вашего отца с триумфом выбрали лет через десять, через пятнадцать. Мне показалось, что в маркизе говорит, если не зависть, то во всяком случае полнейшее равнодушие к моему отцу, но впоследствии ход событий показал, что я ошибался. Далее, в первом издании романа шел приводимый ниже абзац, вычеркнутый Прустом в Гранках, но не снятый издателями. Вы не собираетесь побеседовать в институте о ценах на хлеб во времена фронды, несмело обратился к маркизу Ден-Арпуа историк. Вы бы там имели большой успех, это означало широчайшую рекламу, добавил он робко и вместе с тем ласково улыбаясь послу. Улыбка приподняла его веки, и тут стало видно, что глаза у него большие, как небо. Мне показалось, что я уже видел этот взгляд, хотя познакомился с историком только сегодня. Вдруг я вспомнил, что точно такой же взгляд у бразильского врача, который брался вылечить меня от удушья, вызывавшегося тем, что я имел глупость вдыхать растительные эссенции. Чтобы он был ко мне повнимательнее, я сказал, что знаком с профессором Катаром, а он, как бы, заботясь об интересах Катара, воскликнул, если вы расскажете ему о моем способе лечения, это даст ему материал для блестящего доклада в Академии Медицинских Наук. Настаивать он не решался, он только вперил в меня тот самый робко вопросительный и заинтересованный умаляющий взгляд, каким сейчас меня восхитил историк Фронды. У меня всякого сомнения, эти два человека были незнакомы друг с другом, мало похожи, но в явлениях психологических, как и в явлениях физических, наблюдается нечто общее. При прочих равных условиях один и тот же взгляд освещает изнутри разные человеческие особи, как одно и то же утреннее небо освещает места на земной поверхности, расположенные далеко одно от другого и никогда не видавшиеся. Я не слышал, что ответил посол, так как гости, устремившись к маркизе до виль-паризи, чтобы посмотреть, как она рисует, довольно громко разговаривали. Знаете, о ком мы говорили, Базен? Спросила мужа герцогиня. Наверное, догадываюсь, ответил герцог. Да уж, великая артистка из нее не выйдет. Куда там подхватила герцогиня германская и обратилась к графу Даржанкуру. Вы не можете себе представить ничего более смехотворного. Я бы сказал, преуморительного, вставил герцог германский, своеобразный лексикон, которого давал повод людям светским говорить, что он не глуп, а литераторам считать, что он набитый дурак. Не понимаю, продолжала герцогиня, как Робер мог в нее влюбиться? О, я отлично знаю, что вкусы бывают разные, перебила себя с очаровательной гримаской философа и разочарованного романтика. Я знаю, что кто угодно может полюбить кого угодно, и в сущности, добавила она, ибо хотя она все еще посмеивалась над новой литературой, эта литература то ли благодаря газетам, которые популяризировали ее, то ли под влиянием разговоров все-таки в нее просочилась. Это и есть самое прекрасное в любви, так как именно это и делает ее таинственной. Таинственной? Откровенно говоря, это выше моего понимания, признался граф Держанкур. Да-да, в любви все очень таинственно, продолжала герцогиня с мягкой улыбкой светской женщины, но одновременно с непоколебимой убежденностью вагнерианки, доказывающей человеку своего круга, что валькирия это не просто шум. Валькирия, опера Вагнера, вторая часть его тетралогии «Кольцо Нибелунга», впервые поставленное в 1870 году. «Ведь нам же так до конца и не понять, почему кто-то любит кого-то. Мы думаем, что вот за это, а может быть, как раз совсем за другое, сама себе противоречия с улыбкой добавила она. Ведь мы же вообще ничего не понимаем, заключила она, и на лице у нее появилось усталое скептическое выражение. Одним словом, знаете что? Благоразумнее всего не спорить о вкусах в любви». Но как будто бы, взяв себе это за правило, она тут же отступила от него и осудила выбор Сен-Лу. И все-таки как хотите, а меня это удивляет, разве можно увлечься смешной женщиной? Услышав, что мы толкуем о Сен-Лу и догадавшись, что он в Париже, Блок наговорил о нем разных гадостей, чем вызвал всеобщее возмущение. Он распалялся все сильнее и сильней, чувствовал, что для того, чтобы выплеснуть злобу, он не остановится ни перед чем. Считая себя человеком высоконравственным, он держался от того мнения, что людей, посещающих були, спортивный кружок, который он, однако, находил блестящим, надо отправить на каторгу, и каждый удар, который он мог нанести им, ставил себе в заслугу. Однажды он договорился до того, что намерен подать в суд на своего приятеля из були. На суде он собирался давать заведомо ложные показания, но так, что обвиняемый не мог бы их опровергнуть. Этим приемом Блок рассчитывал, впрочем, он так и не осуществил своего намерения, измучить своего приятеля, довести его до белого коленя. Что же тут плохого со стороны Блока, если тот, кого он хотел наказать, думает только о шике, если это член були, если в борьбе с подобного сорта людьми дозволительно применять любые виды оружия, особенно такому святому человеку, как Блок. «А возьмите савана», заметил граф Даржанкур. Он понял, наконец, что хочет сказать герцогиня. Был поражен верностью ее замечания, но, порывшись в памяти, нашел пример мужчины, любившего женщину, которая ему, Аржанкуру, не нравилась. «Ну, сван это совсем другое дело», возразила герцогиня. «Конечно, это тоже более чем странно, потому что она круглая дура, но она не смешна и была красива». «Хм», буркнула маркиза де Вильпорези. «А вы разве не находите, что она была красива?» «Нет, в ней было много выражительного. Прекрасные глаза, красивые волосы. Одевалась она, да и теперь одевается великолепно. Теперь, я согласна, она омерзительна, но прежде это была очаровательная женщина. Тем не менее, я была очень огорчена, когда сван на ней женился. Вот это уж он зря». Герцогиня не находила в этих словах ничего особенно остроумного, но когда граф Даржанкур засмеялся, то она повторила их, быть может, потому, что теперь сама нашла, что они смешны, а быть может, только потому, что Даржанкур смеялся от души. Повторила и ласково взглянула на него, усилив, таким образом, обаяние своего остроумия обаянием нежности. «Да, ведь правда, этого делать не следовало», продолжала она, «но все-таки что-то влекущее в ней было. Я прекрасно понимаю, что в нее можно было влюбиться, а вот барышня Робера способна уморить со смеху, уверяю вас. Я предвижу, что мне приведут затрепанную фразу о жье, не в бутылке счастья, только бы опьянеть». Фразу о жье. В действительности это слова Альфреда де Мюссе из стихотворного посвящения его книге «Театр в кресле». Ну что ж, может быть, Робер и опьянел, но в выборе бутылки он вкуса не обнаружил. Во-первых, вообразите, что она изъявила желание, чтобы я поставила лестницу на самой-самой середине гостиной. Правда, не дурно? И еще она мне объявила, что ляжет ничком на ступеньках. И потом, если бы вы слышали, что она читала. Она у меня прочла только одну сцену, но это нечто невообразимое. Называется «Семь принцесс». «Семь принцесс». Однактная пьеса Мариса Метерлинка, впервые поставлена в 1891 году. «Семь принцесс?» «Ой-ой-ой, какой снобизм!» воскликнул граф Даржанкур. «Ах, да, погодите, я знаю эту пьесу. Ее написал один из моих соотечественников. Он послал ее королю, король ничего в ней не понял и попросил меня объяснить». «Это случайно не Сар-Пеладана?» спросил историк фронды, желая показать, какой у него утонченный вкус и что он следит за новинками, но спросил так тихо, что Даржанкур не расслышал его вопроса. Сар-Пеладан Жозефен 1859-1918 годы Французский писатель, увлекавшийся оккультизмом и пропагандировавший его в своем творчестве. «Ах, так вы знаете семь принцесс?» спросила Даржанкура герцогиня. «Поздравляю вас. Я знаю только одну из них, но это отбило у меня охоту знакомиться с другими шестью, а вдруг они похожи на ту, что я видела». «Какая дурища!» думал я. Герцогиня рассердила меня тем, что была со мной холодна, и сейчас я испытывал злобное удовлетворение от того, что она совершенно не понимает метролинка. Это ради нее я каждое утро отмерял столько километров. Нет уж, слуга покорный, она для меня больше не существует. Вот что говорил я себе. Говорил не то, что думал. Я прибегал к чисто разговорным оборотам речи, которыми мы пользуемся, когда бываем так взволнованы, что не в силах оставаться долей наедине с самими собой, испытываем потребность, за отсутствием другого собеседника, поговорить с самими собой, но не откровенно, а как с чужим человеком. «У меня нет слов, чтобы все это описать», продолжала герцогиня, «но право можно было лопнуть от смеха. Смеха действительно было много, даже слишком много. Актрису ли это не понравилось, а Робер с тех пор затаил против меня злобу. Ну, а я не жалею, ведь если все сошло гладко, барышня чего доброго опять пожаловала бы ко мне. Могу себе представить, как была бы счастлива Мария Энар». Так звали в семье мать Робера, госпожу де Марсант, вдову Энара де Сен-Лу, в отличие от ее родственницы принцессы Германд Баварской, тоже Мари, к имени которой ее племянники, двоюродные и троюродные братья и зятья прибавляли, чтобы не спутать или имя ее мужа, или другое ее имя, и получалось Марии Жильбер или Марии Эдвиш. «Начать с того, что накануне было нечто вроде репетиции, тоже я вам скажу удовольствие», насмешливым тоном продолжала герцогиня Германская. «Представьте себе, она произносила фразу, даже четверть фразы, а потом умолкала. Молчание длилось, я не преувеличиваю, пять минут!» «Ой-ой-ой-ой», воскликнул граф Доржанку, я очень вежливо позволила себе заметить, что это может вызвать некоторое недоумение. Она мне ответила буквально следующее, «Артисты всегда должны говорить так, как будто это они сами только что сочинили». «Если вдуматься, то это гениально». «А стихи она, по-моему, читает недурно», сказал один из молодых людей. «Она ничего не понимает в стихах», возразила герцогиня германская, «да и потом мне не надо было ее слушать. Достаточно было ее появления с лилиями. Как только я увидела лилии, я сразу поняла, что она бездарна». Все засмеялись. «Тетушка, вы на меня не сердитесь за давешнюю шутку со шведской королевой. Я пришел просить у вас прощения». «Нет, не сержусь. Можешь даже поесть, если ты голоден». «Прошу вас, будьте за хозяина», употребив обычное в таких случаях выражение, обратилась маркиза де Виль Паризи к архивариусу. Герцог германский встал с кресла, около которого лежала на ковре его шляпа, и, осмотрев тарелки с предложенным ему печеньем, по-видимому, остался доволен «Теперь я уже чувствую себя как дома в столь блестящем обществе, и возьму вот эту бабу, должно быть, они очень вкусные». «Вы прекрасно исполняете обязанности хозяина», сказал архивариусу граф Даржанкур, желая угодить маркизе де Виль Паризи, он подхватил ее выражение. Архивариус предложил печенье историку фронды. «Вы безукоризненно исполняете свои обязанности», сказал «Историк от робости и для того, чтобы завоевать общую симпатию. Он скользнул взглядом соучастника по тем, кто, как и он, пользовался выражением маркизы». «Скажите, тетушка», спросил маркиза де Виль Паризи, герцог германский, «Кто этот почтенный господин, который выходил, когда я вошел?» «Наверное, я с ним знаком, потому что он весьма торжественно со мной поздоровался, но я так и не мог вспомнить, я вечно путаю имена. Это очень неприятно», с довольным видом добавил он. «Господин Легранден». «А-а-а! У Арианы же есть родственница, ее мать, если не ошибаюсь, урожденная Гранден. Да-да, теперь я понимаю, это Гранден и Дел-Эпревье». «Нет», возразила маркиза де Виль Паризи, «он не имеет к ним никакого отношения. Это просто Грандены. Грандены только и всего, но им бы хотелось быть всем чем угодно. Сестра этого Леграндена де Говожо». «Перестаньте, Базен, вы же отлично знаете, кого имеет в виду тетя», с возмущением воскликнула герцогиня. «Это же брат того громадного травоядного, которое вы неизвестно зачем на днях прислали ко мне. Оно просидело час, я думала, что я с ума сойду, но сперва, когда ко мне вошла незнакомая особа, похожая на корову, я приняла за сумасшедшую ее». «Помилуйте, Ариана». Она попросила меня сказать, по каким дням вы принимаете. Не ответить ей было бы с моей стороны невежливо, и потом вы право преувеличиваете, на корову она не похожа», жалобным тоном проговорил герцог, а сам в это время украдкой от нее с улыбкой взглянул на собравшихся. Он знал, что его жена становится все остроумней, если начать оспаривать ее мнение, оспаривать с точки зрения здравого смысла, например, возразить, что женщина на корову похоже быть не может. Именно благодаря этому приему у герцогини германской, постепенно наслаивавшей новые подробности на первоначальный образ, часто срывались с языка наиболее удачные остроты. А герцог, якобы ненарочно, самым невинным видом, способствовал ее успеху. Так тайный помощник фокусника помогает ему успешно проделать карточный фокус. И я согласна, что она не похожа на корову. Она похожа сразу на нескольких, воскликнула герцогиня германская. Клянусь вам, я оторопела, когда ко мне в гостиную вошло целое стадо коров в шляпе и спросила, как я поживаю. Мне хотелось ответить так. Ты что-то путаешь, стадо коров. У нас с тобой никаких отношений быть не может, потому что ты стадо коров. Но потом, порывшись в памяти, я подумал, что ваша говожо это инфанта доротея, которая как-то сказала, что зайдет ко мне, и которая тоже довольно быковидна, так что чуть было не сказала ваше высочество, и не обратилась к стаду коров в третьем лице. У нее тоже зоб, как у шведской королевы. Вдобавок, эта атака живой силы была подготовлена обстрелом с дальней дистанции, по всем правилам искусства. За сколько-то времени до прихода она начала бомбардировать меня своими визитными карточками. Я находила их всюду, на всей мебели, точно это объявление. Я не могла понять, в чем смысл такой рекламы. Куда не посмотришь, везде маркиз и маркиза де говожо с указанием адреса. Ну, адрес выпал у меня из памяти, да ведь и то сказать, я же им никогда не воспользуюсь. Но ведь это так приятно, быть похожей на королеву, сказал историк фронды. Да ну, что вы! В наше время короли и королевы это же не бог и весь что, сказал герцог германский. Он мнил себя человеком свободомыслящим и передовым. А кроме того, ему хотелось показать, что он не придает никакого значения знакомством с венценосцами, хотя на самом деле очень дорожил ими. Блок и маркиз де Норпуа подошли поближе к нам. Ну, как, господин Блок, спросила маркиза де Виль-Паризи, поговорили вы с ним о деле Дрейфуса? Маркиз де Норпуа поднял глаза к небу, хотя и с улыбкой, но в то же время, словно беря его в свидетели того, какие глупые капризы своей Дульсинеи он, маркиз, вынужден исполнять. Тем не менее, он очень любезно говорил с Блоком, говорил, что мы живем страшные, может быть, даже гибельные для Франции годы. Вероятно, это означало, что маркиз де Норпуа, а между тем, Блок так прямо ему и сказал, что уверен в невиновности Дрейфуса, был злейшим анти-Дрейфусаром. Вот почему дружелюбие посла и выражавшееся на его лице стремление пойти навстречу собеседнику, уверить его, что в главном они единомышленники, заключить с ним союз против правительства, особенно льстили тщеславию Блока и возбуждали его любопытство. Каковы же были те важные пункты, о которых Деннерпуа умалчивал, но по поводу которых он намекал, что тут они сходятся. Одним словом, что в его взгляде на дело Дрейфуса могло бы объединить их? Блок был тем сильнее изумлен таинственным согласием, как будто бы существовавшим между ним и маркизом Деннерпуа, что распространялось оно не только на область политики. Выяснилось же это благодаря тому, что маркиза до Вильпорези перед этой их встречей довольно подробно рассказывала маркизу Деннерпуа о литературных трудах Блока. Вы человек несовременный, сказал Блоку старый посол, и я очень это в вас ценю, ибо в наше время бескорыстных исследователей не существует. В наше время торгуют непристойностями и всякой ерундой. Если б у нас было настоящее правительство, таких как вы, надо было бы всячески поощрять. Блок был счастлив тем, что при всемирном потопе выплыл только он. Но ему все же хотелось большей точности, хотелось знать, что подразумевает маркиз Деннерпуа под всякой ерундой. Ему казалось, что он идет той же дорогой, что и многие другие. Он не считал себя таким уж редким исключением. Он опять заговорил о деле Дрейфуса, но так и не уяснил себе, какого мнения придерживается маркиз Деннерпуа. Он попытался вытянуть из него, что тот думает об офицерах, о которых много тогда говорилось в газетах и которые возбуждали более острое любопытство, чем замешанные в этом деле политики, ибо политики давно были на виду, а об офицерах до сих пор никто не имел понятия, и всплыли они в особой форме одежды, с одной жизни, не похожей ни на какую другую, и, нарушив свято хранившееся молчание, вдруг заговорили, подобно Лоенгрину, вышедшему из щелна, влекомого лебедем. Благодаря знакомству с адвокатом-националистом, Блоку удалось попасть на несколько заседаний суда надзоля. Подобно Лоенгрину, вышедшему из щелна, влекомого лебедем. Пруст имеет в виду кульминационную сцену оперы Вагнера Лоенгрин, 1850 год. Перед действующими лицами появляется владье, влекомый лебедем, юный рыцарь, который оказывается послом из замка Грааля. Суд надзоля. Этот судебный процесс проходил в феврале 1898 года в Парижском дворце правосудия. Обвиняемый в клевете на армию, в памфлете я обвиняю, Золя был осужден на год тюремного заключения и штраф в 3000 франков. Это вынудило писателя покинуть Францию и провести около года в Англии. Запасшись сандвичами и бутылкой кофе, как будто он отправлялся на конкурсный экзамен или на письменные испытания, необходимые для получения степени бакалавра, Блок приходил утром, а уходил вечером, и от этого нарушения порядка дня нервы у него расшатались, кофе и впечатления от суда особенно его взвинчивали. Уходил же он из суда, до такой степени влюбленный во все там происходившее, что вечером, когда он возвращался домой, ему хотелось вновь погрузиться в прекрасный сон, и он бежал в кафе, посещавшееся и той, и другой партией, и в этом кафе вел невскончаемый разговор о событиях дня, и вознаграждал себя ужином, который он заказывал повелительным тоном, создававшим ему иллюзию власти, вознаграждал за пост, за утомительность дня, начатого так рано и такого голодного. Человеку, все время находящемуся между двумя плоскостями, между плоскостью опыта и плоскостью воображения, хочется углубиться в идеальное бытие людей, с которыми он знаком, и познакомиться с теми, чью жизнь рисовало ему воображение. На вопросы Блока Маркиз де Норпуа ответил так. О двух офицерах, замешанных в слушающемся сейчас деле. Мне в свое время говорил человек, с мнением которого я очень считаюсь, де Мирибель. Так вот, он отзывался о них весьма лестно. Я имею в виду подполковника Анри и подполковника Пикара. Мирибель Жозеф 1831-1893 годы французский военный деятель, начальник генерального штаба перед началом дела Дрейфуса. Подполковник Анри, подполковник французского генерального штаба. В 1898 году он признался, что один из важных документов, на которых строилось обвинение Дрейфуса, был им фальсифицирован. Анри считал это патриотическим подлогом, так как полагал, что агитация в пользу Дрейфуса и его оправдания принесут вред Франции. Посаженный в военную тюрьму Шерш-Меди, Анри был найден 31 августа 1898 года в своей камере с перерезанным горлом. Но, вскричал блок, божественная Афина, дочь Зевса, вложила в их умы совершенно разные мысли, и они дерутся, как львы. Подполковник Пикар занимал в армии большое положение, но его Мойра завела его в стан людей ему чуждых. Мойра богиня судьбы. Считалось, что каждый человек имеет свою богиню, свою Мойру. Шпага националистов пронзит его слабое тело, и он достанется на съедение хищным зверям и птицам, питающим смертвичиной. Маркиз Донарпуа ничего не ответил. О чем это они рассуждают в уголке, указывая на Маркиза Донарпуа и на Блока, спросил Маркизу де Вильпризи герцог. О деле Дрейфуса? А, да ну его к черту. Кстати, вам известно, кто стал яростным защитником Дрейфуса? Бьюсь об заклад, что не отгадаете. Мой племянник Робер. Должен вам сказать, что когда об его выходках узнали в Джокей-Клобе, то это вызвало бурю негодования, форменный взрыв, а так как через неделю ему предстоит баллотироваться. Очевидно, прервала его герцогиня, если все они вроде Жильбера, который твердо стоял на том, что всех евреев надо выслать в Иерусалим. Ах, вот как! Ну, значит, мы с принцем германским полные единомышленники, вмешался граф Даржанкур. герцог гордился своей женой, но не любил ее. Как все зазнайки, он не выносил, когда его перебивали. Дом он был с женой груб. Сейчас герцог был зол вдвойне. Как нелюбящий муж, которого жена прервала, и как говорун, которого не слушают. Он осекся, а затем метнул на герцогиню взгляд, от которого всем стало неловко. «При чем тут Жильбера и Иерусалим?» сказал он наконец. «Дело совсем не в этом». «Ну, продолжал он смягчившись, я думаю, вы согласитесь, что если одного из членов нашей семьи не примут в Джокей клоп, особенно Робера, отец которого десять лет был там старшиной, то это будет удар для всех нас. Да и странно было бы, дорогая моя, ожидать иного. Они потрясены, для них это как гром среди ясного неба, и я их не виню. Вы знаете, что я свободен от расовых предрассудков, я считаю, что все это отжило, я хочу идти в ногу со временем, но черт побери, если ты зовешься маркизом де Сен-Лу, то быть дрейфусаром тебе не подобает, это уж как тебе угодно». Герцог германский произнес «Если ты зовешься маркизом де Сен-Лу с пафосом». Он отлично знал, что герцог германский звучит еще громче. И с одной стороны, его честолюбие скорее склонно было преувеличивать преимущество титула герцог германский перед всеми прочими, а с другой, принижать этот титул заставляло герцога, пожалуй, в большей степени воображение, чем хороший тон. «Всем нам кажется красивее то, что мы видим на расстоянии, то, что мы видим у других». Действия общих законов перспективы в воображении испытывают на себе и герцоги, и простые смертные. Не только законов воображения, но и законов языка. Тут действовали два закона языка, из коих первый, состоит в том, что одинаково изъясняются люди одинакового умственного развития, а не одинакового социального происхождения. Следовательно, герцог германский в своих оборотах речи, даже когда он говорил о знате, мог находиться под влиянием самых простых обывателей, которые сказали бы, если ты зовешься герцогом германским. А человек образованный, вроде Свана или Леграндена, никогда бы так не сказал. Герцог может написать роман о высшем обществе, как написал бы лавочник. Дворянские грамоты ему тут не помогут, эпитет аристократический может заслужить своими произведениями плебей. Кто был тот мещанин, который сказал при герцоге германском «если ты зовешься»? Этого герцог вне всякого сомнения не помнил. По другому закону языка, время от времени, подобно тому, как появляются и исчезают иные заваливания, всякие разговоры о которых потом затихают, бог весть, откуда возникает, то ли стихийно, то ли чисто случайно, вроде того, как во Францию из Америки была завезена сорная трава, семя, которое застрявшее в ворсе пледа, упало на откос железной дороги, бесчисленное множество выражений, и в течение десяти дней их можно услышать от людей друг с другом не сговаривавшихся. Несколько лет назад Блок говорил о себе так. Самые очаровательные, самые блестящие, самые солидные, самые требовательные люди считают, что на всем свете есть только один умный и приятный человек, который им необходим. это я Блок. Потом эти же слова я слышал из уст других молодых людей, которые не были с ним знакомы и только заменяли фамилию Блок своей фамилией. А последнее время также часто при мне говорили «если ты зовешься». Что ж, продолжал герцог, там царит такой дух, что ничего удивительного в этом здесь нет. Это выглядит особенно смешно, вставила герцогиня, если мы вспомним умонастроение его матери, которая все уши нам прожужжала разговорами о величии нашей родины. Да не болтай ты чепуху, мать Робера пустое место, гораздо более сильное влияние имеет на него одна милашка, низкопробная девица легкого поведения и, кстати сказать, единоплеменница господина Дрейфуса. Робер проникся ее взглядами. Может быть, вы еще не знаете ваша светлость, что теперь по-новому выражают это понятие, заговорил архивариус, который был секретарем антиревизионистского комитета. Нынче говорят направление. Это совершенно то же самое, но никто не знает, что это значит. Это нечто самое новейшее, как говорится, последний крик. Он уже давно, услыхав фамилию Блок, с беспокойством прислушивался к тому, как Блок расспрашивал маркиза де Норпуа, что вызвало совсем иного рода, но не менее сильное беспокойство у маркизы. Она трепетала перед архивариусом, прикидывалась антидрифусаркой, и сейчас ей было боязно, а ну, как он догадается, что она позвала к себе еврея, в той или иной степени связанного с синдикатом и рассердится на нее. Синдикат, так называли антидрифусары, воображаемое тайное общество евреев, стремившееся спасти Дрейфуса, устроить его побег, подкупить Золя и других и тому подобное. Ах, направление, я запишу это слово и при случае воспользуюсь им, сказал герцог. Глагол записать герцог употребил не в переносном смысле, у него была записная книжка, куда он заносил разные изречения, и перед зваными обедами он проглядывал ее. Направление, это мне нравится. Иной раз кто-нибудь придумает что-то новое, но оно не входит в язык. Недавно я прочел об одном писателе, что у него симпатичное дарование, вот тут и пойми, больше нигде этого выражения не встречал. Направление более употребительное, чем симпатичное дарование, желая принять участие в разговоре, вмешался историк фронды. Я член одной из комиссий при Министерстве народного просвещения, и там мне его не раз приходилось слышать, а еще в моем клубе, клубе Вольней и даже на обеде у Эмиля Оливье. Вольне Константен 1757-1820 годы французский мыслитель умеренно-либерального направления, по-видимому, таково же было направление и клуба, носившего его имя. Оливье Эмиль 1825-1913 годы французский политический деятель либерального направления был министром Наполеона Третьего. Я не имею чести быть связанным с Министерством народного просвещения, отозвался герцог с напускной приниженностью, но в то же время с такой беспредельной самовлюбленностью, что губы его невольно сложились в улыбку, а в глазах, когда он накидывал имя присутствовавших, замелькали искорки, от насмешливости которых бедный историк покраснел. Я не имею чести быть связанным с Министерством народного просвещения, заслушиваясь самого себя, повторил герцог, равно как не имею чести быть членом клуба Вольней. Я член только двух клубов Союза и Джокей-Клуба. А вы, милостивый государь, не член Джокей-Клуба? спросил он историка, и тот, почувствовав, что в этих словах заключена непонятная ему дерзость, еще гуще покраснел и задрожал всем телом. Я даже не обедаю Эмиле Оливье и, признаюсь, не знал слова направления. Я убежден, Оржанкур, что вы его тоже в первый раз слышите. Знаете, почему нельзя доказать, что Дрейфус изменник? По всей вероятности, потому, что он любовник жены военного министра. Такая идет молва. Я думал, жены председателя совета министров, сказал граф Доржанкур. Как вы мне все надоели с делом Дрейфуса, воскликнула герцогиня германская, которой всегда хотелось показать обществу, что она держится независимо. Я не могу смотреть на его дело с точки зрения евреев, по той простой причине, что я их совсем не знаю и надеюсь и впредь оставаться в блаженном неведении. Но, с другой стороны, мне противно, что Мари Энар и Вик Тюрньен навязывают нам не весь сколько всяких там Дюран или Дюбуа, которых мы, если б не они знать бы не знали, навязывают только потому, что эти самые Дюран и Дюбуа, чтобы подчеркнуть свою благонамеренность, ничего не покупают в еврейских магазинах и ходят под зонтиками с надписью «Смерть евреям». Третьего дня я была у Марии Энар. Раньше у нее было очень мило. Теперь она приглашает к себе всех, от кого мы с малых лет сторонились. Приглашает только потому, что они против Дрейфуса и даже тех, о которых мы до сих пор понятия не имели, кто они такие. Нет. Жены военного министра, по крайней мере, так по шепту говорят в салонах, продолжал герцог, любивший употреблять выражения, которые, как он полагал, были в ходу при старом режиме. Во всяком случае, я, как известно, не согласен с Жильбером. В отличие от него я не феодал. Я бы прогулялся с негром, будь он моим другом. Я не прислушиваюсь, что сказал тот, что сказал этот. Нужны мне их суждения, как собаке пятая нога. Но все же, согласитесь, если ты зовешься Сан-Лу, так не тешь себя, что идешь наперекор всему свету. Весь свет умнее Вольтера и даже моего племянника. А главное, не занимайся тем, что я называю акробатикой чувствительности за неделю до выборов члены клуба. Это уж чересчур. Нет, это, наверное, его душка забила ему памраки. Она ему внушила, что он должен быть вместе со всей интеллигенцией. Ходить в интеллигентах — предел мечтаний для подобного рода господ. Кстати, сказать, это послужило поводом для довольно остроумной игры слов, хотя и весьма ядовитой. И тут герцог шепотом рассказал герцогине и графу Даржанкуру насчет Матор Смита. Это уже знал весь Джокей Клоп, ибо из всех летучих семян наиболее сильными крылышками, благодаря которым оно отлетает дальше других от того места, где семена зарождаются, все еще обладает шутка. Мы могли бы обратиться за разъяснениями к этому господину, указывая на историка, продолжал герцог. Он кажется эрудитка, то есть я хотел сказать эрудит, но лучше об этом вообще не говорить, тем более, что все это сплошное вранье. Я не настолько честолюбив, как моя родственница Мирпоа, которая ведет свою родословную от колена Левиева, существовавшего еще до Рождества Христова. Я берусь доказать, что в нашем роду не было ни капли еврейской крови. И все-таки не надо гусей дразнить. Вполне возможно, что высокоумные разглагольствования моего уважаемого племянника разворошат муравейник. Тем более, что Фессансак болен, всем будет заправлять дюра, а вы знаете, какой он фардебака и до чего он любит очки втирать, добавил герцог, не понимавший смысла некоторых выражений и путавший очки втирать с пыль в глаза пускать. Фессансак Пруст упоминает старую французскую аристократическую фамилию. Он делает ее представителей родственниками германтов. Дюра французская аристократическая фамилия. Ее представители особенно прославились в семнадцатом веке. Так или иначе, если даже Дрейфус и невиновен, то доказывает он свою невиновность неубедительно, вмешалась герцогиня. Какие идиотские высокопарные письма пишет он с острова? Не знаю, кто из них лучше, Эстергази или он, но у Эстергази по крайней мере попадаются смелые обороты и яркие образы. По всей вероятности это не нравится сторонникам Дрейфуса. Как им должно быть досадно, что они не могут подыменить невинного? Все захохотали. Вы слышали, как сострила Ариана с загоревшимися глазами спросил маркизу де Вильпризи герцог германский? Да, очень смешно герцогу этого было мало, а по-моему не смешно, вернее сказать, мне совершенно безразлично смешно это или не смешно. Остроумие для меня не существует. Граф Даржанкур возразил, «Не верьте ни единому его слову», прошептала герцогиня. Должно быть, это от того, что, когда я был членом палаты депутатов, там произносились блестящие, но пустозвонные речи. Там я научился ценить прежде всего логику. Наверное, потому меня и не переизбрали. Костротам я равнодушен. Базен, милый, не стройте из себя Жозефа Прюдома. Вы же сами прекрасно знаете, что никто так не ценит остроумие, как вы. Жозеф Прюдом Комический персонаж, тип самодовольного невежды и пошляка, созданный писателем и крикутуристом Анри Монье 1799-1877 годы, в таких книгах, как «Величие и падение господина Жозефа Прюдома 1853 год, мемуары господина Жозефа Прюдома 1857 год и других. Дайте мне договорить. Именно потому, что я не люблю грубых шуток, остроты моей жены часто доставляют мне удовольствие. Обыкновенно они у нее основаны на верных наблюдениях. Рассуждает она как мужчина, выражает свои мысли как писатель. Блок все пытался выспросить у маркиза де Норпуа, что тот думает о полковнике Пикаре. его показания были безусловно необходимы. Тем более, если правительство полагало, что он тут далеко не без греха, заговорил маркиз де Норпуа. Я знаю, что мое мнение взбудоражило некоторых моих коллег, но, по-моему, правительство обязано было предоставить слово полковнику. Неуклюжие вертки не помогут выйти из тупика, скорее наоборот, глубже увязнешь в трясине. Что же касается самого офицера, то его показания на первом допросе произвели и самое благоприятное впечатление. Когда все увидели его стройную фигуру в красивой форме стрелка и услышали, как он удивительно просто и откровенно рассказывает о том, что видел, что думал, когда он сказал «Даю честное слово солдата». Тут в голосе маркиза де Нурпуа послышалось легкое патриотическое тремоло. «Это мое глубокое убеждение, не спорю». Его слова сильно подействовали на всех. «Ну, конечно, Андрей Фусар, теперь в этом не может быть и тени сомнения», подумал Блок. Вначале он мог рассчитывать на сочувствие, но его погубила очная ставка с архивариусом Грибленом. «Когда заговорил этот старый служака, человек, который никогда не изменял своему слову» — в последующих словах маркиза де Нурпуа прозвучала глубокая убежденность, «когда он заговорил, когда он не побоялся долгим взглядом, взглядом прямо в глаза, довести своего начальника до томления, а затем сказал тоном, недопускающим возражений, «полноте, господин подполковник, вы же знаете, что я никогда не лгу, вы же знаете, что и сейчас я, как всегда, говорю правду». Ветер переменился. На следующих заседаниях Пикар из кожи вон лез и все без толку. Он потерпел полнейшее фиаско. «Нет, он положительно анти-дрейфусар, это факт», сказал себе Блок. «Но если он полагает, что Пикар предатель и лжец, то как же он может верить его разоблачениям и рассказывать о них так, словно они брали его за сердце, и он считал, что они правдивы? Если же он уверен, что это честный человек, который говорит по совести, то как же он может сомневаться в его правдивости научной ставке с Грибленом? Быть может причина, по которой маркиз де Норпуа говорил с Блоком как его единомышленник, состояла в том, что так как он был крайним анти-дрейфусаром, то считая, что правительству недостаточно анти-дрейфусарски настроено, относился к нему не менее враждебно, чем дрейфусары. Быть может, его занимало в политике нечто более важное, находившееся в иной плоскости, откуда дрейфусиада представлялась незначительной, не заслуживающей того, чтобы отвлекать человека, пекущегося о благе отечества от сложных задач внешней политики. А вернее, его государственный ум охватывал лишь вопросы формы, процедуры, уместности и был также беспомощен в понимании сути дела, как в философии формальная логика бессильно разрешить вопросы жизни. Или же, наконец, его ум внушал ему, что касаться этих тем небезопасно и спокойствие ради он ограничивался обсуждением моментов второстепенных. Но Блок ошибался, полагая, что если бы маркиз де Норпуа был не так осторожен, и если бы его внимание не приковывала к себе формальная сторона явлений, то он при желании сказал бы ему всю правду о роли Энри, Пикара, Дюпатиде Клам обо всех обстоятельствах дела. Дюпатиде Клам французский офицер, полковник, который вел основное следствие по делу Дрейфуса. А в том, что маркиз де Норпуа осведомлен об истинном положении вещей, Блок, естественно, не сомневался. Да и как маркиз де Норпуа мог быть не осведомлен, раз он был знаком с министрами? Блок, конечно, держался того мнения, что люди с ясным умом способны восстановить истину в политике, но в то же время он, как и многие и другие, воображал, что истина, неопровержимая и вещественная, хранится в папках президента республики и премьер-министра, а те делятся своим знанием с министрами. Между тем, даже если политическая истина отражена в документах, то документы редко, когда представляют собой большую ценность, чем рентгеновский снимок, на котором, по мнению людей, не посвященных, болезнь человека видна вся, как на ладони. На самом же деле снимок это лишь одно из данных. Его надо присоединить к множеству других, и лишь на основании совокупности всех этих данных врач делает заключение и ставит диагноз. Вот почему, когда мы пристаем с расспросами к осведомленным людям, в надежде, что политическая истина им открыта, она ускользает. Если не выходить за рамки дела Дрейфуса, то и потом когда произошли такие потрясающие события, как признание Анри и последовавшее за признанием его самоубийство, то министры Дрейфусары сейчас же истолковали их по-своему, а Ковиньяк и Кюинье, которые обнаружили подлог и которые производили дознания, по-своему. Более того, даже министры Дрейфусары одной и той же политической окраски, не только основывавшиеся на одних и тех же документах, но и дававшие им одно и то же объяснение. На роль Анри смотрели совершенно разных точек зрения. Иные считали, что он сообщник Эстергази, другие, что сообщник Эстергази не Анри, а Дюпатиды Клам, и таким образом сходились в этом пункте со своим противником Кюинье, а со своим единомышленником Рейнаком оказались на разных полюсах. Ковиньяк Готфруа 1853-1905 годы французский политический военный деятель, генерал, военный министр в период дела Дрейфуса в связи с разоблачениями подполковника Анри вынужден был подать в отставку. Кюинье французский офицер капитан он первым обнаружил подделку подполковника Анри но был тем не менее настроен антидрейфусарски. Рейнак Жозеф 1856-1921 годы французский политический деятель и писатель Ярый Дрейфусар и сторонник пересмотра этого дела. Блоку удалось выжать из маркиза де Нарпуа только то, что если действительно по распоряжению начальника генерального штаба Буадефра было передано секретное сообщение Рашфору, то это, конечно, в высшей степени прискорбно. Рашфор Анри 1830-1913 годы французский журналист, знаменитый своими нападками на режим Второй империи и лично Наполеона Третьего. В 80-е годы стал противником республики и сторонником генерала Буланже. Основал националистическую газету «Энтранси Жан» «Непримиримый». В сущности говоря, военный министр должен был бы, по крайней мере, «инпетто» мысленно, с латинского, послать начальника генерального штаба к богам преисподней. На мой взгляд, официальное опровержение тут было бы весьма кстати, но военный министр говорит об этом чрезвычайно резко интерпокула за бокалом вина с латинского. Впрочем, поднимать шум вокруг иных тем, если у тебя нет уверенности, что ты в любую минуту сможешь прекратить его, очень опасно. Но ведь подлог очевиден, заметил Блог. Маркиз де Норпуа ничего ему на это не сказал, он выразил неодобрение по поводу заявления принца Генриха Орлеанского. Принц Генрих Орлеанский 1867-1901 годы старший сын герцога Шартерского французский политический деятель. Помимо всего прочего, они могут нарушить спокойное течение судопроизводства и подстрекнуть крикунов, а это было бы невыгодно для обеих сторон. Разумеется, пресечь антимилитаристские происки необходимо, но и возня, поднятая вокруг этого дела правыми, которые вместо того, чтобы приносить пользу патриотической идее, стремятся воспользоваться ее для своих целей, эта возня нам тоже не на руку. Франция, слава богу, не южноамериканская республика. В генеральском pronunciamento мы не нуждаемся. Pronunciamento антиправительственное выступление. Блоку так и не удалось узнать у маркиза. Считает он Дрейфуса виновным или невиновным, и каков, по его мнению, будет приговор послушавшемуся тогда гражданскому делу. Зато маркиз Денарпуа с видимым удовольствием подробно остановился на последствиях, какие мог иметь приговор. «Если вынесут обвинительный приговор, то, по всей вероятности, он будет кассирован», сказал маркиз. «Редко бывает так, чтобы в процессе, где давалось столько свидетельских показаний, не нашлось промахов, а промахи дают адвокатам повод для пересмотра. Ну, а что касается выпада принца Генриха Орлеанского, то я сильно сомневаюсь, чтобы он понравился его отцу». «Вы думаете, что герцог Шартерский из-за Дрейфуса?» спросила герцогиня. Глаза у нее стали круглыми, щеки прозовели, и, смущенно улыбаясь, она склонилась над тарелкой с печеньем. Герцог Шартерский «Роберт Дорлеан, 1840-1910 годы, внук Луи Филиппа от его старшего сына Фердинанда Филиппа, 1810-1842 годы, во время франко-прусской войны служил во французской армии под именем Робера Лефора. Я совсем этого не думаю. Я только хотел сказать, что в политике вся эта семья проявляет здравый смысл. Он был нек плюс ультра, в высшей степени свойствен очаровательной принцессе Клементини. Это драгоценное наследство она оставила своему сыну, князю Фердинанду. Князь болгарский ни за что не заключил бы майора Эстер Гази в свои объятия. Клементина, 1817-1907 годы, дочь Луи Филиппа, жена герцога Саксон-Кобургского Августа, мать Фердинанда. Фердинанд 1, 1861-1948 годы, с с 1887-го князь, с 1908-го царь Болгарии. В 1918-м году, после поражения Германии и ее союзников в Первой мировой войне, отрекся от престола. «Он предпочел бы простого солдата», в полголоса сказала герцогиня Германская. Она часто обедала вместе с князем Болгарским у принца Жуан-Вильского, и однажды ответила на его вопрос, не ревнива ли она, «Да, ваше высочество, я ревную к вам ваши браслеты». «Вы не будете сегодня на балу де Саган?» Чтобы прекратить разговор с Блоком, обратился де Норпуа к маркизе де Вильпризи. Блок произвел на посла скорее приятное впечатление, и некоторое время спустя де Норпуа, не без наивности, вероятно, имея в виду отпечаток неогомерической моды, который лежал на речи Блока, и от которого Блок потом избавился, сказал нам, «У него довольно забавная манера выражаться, немного старомодная, немного витиеватое». Я все время ждал, что он заговорит со мной на языке Ла-Мартина или Жан-Батист Руссо. О, вы! Жан-Батист Руссо, 1671-1741 годы, французский лирический поэт, очень популярный в свое время учитель Вольтера. У современной молодежи это редко встречается, да и не только у современной. У молодежи предшествующего поколения дело обстояло так же. Это мы были отчасти романтиками. И все же, хотя собеседник на взгляды Нарпоа попался ему любопытный, он нашел, что их разговор затянулся. «Нет, Маркиз, я по балам уж больше не разъезжаю», ответила Маркиза с милой улыбкой старушки. «А вы, господа, бываете на балах? вам это по возрасту», добавила она, охватывая взглядом де Шаттельро своего друга и Блока. «Я тоже получила приглашение», с шутливо польщенным видом сказала она. «Меня даже приезжали приглашать». «Приезжали» это значило, что приезжала сама принцесса де Саган. «У меня нет пригласительного билета», сказал Блок, полагая, что Маркиза де Виль Паризи предложит ему билет и что принцесса де Саган будет счастлива принять у себя друга женщины, которой она собственной персоной являлась приглашать на бал. Маркиза ничего ему не ответила, а Блок не настаивал, потому что у него было к ней более важное дело, по поводу которого он только что попросил у нее свидание на послезавтра. Услышав, как два молодых человека говорили между собой о том, что они заявили о своем выходе из клуба на Королевской улице, куда принимали всех подряд. Он решил попросить Маркизу де Виль Паризи, чтобы она помогла ему стать членом клуба на Королевской. «А что эти самые саганы? Так, мыльные пузыри, второсортные снобы?» саркастическим тоном спросил Блок. «Что вы! Это лучшее наше изделие в таком вкусе», возразил перенявший парижскую манеру острить граф Доржанкур. «Значит, полонасмешливо заключил Блок, у них будет одно из светских торжественных заседаний этого сезона». Маркиза де Виль Паризи с веселой улыбкой спросила герцогиню. «Скажи, пожалуйста, бал у де Саган это большое светское торжество». «Об этом надо спрашивать не меня», насмешливо ответил герцогиня. «Мне еще не ясно, что такое светское торжество. Да и вообще по части светской жизни я не сильна». «А я думал наоборот», воскликнул Блок. Он вообразил, что герцогиня германская говорит серьезно. Блок продолжал к вящему неудовольствию маркиза де Норпуа засыпать его вопросами об офицерах, имена которых особенно часто упоминались в связи с делом Дрейфуса. Де Норпуа ответил, что судя по первому впечатлению, полковник Дюпати де Клам человек слегка взбалмошный и что, пожалуй, выбор пал на него не совсем удачно, ибо вести следствие это дело тонкое, требующее огромной выдержки и проницательности. «Я знаю, что рассверепевшая социалистическая партия требует его головы и одновременно немедленного освобождения изгнанника с чертова острова. Но мне кажется, у нас нет необходимости во что бы то ни стало проходить через Ковдинские ущелья господина Жероришара и компании». Ковдинские ущелья В этих ущельях в 321 году до н.э. римские войска были уничтожены внезапно напавшим на них племенем сомнитов. В переносном смысле поголовное уничтожение. Жероришар Альфред Леон 1860-1911 годы французский политический деятель и журналист депутат парламента от социалистов издавал ряд газет социалистического направления. Дело это до сих пор остается темным. Тут сам черт ногу сломит. Я не склонен подозревать ни ту, ни другую сторону в каких-нибудь особенных мерзостях и пакостях, которые им надо было бы тщательно скрывать. Может быть даже иные более или менее бескорыстные покровители вашего подзащитного преисполнены благих намерений. Я этого не отрицаю. Но вы же знаете, что добрыми намерениями вымощен ад. Тут маркиз бросил на блок лукавый взгляд. Чрезвычайно важно, чтобы правительство дало ясно понять, что левые смутьяны им не вертят. Но что с другой стороны, оно не собирается поднимать руки вверх по требованию какой-то претарианской армии, которая, уверяю вас, ничего общего с армией не имеет. Само собой, разумеется, если всплывет какой-нибудь новый факт, то дело будет пересмотрено, иначе и быть не может. Требовать этого значит ломиться в открытую дверь. Тогда правительство заговорит без обиняков, иначе оно выпустит из рук вожжи, а управлять это и есть основная его прерогатива. Турусами на колесах тогда уже не отделаешься. Придется Дрейфусу дать судей, и трудности это не представит, ибо хотя в нашей любезной Франции люди так привыкли клеветать на себя, верить и уверять других, что для того, чтобы постигнуть, что такое правда и справедливость, необходимо переправиться через Ла-Манш, а это очень часто есть лишь кружный путь к Шпрее, судьи есть не только в Берлине. Но когда правительство начнет действовать, окажете ли вы ему повиновение? Когда оно призовет вас к исполнению вашего гражданского долга, сплотитесь ли вы вокруг него? Не останетесь ли вы глухи к его патриотическому призыву? Ответите ли вы ему слушаясь? Маркиз Ден-Орпуа задавал Блоку эти вопросы с запальчивостью, которая пугала моего товарища, но в то же время листила ему от того, что посол словно обращался в его лице к целой партии, допрашивал Блока так, как если бы тот получил от этой партии тайные полномочия и имел право взять на себя ответственность за ее дальнейшие действия. «Если вы не разоружитесь», продолжал маркиз Ден-Орпуа, не дожидаясь, что ответит Блок за партию, «Если еще до того, как просохнут чернила на декрете, которую установят процедуру пересмотра, вы, по приказу каких-нибудь злоумышленников, не разоружитесь, если вы из упрямства по-прежнему будете находиться в бессмысленной оппозиции, которая кое-кому представляется ультима аратео, решительный аргумент в политике, если вы разойдетесь по своим шатрам и сожжете свои корабли, то конец вас ожидает погибельный. Кто вы такой? Покорный раб бунтовщиков? Вы связаны с ними какими-нибудь обязательствами? Блок был ошарашен и не нашелся что возразить. Маркиз де Норпуа не дал ему опомниться. Если защитники осужденного правы, а я искренне хочу так думать, если у вас есть чуть-чуть того, что, к сожалению, отсутствует, на мой взгляд, у некоторых ваших руководителей и друзей, чуть-чуть политической сметки, то уже в день, когда дело будет передано в уголовную палату. Если вас не собьют с толку любители ловить рыбку в мутной воде, ваша возьмет. Я не ручаю, что весь генеральный штаб выйдет сухим из воды. Хорошо, если хотя бы кто-нибудь оттуда сохранит свою честь, не заваривая каши и не затевая драки. Впрочем, само собой, разумеется, правительство должно стоять на страже закона. Число безнаказанных преступлений у нас все растет, и этому тоже обязано положить конец правительство, разумеется, по собственной инициативе, а не под нажимом социалистов и какой-то там солдатни. Быть может, по внушению инстинкта, заставляющего всех консерваторов искать себе опору во враждебном стане, добавил Де Норпуа и пристально посмотрел на Блока. Кто бы ни пытался оказывать давление на правительство, ему надлежит быть свободным в своих действиях. Оно, слава тебе, Господи, не находится под начальством ни полковника Дриана, ни представителя противоположного лагеря, господина Клемансо. Дриан Эмиле Гюст 1855-1916 Французский офицер, полковник, военный писатель и политический деятель выступал в печати под псевдонимом капитан Данри по убеждениям националисты анти-Дрифусар. Клемансо Жорж 1841-1929 Французский политический деятель радикал был за пересмотр дела Дрейфуса с 1906 года премьер-министр. Необходимо обуздать профессиональных агитаторов, иначе они обнаглеют. Громадное большинство французов хочет трудиться, трудиться в спокойной обстановке, в этом я глубоко убежден. Но не нужно бояться раскрывать глаза обществу. И если бараны, вроде тех, которых так хорошо знал Рабле, начнут, очертя голову, бросаться в воду, надо вовремя обратить их внимание на то, что вода мутная, и что замутили ее умышленно разные выродки, чтобы нельзя было разглядеть подводные камни. бараны, вроде тех, которых так хорошо знал Рабле. Намек на известный эпизод из эпопеи Рабле, купив у жадного торговца одного барана, панурк бросил его в море, и за ним устремилось все стадо. И потом, правительству не следует делать вид, что оно не по своей доброй воле берется за дело, не по своей доброй воле пользуется правом, которое ему одному и принадлежит, то есть правом заставить действовать сударыню юстицию. Правительство внимательно отнесется ко всем вашим требованиям. Если оно убедится, что допущена судебная ошибка, оно заручится поддержкой подавляющего большинства, и это большинство даст ему возможно действовать по своему благоусмотрению. А вы, граф, обратился Блок к Даржанкуру, которым его представили вместе с другими гостями, вы, конечно, дрейфусар, за границей все дрейфусары. Это дело касается только французов. Не так ли? Отозвался граф Даржанкур с той особенной наглостью, которая заключается в приписывании собеседнику мнения явно им неразделяемого, так как он только что высказал мнение противоположное. Блок покраснел. Граф Даржанкур посмотрел вокруг с насмешливой улыбкой, и насмешка эта относилась к Блоку. Когда же он в конце концов остановил взгляд на моем приятеле, то улыбался уже мягче, чтобы мой приятель не сердился на его все-таки резкую фразу. Герцогиня германская что-то прошептала графу Даржанкуру, что именно я не расслышал, но, должно быть, это имело отношение к вероисповеданию Блока, так как в этот миг по ее лицу скользнуло выражение, которое от страха как бы не услышал тот, о ком мы говорим, обычно приобретает оттенок нерешительности и неестественности, и в котором любопытство веселое сочетается с недоброжелательным любопытством к разряду людей глубоко нам чуждых. чтобы выйти из неловкого положения Блок обратился к герцогу де Шеттелеро вы француз ваша светлость и вам точно известно что за границей все дрифусары хотя считается что во Франции ничего не знают о том что делается за границей с вами разговаривать можно это я слышал от Сен-Лу но молодой герцог чувствовал что все здесь настроены против Блока к тому же как и многие другие он рабел в светском обществе а потому ответил вычурно и извительно по-видимому атовистически переняв этот стиль у де Шарлю прошу меня извинить но спорить с вами о Дрефусе я не стану ибо у меня принцип говорить о таких делах только с потомками Иофета все улыбнулись а Блок нет но не потому чтобы он не имел привычки посмеиваться над своим еврейским происхождением над тем что предки его жили неподалеку от горы Синай дело в том что вместо одной из тех фраз которые он без сомнения не успел припасти внутренняя пружина выбросила ему на язык нечто совсем иное и он не нашел ничего лучшего как спросить а откуда вам это известно кто вам сказал точно речь шла о том что он сын каторжника и в этом его изумлении было даже нечто наивное ведь он же не мог не знать что фамилия у него не характерная для христианина не мог не знать какой у него тип лица то что сказал маркиз де нарпуа не вполне удовлетворило блока и он подошел к архивариусу и спросил бывают ли у маркиза дюпатиде клам и жозеф рейнак архивариус ничего ему не ответил он был националист и все время внушал маркизе что скоро вспыхнет гражданская война и что маркизе надо быть осторожнее в выборе знакомых у него явилось подозрение уж не эмиссар ли блок подосланный синдикатом чтобы все выведать и он подошел к маркизе де вельпорези и рассказал о чем его спрашивал блок маркиза нашла что блок прежде всего дурно воспитан и что он может навредить де нарпуа кроме того ей хотелось доставить удовольствие архивариусу единственному человеку которого она побаивалась и который ее наставлял без должного впрочем успеха по утрам он читал ей в пти-журнале статьи Жюде Жюде Эрнест 1851 1943 годы французский журналист консервативного направления антидрей фусар вот почему она решила дать блоку понять чтобы он больше к ней не приходил и очень легко отыскала в своем светском репертуаре сцену изображающую важную даму которая выпроваживает гостя сцену вопреки тому как ее обычно себе представляют отнюдь не непременно требующую пальца который показывал бы на дверь и сверкающих глаз когда блок подошел к ней попрощаться у нее утонувший в большом кресле был такой вид словно она еще не вполне осилила легкую дремоту затуманенные ее глаза блестели слабым прелестным блеском жемчужин своим прощанием блок вызвал на лицо маркизы томную улыбку но не исторг из ее уст ни единого слова и руке на ему не протянуло эта сцена привела блока в крайнее изумление но так как свидетелей вокруг было много то затягивать ее он счел невыгодным для себя и чтобы расшевелить маркизу сам протянул ей руку этим он ее озадачил но все еще стремясь как можно скорее ублаготворить архивариуса и всю компанию антидрейфусаров и оградить себя на будущее время от прихода в блока она полузакрыла глаза должно быть спит сказал блок архивариусу а тот чувствуя поддержку маркизы придал своему лицу негодующее выражение до свидания сударыня крикнул блок маркиза чуть пошевелила губами словно умирающая которая силится что-то сказать но никого не узнает и тут же в приливе новой жизни повернулась к даржанкуру а в это время блок уходил в полной уверенности что у маркизы разжижение мозгов движимый любопытством и желанием уяснить себе что бы все-таки это значило он несколько дней спустя опять пришел к ней она приняла его очень радушно потому что она была женщина добрая потому что архивариуса не было потому что ей очень хотелось чтобы блок поставил у нее пьеску и наконец потому что она хорошо сыграла роль важной дамы на каковое звание она претендовала сыграла так что всех привела в восторг и в тот же вечер вызвала толки в разных салонах и вот только объяснение которое давалось этому происшествию не соответствовало истине вы говорили о семьи принцессы герцогини знаете хотя гордиться мне тут особенно нечем ведь автор этого как бы его назвать пасквиля мой соотечественник сказал граф Даржанкур с насмешливым но и с довольным видом довольным от того что он лучше всех остальных знает автора того произведения о котором здесь только что говорилось да он бельгиец по национальности добавил граф вот как но ведь вы же не имеете никакого отношения к семи принцессам к счастью для вас и для ваших соотечественников вы не похожи на автора этой белиберды я знаю очень милых бельгийцев вас вашего короля он застенчив но остроумен моих родственников линь и многих других но к счастью вы не говорите языком автора семи принцесс если вам угодно знать мое мнение то по-моему тут даже и говорить то не о чем подобного рода писатели напускают туману и не боятся выставить себя в смешном виде лишь бы не было заметно отсутствие мыслей если бы за всем этим действительно что-то скрывалось я готова была бы простить автору некоторое его дерзание серьезно проговорила герцогиня простила бы за мысль вы видели пьесу Борелли некоторых она покоробила а меня можете побить камнями продолжала герцогиня не думая что эта опасность ей не грозит я все-таки буду утверждать что это необычайно любопытно но семь принцесс одна из них тщетно осыпает милостями моего племянника но у меня не настолько развиты родственные чувства чтобы герцогиня прервала себя на полусловие так как вошла виконтесса де Марсант мать Робера Сен-Жерменское предместье считало ее существом идеальным ангельской доброты и кротости я об этом слышал давно и до времени меня это не удивляло пока я не узнал что она родная сестра герцога германского потом я всякий раз приходил в изумление сталкиваясь с тем что в этом обществе мечтательные чистые жертвовавшие собой чтимые как безгрешные святые на витражах женщины цвели на одном родословном дереве с их братьями грубиянами развратниками и подлецами мне казалось что если брат и сестра так похожи лицом как герцог германский и виконтесса де Марсант то обоих должен быть такой же ум и такой же сердце словно это один человек который может проявлять себя из хорошей и из дурной стороны но от которого все-таки нельзя ожидать широты взгляда если у него ограниченный ум и великодушного самоотречения если у него черствое сердце виконтесса де Марсант слушала лекции Брюнеттьера Брюнеттьер Фердинанд 1849 1906 годы французский критик теоретик и историк литературы придерживавшийся консервативных взглядов она приводила восторг сен-жерменское предместие ее святая жизнь служила для него примером а черты семейного сходства красивые носы проницательный ум свидетельствовали как будто бы о том что виконтесса де Марсант относится к интеллектуальному и нравственному типу людей которому принадлежит ее брат герцог мне не верилось чтобы только потому что эта женщина хотя бы и много выстрадавшая заслужившая всеобщее уважение она должна резко отличаться от своих родных как во французских героических поэмах где воплощение всех добродетелей и всех прелестей является собою сестра извергов братьев мне казалось что природа менее свободная чем поэты был их времен вынуждена пользоваться преимущественно чертами общими для всей семьи я не представлял ее себе всемогущей способной из материала однородного с тем из которого делаются дурак и мужлан сотворить великий ум без примеси глупости или же святую без капли грубости на виконтессе де Марсант было белое шелковое платье с аппликацией на которой выделялись большие черные цветы три недели назад умер ее родственник герцог де Монморанси что не мешало ей делать визиты ходить на скромные вечера но в трауре это была знатная дама вследствие атовизма ее душа была наполнена суетностью придворной жизни со всем что в ней есть неглубокого и строго определенного виконтесса де Марсант недолго оплакивала своих родителей но она ни за что на свете не надела бы яркого платья пока не прошло месяца после кончины какого-нибудь ее родственника она была со мной высшей степени любезна потому что я был другом Робера и потому что я не принадлежал к его кругу приветливость сочеталась у нее с притворной робостью по временам она удерживала свой взгляд голос мысль так женщины подбирают бесцеремонную юбку чтобы не занимать много места чтобы держаться прямо не теряя гибкости как того требует благовоспитанность впрочем благовоспитанность следует понимать широко потому что некоторые из светских дам очень скоро погружаются в разврат не теряя однако почти детской безукоризненности манер виконтесса де Марсант слегка раздражала во время беседы с ней потому что когда речь шла о каком-нибудь разночинце например о Берготе или об Эльстире она выделяла слова подчеркивая их произнося нараспев в двух тональностях модулируя как все германты я имела честь великую честь встретить господина Бергота познакомиться с господином Эльстиром модулируя неизвестно зачем чтобы пленить собеседника своей скромностью или с той же любви что и у герцога германского к некогда принятому и отжившему в знак протеста против нынешней невоспитанности ибо ведь недаром же люди в наше время жалуются что их недостаточно почитают как бы то ни было когда виконтесса де Марсант выпивала я имела честь великую честь чувствовалось что она играет важную как ей представляется роль что она показывает свое умение принимать имена известных людей так же как она приняла бы их самих у себя в замке если бы они оказались поблизости и вот еще чем отличалась виконтесса де Марсант у нее было много родни она очень ее любила всем и каждому объясняла степени родства растягивая слова и охотно вдаваясь в подробности беспрестанно при этом она не испытывала ни малейшего желания хвастаться она по-настоящему любила говорить о том как трогательные крестьяне и о благородстве лесников перечисляла медиатизированные владетельные роды Европы а этого люди занимавшие не такое блестящее положение ей не прощали если они были маломальски развиты то смеялись над ее пристрастием считая что это просто глупо медиатизированные владительные роды так назывались в средневековой Германии феодалы высокого ранга подчиненные власти других феодалов в деревне Викантесса де Марсан обожали за добро которое она делала а главное вот за что в жилах у нее текла чистая кровь доблестнейших родов Франции сливавшаяся на протяжении столетий и благодаря этому казалось что она не ломается как любит выражаться простой народ она держала себя с ним удивительно просто ей было не противно поцеловать бедную гремычную женщину она звала ее к себе в замок и приказывала наложить его с дров о Викантессе говорили что она истинная христианка она мечтала найти для Робера сказочно богатую невесту быть знатной дамой значит играть знатную даму то есть отчасти играть в простоту эта игра стоит безумно дорого тем более что простота восхищает только если другие знают что вы могли бы и не быть просты то есть если вы очень богаты когда я потом сказал что видел Викантессу меня спросили ведь правда же она очаровательна однако настоящая красота своеобразна необыкновенно и поэтому нам кажется что это не красота в день встречи с Викантессой я отметил только что у нее очень маленький нос ярко-голубые глаза длинная шея и печальное выражение лица послушай сказала герцогиня германская маркиза до Виль Паризи ко мне сейчас должна прийти женщина с которой ты не хочешь знакомиться считаю своим долгом предупредить а то может тебе будет неприятно ее видеть может быть спокойно больше я ее к себе не позову но сегодня я вынуждена была ее пригласить это жена Свана госпожа Сван видя что страсти вокруг дела Дрейфуса разгораются и боясь как бы национальность мужа ей не повредила взяла с него слово нигде не говорить о том что осудили невинного человека в отсутствие Свана она не стесняясь проповедовала самый ярый национализм тут она брала пример из госпожи Вердюрен у которой вдруг прорвался сидевший в ней мещанский антисемитизм и хлынул бурным потоком госпожа Сван так себя повела что ей удалось вступить в антисемитские женские союзы которые начали тогда создаваться и завязать отношения с аристократками может показаться странным что герцогиня германская не только не подражала этим дамам но будучи близкой приятельницей Свана решительно уклонялась от знакомства с госпожой Сван несмотря на то что он неоднократно выражал желание представить ей свою жену но из дальнейшего будет явствовать что дело тут заключалось в свойствах характера герцогини считавшей что ей не должно делать того-то и того-то и деспотически проявлявшей свою великосветскую свободную волю весьма своевольную спасибо что предупредили ответила герцогиня мне правда это было бы очень неприятно но я знаю ее в лицо и вовремя удалюсь она очень мила поверь мне Ариана она чудная женщина заметила виконтесса де Марсант да я не сомневаюсь но у меня нет ни малейшей охоты убеждаться в этом воочию ты получила приглашение к леди Израэльс чтобы переменить разговор спросила герцогиню маркиза де Вильпаризи я слава богу с ней не знакома ответила герцогиня германская об этом надо спросить Мария Энар она с ней поддерживает знакомство вот только я никогда не могла понять зачем да правда я была с ней знакома сказала виконтесса де Марсант признаю свои ошибки но я решила порвать с ней всякие отношения как видно она из самых худших и не считает нужным это скрывать ну да ведь и мы хороши мы были чересчур доверчивы чересчур гостеприимны я перестану бывать у всей этой нации мы не пускали к себе нашу старинную родню из провинции родных нам по крови и в то же время принимали евреев вот они нас и отблагодарили увы мне возразить нечего мой нежно любимый сын совсем с ума сошел что значит молодость бог знает какую ахинею несет сказала она услыхав что граб Даржанкур намекает на Робера да кстати о Робере вы его не видели спросила она маркиза де Вильпризи сегодня суббота значит он может пробыть сутки в Париж и тогда конечно побывает у вас на самом деле викантесса де Марсант думала что ее сын не получит отпуска и уж во всяком случае была убеждена что если даже он и приедет то не заглянет к маркизе де Вильпризи и она нарочно притворилась что надеется встретиться с ним здесь притворилась целью умилостивить обидчивую тетку сердившуюся на племянника за то что он давненько у нее не был Роберт здесь а я ничего о нем не знаю после Бальбека мы должно быть с ним ни разу не виделись он так занят у него столько дел сказала викантесса де Марсант едва уловимая усмешка скользнула по ресницам герцогини германской смотревшей на круг который она чертила на ковре зонтиком всякий раз когда герцог слишком открыт изменял жене викантесса де Марсант громко заявляла о том что она сочувствует невестке невестка хранила о нравственной поддержке со стороны викантессы благодарное и недоброе воспоминание а что касается проказа Робера то они не очень ее огорчали в эту минуту дверь отворилась и вошел Робер а про волка речь а волк воскликнула герцогиня германская а про волка речь намек на то что фамилия Сен-Лу значит святой волк здесь же обыграна и известная французская пословица лишь пойдет о волке речь он сам тут как тут Викантесса де марсант сидела спиной к двери и сразу не заметила что вошел ее сын когда же любящая мать увидела его радость точно крыльями забила в ней стан ее выпрямился лицо оживилось восхищенный взгляд устремился к нему ах это ты какое счастье какой сюрприз про волка речь о волке а понимай он же Сен-Лу святой волк сказал бельгийский дипломат и раскатисто захохотал прелестно сухо заметила герцогиня она терпеть не могла каламбуров если каламбурила то как бы в насмешку над самой собой здравствуй Роберт сказала она нехорошо забывать тетку они обменялись несколькими словами должно быть относившимися ко мне потому что когда Сен-Лу направился было к матери герцогиня германская повернулась ко мне лицом здравствуйте как вы поживаете спросила она она брызнула на меня светом своих голубых глаз после некоторого колебания разогнула и подала мне стебель своей руки потянулась всем корпусом потом сейчас же откинулась точно куст который сначала пригнули а потом отпустили и он принял обычное свое положение находилась она в это время под огнем взгляда в Сен-Лу тот наблюдал за ней и на расстоянии делал отчаянные усилия чтобы добиться от нее чуть-чуть больше знаков расположения ко мне боясь что разговор между нами не завяжется Робер приблизившись к нам поддержал его и ответил за меня он неважно себя чувствует то он устал может быть однако он почувствовал бы себя лучше если бы чаще тебя видел не скрою что это доставляет ему большое удовольствие ах как это мило нарочито небрежным тоном проговорила герцогиня германская точно я подал пальто мне это очень приятно я сейчас пойду к маме а ты садись на мое место сказал сэнлу вынуждая меня таким образом сесть рядом с его теткой мы помолчали я иногда вижу вас по утрам сказала герцогиня с таким видом как будто сообщала мне новость и как будто я ее по утрам не видел эти прогулки очень полезны для здоровья ариана в полголоса сказала виконтесса де марсант вы говорили что собираетесь госпожа де сенфериоль будьте добры скажите ей чтобы она не ждала меня к ужину я побуду дома с робером и еще попрошу вас об одном одолжении когда будете уходить скажите чтобы купили сигар который любит робер называются они корона я вам буду бесконечно признательна робер подходя к виконтессе расслышал только фамилию госпожи де сенфериоль что это еще за госпожа де сенфериоль спросил он удивленно и пренебрежительно он притворялся что далек от высшего общества да что ты мой милый ты же ее прекрасно знаешь сказал виконтесса де марсант она сестра вермандуа это она подарила тебе хорошенький игрушечный бильярдик ты его очень любил ах вот как сестра вермандуа понятия не имел моя маменька это что-то потрясающее воскликнул робер полуобернувшись ко мне и бессознательно подражая интонациям блока подобно тому как он заимствовал его мысли она знает людей которых никто никогда не слыхал каких-то сенфериоль упирая на согласную в каждом слоге бывает на балах разъезжает в колясках ведет умопомрачительный образ жизни изумительно герцогиня германская издала горловой хотя и сильный но отрывистый мгновенный звук похожий на неестественный приглушенный смешок то был знак одобрения шуткам племянника но одобрение выражаемого лишь по долгу родства доложили что князь фон фаффенгейм мюнстербург вейнинген просят передать маркизу донорпуа что он пришел попросите его сюда сказала бывшему послу маркиза де вильпурези и тот пошел было за германским премьер-министром но маркиза остановила его подождите показать ему миниатюрный портрет императрицы Шарлотты императрица Шарлотта 1840 1927 годы дочь бельгийского короля Леопольда первого она вышла замуж за австрийского эрцгерцога Максимилиана 1832 1867 годы провозглашенного в 1864 году императором Мексики чуждый этому народу и потеряв поддержку Франции он был свергнут и расстрелян после этого его жена сошла с ума о я думаю он будет в восторге взволнованно ответил посол как бы завидуя милости ожидавшей счастливца министра а я знаю этот человек вполне благонамеренный сказала виконтесса де марсант а среди иностранцев такие люди встречаются редко но у меня точные сведения это воплощение антисемитизма имя князя в той смелости с какой были как говорят музыканты взяты первые его слоги и в заикании повторявшего их сохраняло пыл деланную наивность тяжеловесные германские тонкости зеленоватыми ветвями раскинувшиеся над темно-голубой эмалью гейма от которого веяло мистичностью витража при Рейнской церкви затусклой позолотой резьбы германского 18 века в это имя наряду с другими именами из которых оно образовано входило название немецкого курортного городка там я был с бабушкой маленьким мальчиком расположенного у подножья горы прославившийся тем что по ней гулял гёте и сортами винограда из коего делаются знаменитые вина которые мы пили в этом кургофе вина составными громкозвучными названиями вроде тех эпитетов какие даёт своим героям гумер вот почему стоило мне услышать имя князя и раньше чем вспомнился курорт имя это уменьшилось очеловечилось уголок в моей памяти в который оно вросло показался ему сейчас достаточно просторным и всё оно вдруг стало для меня родным обычным живописным вкусным лёгким чем-то дозволенным прописанным более того как только герцог германский поясняя кто этот князь перечислил некоторые его титулы в моей памяти мгновенно воскресло название деревни пересекавшейся речкой по которой я каждый вечер по окончании процедур скользил в лодке сквозь тучи мошкары а ещё название леса куда доктор запретил мне ходить гулять потому что до него было далеко и тут не было ничего удивительного созеренитет сеньора распространявшийся на окрестности вновь объединил в перечне его титулов названия которые на карте обозначены рядом так под забралом князя священной римской империи и шталмейстера франконского мне открылся лик любимой земли на которой часто останавливались для меня лучи шестичасового солнца во всяком случае он был не открыт пока не вошёл сам князь рейнграф и курфюрст Пфальский а тогда я очень скоро узнал что доходы с леса и реки населённых гномами и ундинами с волшебной горы на которой возвышается старинный бург помнящий лютера и людовика немецкого князь тратит на пять автомобилей шарон на содержание двух домов в Париже и в Лондоне на ложу в опере где он бывает по понедельникам и на ложу у французов где он бывает по вторникам Людовик немецкий 804-876 годы внук Карла Великого первый немецкий король после раздела империи его деда у французов то есть в театре комедии францесс при взгляде на него я не подумал да должно быть и он этого о себе не думал что он чем-то отличается от таких же богачей такого же возраста как он сам но только менее поэтичного происхождения он был человек той же культуры у него были общие с ними идеалы он ценил не свое положение а те преимущества какие оно ему доставляло и у него было одно единственное честолюбивое желание чтобы его избрали в члены-корреспонденты Академии моральных и политических наук ради чего он и приехал к Маркизе де Вильпорези Академия моральных и политических наук одна из пяти академий входящих в институт основана в 1795 году Князь жена которого возглавляла самый тесный кружок во всем Берлине старался проникнуть к Маркизе не потому чтобы он жаждал бывать в ее доме из тщеславных побуждений он уже несколько лет стремился попасть в институт но к своему несчастью никак не мог набрать более пяти академиков которые выразили бы готовность проголосовать за него он знал что у Маркиза де Норпуа был не один а по крайней мере десять голосов и к ним он предприняв некоторые шаги мог бы прибавить еще несколько познакомившись с Маркизом в России где они оба были послами князь навещал его в Париже и всячески умасливал но напрасно князь оказывал Маркизу услуги выхлопатывал для него русские ордена ссылался на него в статьях по вопросам иностранной политики он имел дело с неблагодарным с человеком который все эти любезности очевидно ни во что не ставил ибо он не ударил для него палец а палец даже не обещал ему своего голоса разумеется Маркиз де Норпуа был с ним высшей степени обходителен даже не желая причинять ему лишних беспокойств сам потрудился переступить через его гостеприимный порог а когда тефтонский рыцарь бросил фразу мне бы очень хотелось быть вашим коллегой он прочувствованно отозвался о я был бы так счастлив конечно какой-нибудь простак вроде доктора Котара подумал бы ну вот он сидит у меня он выразил настойчивое желание приехать ко мне так как полагает что я более значительное лицо чем он говорит что будет счастлив если я пройду в академике отвечает что он за свои слова черт возьми и понятно он не пообещал проголосовать за меня просто потому что он об этом не подумал говорит что я пользуюсь большим авторитетом должно быть уверен что ко мне все с неба валится что за меня будет столько голосов сколько я хочу и только потому не предлагает мне своего голоса но как только я припру его к стене и скажу с глазу на глаз вот о чем я хотел вас попросить проголосуйте за меня он непременно проголосует но князь фон фаффенгейм простаком не был он был как сказал бы доктор котар тонким дипломатом и он знал что маркиз де нарпуа дипломат не менее тонкий прекрасно понимающий что проголосовав за кандидата он его обрадует будучи послом в разных странах а потом министром иностранных дел князь в интересах своего государства равно как теперь в своих собственных вел разговоры зная заранее что вот это можно сказать а уж вот это никакими силами из него не вытянут ему было небезызвестно что на языке дипломатии беседовать значит предлагать и он выхлопотал маркизу де нарпуа андреевскую ленту но если бы ему пришлось дать отчет своему правительству о беседе которая потом состоялась у него с маркизом де нарпуа он мог бы подвести ей итог в телеграмме я понял что избрал неверный путь дело в том что как только он снова заговорил с маркизом де нарпуа об институте маркиз повторил ему то что говорил прежде я был бы очень очень рад за моих коллег я уверен что они глубоко тронуты тем что вы о них подумали ваша кандидатура представляет для академии большую ценность но это несколько необычная кандидатура академия знаете ли ужасная рутинерка она боится всего что звучит хоть чуть-чуть по-новому я этого не одобряю я много раз рассказывал свое неодобрение моим коллегам как-то раз у меня кажется прости господи мое согрешение даже чуть ли не сорвалось слово заплесневелое сказал маркиз со смущенной улыбкой в пол голоса почти апарт словно на сцене его голубые глаза украдкой пробежали по князю так старый актер проверяет произвел ли он впечатление понимаете князь мне бы не хотелось вовлекать такого замечательного человек как вы в дело заведомо проигрышное лучше подождать пока мои коллеги откажутся от своих отсталых взглядов но конечно можете быть уверены что чуть только повеет чем-нибудь новым мало-мальски живым в этой коллегии которая того и гляди превратится в некрополь чуть только я уверюсь что у вас есть шансы я вам сейчас же об этом скажу андреевская лента ошибка подумал князь переговоры не продвинулись ни на шаг он хотел чего-то другого я не на ту кнопку нажал это была обычная для маркиза де нарпуа прошедшего ту же школу что и князь манера выражаться глупая в своем педантизме благоговение с каким разной нарпуа относились к официальному почти утратившему смысл языку может показаться смешным но в их ребячестве есть и серьезная сторона дипломаты знают что в соотношении сил поддерживающим европейское да и всякое равновесие именуемое миром добрые чувства красивые речи мольбы весят очень немного а что настоящий ощутимый все определяющий вес заключается совсем в другом в возможности противника если он достаточно силен исполнить чье-нибудь желание путем обмена с такого рода истинными непостижимыми для людей совершенно бескорыстных вроде моей бабушки маркизу де норпуа и князю приходилось сталкиваться часто исполняя обязанности нашего посла в таких странах от войны с которыми мы бывали на волосок маркиз де норпуа с тревогой следивший за тем оборотом какой вот-вот должны были принять события отлично знал что этот оборот станет для него ясен не из слова мир и не из слова война а как будто бы из самого простого грозного или благоприятного что дипломат мгновенно его расшифрует и ответит на него чтобы не уронить достоинство франции другим словом таким же простым а что министр враждебного франции государства тотчас прочтет в нем война и даже по старинному обычаю вроде обычая мещанских семей устраивать первое свидание жениха и невесты на спектакле в театре жимнас якобы они встретились случайно диалог во время которого судьба продиктует слово война или же слово мир чаще всего ведется не в кабинете министра а на скамейке в каком-нибудь кургартене куда министр и маркиз де норпуа ходили к целевному источнику выпить по стаканчику минеральной воды как бы по молчаливому уговору они встречались в час процедур и сперва прогуливались вдвоем причем и тот и другой знали что прогулка это несмотря на всю ее кажущуюся безобидность не менее трагично чем приказ о мобилизации так вот и в личном деле и в деле выдвижения своей кандидатуры в институт князь пользовался той же системой индукции которую он выработал в течение своей дипломатической карьеры тем же способом чтения сквозь символы наложенные один на другой конечно не только моя бабушка и еще несколько человек на нее похожих ничего не смыслили в этих сложных расчетах половина человечества избравшая род занятий в котором все расписано заранее так же невежественно как моя бабушка с той разницей что у бабушки это невежество являлось следствием ее полнейшего бескорыстия нужность не зайти до людей живущих на содержании мужчин или женщин и тогда станет ясно что ими в самых казалось бы невинных их поступках и словах движет корысть жизненная необходимость любой мужчина знает что если он слышит от женщины которую он хочет дать денег не будем говорить о деньгах то к ее словам надо отнестись как в музыке относятся к затакту а что если она ему потом заявит ты меня измучил ты мне все время лгал я так не могу он должен это понять следующим образом другой предлагает ей больше и ведь к этому языку языку кокоток прибегают и светские дамы еще более поразительные примеры можно обнаружить в речи опашей но мир опашей мир неведомый маркизу донорпуа и немецкому князю дипломаты привыкли жить в той же плоскости что и народы а народы несмотря на свою многочисленность тоже эгоистичны и хитры их укращают или силой или соблюдая их интересы и тем самым толкая их даже на убийство убийство тоже в большинстве случаев символическое ибо всего-навсего колебания не говоря уже об отказе идти в бой может означать для народа гибель но так как обо всем этом не говорится ни в желтых ни в каких-либо других книгах то народ предпочитает быть миролюбивым если же он и бывает воинственным то инстинктивно потому что в нем пробуждаются ненависть злоба а не из-за того к чему придирались главы государств которых осведомляли норпуа всю следующую зиму князь прохворал в общем он оправился но сердечная болезнь у него не прошла черт побери сказал он себе что же я мешкаю с институтом ведь если это затянется я умру раньше чем меня выберут это было бы очень неприятно он написал для ревю дедемонт статью о политике последнего двадцатилетия и несколько раз в самых лестных выражениях отозвался в ней о маркизе денорпуа маркиз побывал у князя и поблагодарил его он сказал что не находит слов чтобы выразить ему свою признательность князь сказал себе как сказал бы человек снова не угадавший на какую кнопку надо было нажать нет опять не на ту а так как когда он пошел провожать маркиза денорпуа его начала мучить одышка то он подумал дьявольщина эти голубчики сначала отправят меня на тот свет а потом уже выберут а ну скорее за дело в тот же вечер он встретил маркиза денорпуа в опере дорогой посол сказал он утром вы говорили что не знаете как отблагодарить меня это слишком сильно сказано вы же мне ничем не обязаны но я разрешаю себе некоторую неделикатность и ловлю вас на слове маркиз денорпуа оценил такт князя не меньше чем князь оценил его такт он тут же смекнул что князь фон фаффенгейм намерен обратиться к нему не с просьбой а с предложением и почел своим долгом выслушать его с приветливой улыбкой да сейчас вы удостоверитесь до чего я не скромен я очень привязан к двум женщинам но привязан по-разному это вы сейчас поймете и обе они недавно переехали в Париж и намерены здесь обосноваться одна из них моя жена а другая великая герцогиня Иоанна они хотят дать несколько обедов в честь английского короля и королевы и заветная их мечта представить своим гостям особу которой они не будучи с ней знакомы питают глубочайшее уважение признаюсь я пребывал в нерешимости как исполнить их желания и вдруг только что совершенно случайно узнаю что вы с ней знакомы неизвестно что она ведет замкнутую жизнь принимает немногих happy well немногих счастливцев с английского но ведь вы так хорошо ко мне относитесь если вы мне поможете то я уверен что она позволит вам пригласить меня к ней чтобы я передал ей просьбу герцогини и княгине может быть все-таки она согласится быть на обеде в честь английской королевы и кто знает не доставим ли мы ей хотя бы маленькое удовольствие если предложим провести с нами пасхальные каникулы в Болье у великой герцогини Иоанны зовут эту особу маркиза де виль паризи признаюсь надежда стать завсегдатаем этого центра духовной жизни утешила бы меня вознаградила за отказ поддержать мою кандидатуру в институт ведь тот кто принят у нее в доме тоже вступает в общение со светочами ума принимает участие в изящных беседах с величайшей радостью князь почувствовал что на сей раз нажал нужную кнопку и что кнопка подалась а почему вы думаете дорогой князь что одно исключает другое спросил маркиз де норпуа салон о котором вы говорите и институт превосходно сочетаются друг с другом салон это настоящий питомник академиков я передам вашу просьбу маркизе до вельпорези она конечно будет польщена вот насчет обеда у вас это пожалуй труднее она выезжает редко я вас представлю а уж вы сами постарайтесь главное не отказывайтесь от академии ровно через две недели я завтракаю у Леруа Болье без которого ни одни выборы не обходятся а потом мы с ним отправимся на важное заседание я уже говорил с ним о вас ваше имя ему разумеется известно у него были возражения но теперь оказывается ему нужна поддержка моей группы на ближайших выборах я поговорю с ним еще раз я ему скажу с полной откровенностью какие у нас с вами добрые отношения я от него не утаю что если вы выставите свою кандидатуру то я попрошу за вас всех моих друзей князь облегченно вздохнул а что у меня есть друзья это он знает если я смогу рассчитывать на его содействие значит шансы у вас будут благоприятны в тот день приезжайте в шесть часов к маркизе де Вильпаризи я вас к ней проведу и расскажу вам о моем утреннем разговоре вот почему князь фон Фаффенгейм пришел с визитом к маркизе де Вильпаризи когда он заговорил я был глубоко разочарован отдельные и общие черты эпохи ярче выражаются нежели черты национальные так например в иллюстрированном словаре где дается чуть ли не подлинный портрет Минервы Лейбниц в парике и брыжах мало чем отличается от Морево или Самуила Бернара но я никак не мог предполагать что некоторые национальные особенности выражаются ярче нежели кастовые Морево Пьер Корле 1688 1673 годы знаменитый французский романист и драматург Самуил Бернард 1651 1739 годы французский финансист он много раз оказывал денежные услуги Людовику 14 и получил за это дворянское звание и вот сейчас эти особенности проступили не в словах в которых я надеялся услышать порханья эльфов и танец кобольдов а в транспонировке которая не менее явно обличала поэтическое происхождение нового гостя в том как Рейнграф маленький багров лиц и толстопузый отвешивая поклон маркизи де вильпурези сказал то приветшер сударынья с акцентом эльзасского швейцара кобольды в немецком фольклоре существа покровители домашнего очага не хотите ли чайку или кусочек торта он очень вкусный обратилась ко мне герцогиня германская ей хотелось быть как можно любезнее я в этом доме так же гостеприимно как в своем собственном добавила она насмешливым тоном от которого в ее голосе появлялся гортанный звук похожий на придушенный хриплый смех маркиз обратилась к де норпуа маркиза де виль паризи кажется вы хотели сказать князю что-то насчет академии герцогиня германская опустила глаза и слегка повернув руку посмотрела на часы эх боже мой пора прощаться с тетушкой мне еще надо зайти госпожа де сен фериоль а ужинаю я у госпожи леруа и не простившись со мной она встала она только сейчас заметила госпожу сван а та увидев меня почувствовала себя неловко по всей вероятности госпожа сван вспомнила что раньше она доказывала мне невиновность дрейфуса я не хочу чтобы моя мать знакомила меня с женой свана сказал мне сен лу она бывшая потаскушка своего мужа еврея выдает за националиста а дядя паламет пришел появление госпожи сван представляло для меня особый интерес из-за одного происшествия которое случилось несколько дней назад и на котором следует остановиться потому что много спустя оно имело последствия о коих будет подробно рассказано в своем месте итак за несколько дней до моего визита к маркизе мне совершенно неожиданно нанес визит незнакомец некто Шарль Морель сын бывшего коммердинера моего двоюродного деда этот двоюродный дед тот самый у которого я застал даму в розовом в прошлом году умер коммердинер не раз порывался зайти ко мне я не догадывался зачем но мне хотелось с ним повидаться так как я узнал от Франсуаза что он свято хранит память о моем деде и постоянно бывает на его могиле но коммердинеру пришлось поехать полечиться в родные края пробыть там он рассчитывал долго а потому послал ко мне сына я был изумлен при виде красивого восемнадцатилетнего юноши одетого хоть и безвкусно но роскошно так что принять его можно было за кого угодно только не за коммердинера впрочем он поспешил дать мне понять что не имеет ничего общего со средой челединцев из которой он вышел самодовольной улыбкой он сообщил мне что получил первую премию в консерватории цель его прихода ко мне заключалась следующим его отец из тех вещей покойного дедушки Адольфа которые он взял себе на память кое-какие отложил посылать их моим родителям он счел неудобным а молодого человека как я они по его мнению могли бы заинтересовать это были фотографии знаменитых актрис и высокого полета кокоток знакомых моего деда случайно сохранившиеся образы той жизни которую старый любитель земных утех отделил непроницаемой стеной от своих родственников когда молодой Морель показывал мне снимки я почувствовал его желание подчеркнуть что он держится со мной как равный с равным говоря мне вы но по возможности избегаю употреблять слово господин он испытывал удовольствие человека чей отец обращался к моим родителям не иначе как в третьем лице почти на всех фотографиях были надписи вроде моему лучшему другу одна менее благодарная и более осторожная актриса написала лучшему из друзей что давало ей право как меня потом уверяли утверждать что мой дед вовсе не был ее лучшим другом далеко не лучшим что он был просто ее другом делавшим ей разные мелкие одолжения другом чьими услугами она пользовалась что он чудный человек но в сущности старый дурак молодой Морель напрасно старался замазать свое происхождение чувствовалось что тень моего деда Адольфа громадное достойное преклонение в глазах старого коммердинера неустанно парила как нечто почти священное над детством и отрочеством коммердинерова сына пока я рассматривал фотографии Шарль Морель водил глазами по моей комнате я думал куда бы мне спрятать снимки как же так спросил Шарль Морель тоном неукоризненным в этом не представлялось необходимости так много упрека было в словах почему я не вижу у вас в комнате ни одного портрета вашего дедушки я почувствовал как моим щекам прилила кровь по-моему у меня нет его портрета пролепетал я то есть как у вас нет ни одного портрета вашего дедушки Адольфа который вас так любил я вам пришлю из собрания моего родителя надеюсь вы его повесите на почетном месте вот над этим комодом ведь комод достался вам от дедушки у меня в комнате не было даже портретов моих родителей поэтому отсутствие портрета деда Адольфа право же не свидетельствовало о моей непочтительности однако нетрудно было догадаться что для Мореля отца от которого этот взгляд перешел по наследству к его сыну мой дед был самым важным лицом в семье а мои родители представляли собой лишь слабое отражение его блеска я был у коммердинера в большой части потому что дед часто говорил что из меня выйдет второй Росин или Волабель и коммердинер смотрел на меня как на приемного сына как на любимца деда Волабель Ашиль 1799-1879 годы французский историк и политический деятель специалист по истории Франции периода реставрации я скоро убедился что сын Мореля большая пройда так уже в тот день он спросил меня а он был отчасти композитором и умел перекладывать на музыку стихи не знаю ли я какого-нибудь поэта пользующегося влиянием в кругах я называл одно имя он этого поэта не читал и в первый раз о нем слышал но имя его все-таки записал а немного погодя я узнал что он послал поэту письмо в коем сообщал что будучи восторженным поклонником его таланта он положил на музыку его сонет и был бы счастлив если бы автор похлопотал о публичном исполнении музыки на этот сонет у графини Моррель поторопился и раскрыл свои карты оскорбленный поэт ничего ему не ответил впрочем тщеславие очевидно не мешало Шарлю Моррелю увлекаться более конкретными реальностями он увидел что во дворе племянница Жупьена шьет жилет и хотя он сказал мне что ему как раз нужен жилет фантазия я почувствовал что девушка произвела на него сильное впечатление он не постеснялся попросить меня спуститься во двор и познакомить его с ней но только не надо говорить ей что я имею какое-то отношение к вашей семье вы меня понимаете я надеюсь что вы из деликатности умолчите о моем отце скажите что я ваш друг известный артист надо чтобы эти торгаши чувствовали с кем имеют дело вам ведь это ясно хотя он и вернул что понятное дело я знаю его слишком мало для того чтобы называть его дорогой друг но что я мог бы называть его при девушке ну конечно недорогой метр но если вам не трудно дорогой артист у жилетника я все-таки не стал как выражается Сен-Симон титуловать его я ограничился тем что в ответ на его вы тоже говорил ему увы перебрав несколько бархатных жилетов он остановился на ярко-красном до того кричащем что несмотря на свой дурной вкус он потом так ни разу и не надел его девушка продолжала работать вместе с двумя ученицами но мне показалось что Шарль Моррель в котором она узнала человека своего круга только поэлегантнее побогаче произвел на нее не менее сильное впечатление и очень ей понравился меня крайне удивило что среди фотографий присланных мне отцом Шарля Морреля я обнаружил портрет мисс Сакрипант то есть Одетты работы Эльстира и провожая Шарля до ворот я сказал ему боюсь что вы не сможете пролить свет дедушка был близко знаком с этой дамой я не представляю себе к какому периоду его жизни относятся их знакомства меня это интересует в связи со Сваном Сакрипант речь идет о портрете Одетты Сван написанном в 1872 году Эльстиром где Одетта изображена в виде актрисы былых времен в полумужском костюме герой впервые увидел эту работу художника в его мастерской в Бальбеке о чем рассказывается во второй части романа под сенью девушек в цвету дама в розовом которую герой как-то встретил у дяди Адольфа была также Одетта об этом рассказано в первом романе цикла ах да я забыл вам сказать что отец просил меня обратить на нее ваше внимание эта дама полусвета завтракала у вашего дедушки когда вы с ним виделись в последний раз отец не знал можно ли вас впустить кажется вы очень понравились этой легкомысленной женщине ей хотелось еще раз с вами встретиться но тут как раз по словам отца вашей семье произошла ссора и вы больше у дедушки не бывали тут Шарль Морель издали прощально улыбнулся племянницей жюпьена она смотрела на него и наверное любовалась его худым лицом с правильными чертами его пушистыми волосами веселыми глазами а я пожимая ему руку думала госпоже сван и говорил себе с недоумением настолько разобщенными и непохожими одна на другую врезались они в мою память что теперь мне придется слить ее в одно с дамой в розовом де Шарлю поспешил занять место рядом с госпожой сван на всех сборищах он надменный с мужчинами и сбалованный вниманием женщин подсаживался к самой из них элегантной как бы для того чтобы ее туалет выставлял его в выгодном свете сюрту калифраг барона придавали ему сходство с портретом мужчины в черном около которого по воле художника колориста лежит на стуле яркий плащ для балла маскарада эти беседы обычно с какой-нибудь титулованной особой давали де Шарлю преимущество которое он очень ценил так например на каком-нибудь семейном торжестве хозяйка дома только барону оставляла стул впереди среди дам а другие мужчины толкались в глубине комнаты кроме того по-видиму увлеченный занятными историями которые он очень громко рассказывал очарованной им даме де Шарлю бывал благодаря этому избавлен от необходимости здороваться и оказывать знаки уважения за надушенной оградой которой ему служила избранная им красавица он был отделен от гостиной точно в ложе от зрительного зала и когда к нему подходили здороваться так сказать через голову красавицы соседки он мог себе позволить отвечать односложно не прерывая разговора с дамой понятно госпожа сван не принадлежала к числу женщин на фоне которых ему особенно нравилось рисоваться но из дружеских чувств к свану он играл роль ее поклонника он знал что ей льстит его предупредительность а ему льстило то что он на него бросает тень самая красивая из всех присутствующих здесь женщин надо заметить что маркизи до вильпорези приходы де шарлю большого удовольствия не доставляли а де шарлю находя у своей тетушки большие недостатки все-таки очень ее любил но иногда мнимые ее обиды доводили его до бешенства и он не борясь с собой писал ей крайне резкие письма и перечислял всякие мелочи которых до этого как будто и не замечал в качестве примера приведу один случай о котором я узнал в Бальбеке маркиза де вильпорези боясь что ей не хватит на жизнь в Бальбеке взятых с собой денег и решив из скупости во избежание лишних расходов не просить о высылке денег из Парижа взяла взаймы три тысячи франков у де шарлю через месяц разозлившись на тетку за какой-то пустяк он отправил ей телеграмму с требованием чтобы она вернула ему долг получил он две тысячи девятьсот девяносто с чем-то несколько дней спустя увидевшись с теткой в Париже он в дружеской беседе очень деликатно обратил ее внимание на ошибку допущенную банком через который был сделан перевод да нет тут никакой ошибки возразила маркиза де виль Паризи телеграфный перевод стоит шесть франков семьдесят пять сантимов ах так значит вычли вы сами ну тогда другое дело заметил де шарлю я думал вы не знаете а то ведь если бы таким же образом банк поступил с людьми с которыми вы не очень близки вам могло бы быть неприятно нет нет никакой ошибки не произошло в сущности вы совершенно правы весело закончил разговор де шарлю и нежно поцеловал тетушке ручку он и правда нисколько на нее не сердился ее мелочность смешила его и только но немного погодя вообразив что в каком-то семейном деле тетка собирается одурачить его и создать против него целый заговор вообразив на том основании что тетка довольно глупо пряталась за дельцов а он как раз и подозревал что она с ними в стачке против него де шарлю написал ей возмущенное дерзкое письмо я не удовольствуюсь местью прибавлял он в пост скриптуме я сделаю вас всеобщим посмешищем завтра же всем расскажу историю с телеграфным переводом как вы удержали из взятых у меня в долг трех тысяч франков шесть франков семьдесят пять сантимов я вас опозорю но на другой день он пошел к тетке просить прощения за письмо в котором были действительно чудовищные вещи впрочем кому еще мог бы он рассказать историю с телеграфным переводом теперь уже не думая о месте а искренне желая помириться с маркизой он предпочел бы никому об этой истории не говорить но до этого находясь с теткой в мире и согласии он рассказывал эту историю везде и всюду рассказывал без всякой злобы просто чтобы посмеяться а еще потому что он был до нельзя болтлив рассказывал он без ведома тетке узнав же из его письма что он намерен ее опозорить раззвонив о тех обстоятельствах в которых она по его же словам действовала правильно она решила что он тогда солгал и что его любовь к ней это одно притворство страсти в конце концов улеглись но теперь тетка толком не знала как не относится племянник а племянник как относится к нему тетка но это особый случай вспыхивающих по временам ссор иного рода были ссоры блока с его приятелями и уже совсем по-иному ссорился де шарлю как это будет видно из дальнейшего с людьми совершенно не похожими на маркизу де виль паризи но все-таки следует помнить что вообще наши мнения друг о друге дружественные и родственные отношения только с виду кажутся устойчивыми на самом деле они изменчивы как море вот почему бывает так много шума в связи с разводом мужа и жены которые до развода казались дружной парой и которые вскоре после развода говорят друг о друге с нежностью вот почему друг распространяет о своем еще так недавно якобы неразлучном друге гадкие сплетни а затем не успеем мы прийти в себя от изумления мириться с ним вот почему так часто молниеносные разрывы отношений между народами ах ты господи сказал мне сын Лу у дядюшки с госпожой сван дело идет на лад а мама по простоте душевной к ним с разговорами для чистых все чисто для чистых все чисто слова апостола Павла из его послания к Титу я смотрел на Дешерлю седой хохолок улыбающийся глаз за моноклем приподнявшим бровь и бутоньерка из красных цветов образовывали как бы три подвижные вершины необычайного дергающегося треугольника я не решился поклониться ему от того что он не сделал мне никакого знака между тем хотя он и не оборачивался в мою сторону я был уверен что он меня видел он рассказывал какую-то историю госпоже Сван чье роскошное длинное манто цвета анютиных глазок накрывало его колено в это время бегающие его глаза подобно глазам торгующего с рук и поминутно оглядывающегося не идет ли полицейский наверняка уже обшарили каждый уголок гостиной и рассмотрели всех кто здесь находился к нему подошел поздороваться до Шаталеро но барон ничем не обнаружил что заметил молодого герцога до того как герцог вырос перед ним на всех более или менее многолюдных сборищах с лица де Шарлю почти не сходила неопределенная безразличная улыбка которую он встречал всех приближавшихся к нему с поклонами но которая не содержала особого расположения никому из тех кто входил в ее зону все-таки мне непременно надо было поздороваться с госпожой Сван она не имела понятия знаком ли я с викантесой де Марсант из де Шарлю потому была со мной суховата видимо она боялась что я попрошу ее представить меня я направился к де Шарлю и тут же раскаялся он не мог меня не заметить но упорно не смотрел в мою сторону когда же я ему поклонился то увидел вытянутую его руку не допускавшую меня подойти к нему вплотную и вытянутый палец с которого как будто сняли епископский перстень и вот это так сказать пустующее священное место барон словно подставлял для поцелуя но с таким видом точно я не спросясь чего барон никогда мне не простит вторгся в некую область где излучалось его никому не обращенное никому не предназначавшееся улыбка его холодность не способствовала тому чтобы исчез холод в обращении со мной госпожи сван ты должно быть очень устал и вместе с тем очень возбужден сказала викантесса де марсант сыну подошедшему поздороваться с де шарлю в самом деле взгляд робера временами словно нырял в самую глубину а затем тотчас же всплывал на поверхность когда ставший дно пловец этим дном причинявшим роберу когда он его касался такую боль что он тотчас же всплывал хотя мгновение спустя опускался вновь была мысль о разрыве с любовницей ничего прибавила мать гладя его по щеке ничего я так рада видеть моего мальчика но эта ласка как видно раздражала робера виконтесса де марсант увела сына в глубину гостиной в укромный уголок где на фоне желтого шелка кресла бове выделялись фиолетовой своей обивкой точно лиловые ирисы среди лютиков госпожа сван оставшись одна и поняв что я приятель сенлу поманила меня к себе не виделись мы с ней давно и я не знал о чем с ней говорить я не упускал из виду моего цилиндра лежавшего на ковре вместе с другими но меня разбирало любопытство чей это цилиндр на подкладке которого буква Г увенчана герцогской короной хотя это и не цилиндр герцога германского я знал всех гостей наперечет и мне казалось что ни у кого из них такого цилиндра быть не может какой милый человек маркиз де норпуа указывая на него сказал я госпоже сван хотя робер де сенлу назвал его ехидной но он прав возразила госпожа сван заметив что мысли ее сосредоточены на чем-то таком что она от меня скрывает я пристал к ней с расспросами госпожа сван быть может довольная создавшимся впечатлением что кто-то очень ею интересуется в этом салоне где она почти никого не знает отвела меня в сторону вот что наверное имел ввиду сын лу заговорила она только вы ему не передавайте он подумает что я болтушка я очень дрожу его мнением вы же знаете что я очень порядочный человек на днях шарлю обедал у принцессы германской не знаю почему заговорили о вас де Норпуа сказал это конечно чепуха сейчас же выкиньте это из головы никто не придал его словам никакого значения все знают что для красного словца он не пожалеет родного отца он сказал что вы полуистеричный льстец я уже когда-то описывал свое изумление вызванное тем что приятель моего отца маркиз де Норпуа мог так говорить обо мне но в еще большее изумление я пришел узнав что то что я с таким волнением в былое время говорил о госпоже Сване о Жильберте дошло до принцессы германской а между тем я думал что она понятия обо мне не имеет все наши поступки наши слова наш образ действий отделяет от света от людей к которым они не имеют непосредственного отношения среда страстно желаемых распространения мы естественно бываем весьма далеки от мысли что какое-нибудь случайное наше замечание которое мы и сами то давно забыли иной раз даже и не сделанное нами а из-за несовершенства преломления возникшее одновременно с замечанием иного рода беспрепятственно проделывает огромные расстояния в данном случае до принцессы германской и на праздники богов над нами же еще и посмеются то что мы храним в памяти о нашем поведении остается неизвестным самому близкому нам человеку те же наши слова которые мы сами забыли или даже которых мы никогда и не говорили обладают способностью вызывать неудержимый смех чуть ли не на другой планете представление которое складывается у других о наших делах и поступках так же мало похоже на наше собственное представление о них как рисунок на неудачный оттиск где вместо черного штриха мы видим пустое пространство вместо белой полосы какие-то непонятные линии а бывает и так что-то на оттиске не вышло мы же не существующие эту черту приписываем себе в силу самолюбования тогда как то что представляется нам прибавленным является нашим свойством но таким неотъемлемым что мы его не замечаем таким образом этот особый оттиск который мы считаем совершенно непохожим в иных случаях отличается верностью рентгеновского снимка верностью разумеется не очень для нас лестной но зато глубокой и полезной однако мы вполне можем не узнать себя на верном снимке кто улыбается увидев в зеркале красивое свое лицо и красивое телосложение тот если показать ему рентгеновский снимок на котором видны четкие костей будто бы представляющие собой его изображение решит что это ошибка как решит посетитель выставки прочитав в каталоге под номером портрета молодой женщины лежащий верблюд в этом несходстве нашего образа созданного нами самими созданным кем-нибудь другим мне позднее пришлось убедиться на примере людей живших безмятежной жизнью среди коллекции снимков которые они сделали сами с себя между тем как вокруг кривлялись Харри кривлялись чаще всего незримо и лишь по временам случаев показав им эти Харри говорил это вы и тогда они столбенели от ужаса несколько лет назад я был бы счастлив сказать госпоже Сван по какой причине я был нежен с маркизом де Норпуа так как этой причиной являлось желание с ней познакомиться но теперь у меня этого желания не было Жильберту я разлюбил но и слить госпожу Сван с дамой в розовом мне не удавалось вот почему я заговорил о женщине которой были заняты мои мысли сейчас вы видели герцогиню германскую спросил я госпожу Сван герцогиня ей не кланялось и она притворялась будто герцогиня ее не интересует настолько что она даже не замечает ее присутствие не могу вам сказать я этого не осмыслила щегольнув книжным словом с недобрым выражением лица ответила госпожа Сван мне однако хотелось разузнать не только про герцогиню германскую но и про ближайшее ее окружение и подобно блоку проявив бестактность какую обнаруживают люди которые беседуя заботятся не о том чтобы произвести приятное впечатление но с эгоистической целью о том чтобы выяснить интересующие их вопросы и я силясь представить себе яснее жизнь герцогини германской начала расспрашивать маркиза де вельпорези о госпожа Леруа да я про нее слыхала с напускным пренебрежением ответила маркиза она дочь крупного лесопромышленника теперь она бывает в свете но сказать по правде я слишком стара чтобы завязывать новые знакомства на своем веку я знавала таких интересных таких милых людей что знакомство с госпожой Леруа право ничего мне не даст виконтесса де марсант исполнявшая обязанности фрейлины маркизы представила меня князю а вслед за ней ему же представил меня рассыпавшись в похвалах маркиз де норпуа сделал он мне эту любезность то ли потому что она его ни к чему не обязывала так как меня уже представили до него то ли потому что по его мнению даже знатный иностранец неважно знает французские салоны и пожалуй подумает что ему представили молодого человека из высшего света то ли чтобы воспользоваться одним из своих преимуществ а именно весом посла а может быть чтобы из любви к старине воскресить в честь князя лесный для его сиятельства обычай требовавший в том случае если кого-нибудь представляли сиятельные особи двух поручителей нуждаясь в том чтобы де норпуа подтвердил что то что она незнакома с госпожой леруа это для нее не потери маркиза де вельпорези обратилась к нему ведь правда господин посол госпожа леруа неинтересна что она гораздо ниже тех кто бывает здесь и приглашать нее не стоило то ли желая показать что у него на все свои взгляды то ли от усталости маркиз де норпуа ограничился поклоном почтительным но ничего невыражающим маркиз со смехом сказала де вельпорези какие бывают смешные люди вообразите сегодня у меня был с визитом один господин и он меня уверял что ему приятнее целовать мою руку чем руку молодой женщины я сразу догадался что это ле гранден маркиз де норпуа усмехнулся и едва заметно подмигнул словно речь шла о таком естественном вожделении что сердиться на того кто его испытывает невозможно почти что о завязке романа который он готов простить даже поощрить с извращенной снисходительностью Вуазенона или Кребиона сына Вуазенон Клод Анри 1708 1775 годы французский писатель автор игривых повестей и полупристой и полупристойных сказочек друг Вольтера Кребион сын Клод 1707 1777 годы французский писатель автор романов разоблачающих бездушие и пустоту светского общества но нередко рисующих довольно скабрезные ситуации «Руки многих молодых женщин не сумели бы сделать то, что передо мной» вмешался князь, указывая на начатые акварели маркизы де Виль Порези он спросил видела ли маркиза цветы фонтен-ла-тура на недавно открывшейся выставке фонтен-ла-тур Теодор 1836 1904 годы французский художник автор портретов натюрмортов и жанровых картин отмеченных уверенным рисунком и тонким колоритом первоклассная работа чудного художника как теперь принято выражаться тонкого мастера высказал свое мнение де Норпуа и все-таки я нахожу что его цветы проиграли бы рядом с цветами маркизы де Виль Порези у маркизы окраска выразительнее пусть даже этот отзыв подсказала бывшему послу не только кружковая узость взглядов но и пристрастие старого любовника и привычка льстить все равно мне было ясно светские люди отличаются полным отсутствием художественного вкуса их суждения высшей степени произвольны и любая мелочь может довести их до крайнего абсурда на пути к которому они не встретят препятствия каковым является непосредственное чувство я действительно знаю цветы но заслуги моей в том нет я всю жизнь прожила среди лугов скромно заметила маркиза де Виль Порези но с очаровательной улыбкой обратилась она к князю тем что я с измола приобрела более глубокие познания чем другие дети выросшие в деревне я обязана выдающемуся представителю вашей нации Шлегелю я встретилась с ним у Бройлей а к ним меня привела тетя Корделия жена маршала де Костеллана я отлично помню как Лебрен де Сальванди и Дудан заговорили с ним о цветах Шлегель по-видимому имеется в виду Август Вильгельм Шлегель 1765-1845 годы немецкий литературный критик и теоретик искусства друг французской писательницы госпожи де Сталь 1766-1817 годы Бройль имеется в виду Виктор де Бройль и его семья де Бройль был женат на дочери госпожи де Сталь Костеллан Корделия 1796-1847 годы французская аристократка возлюбленная Шоттебриана в 1813 году она вышла замуж за полковника Бонифаса де Костеллана 1788-1862 годы который стал маршалом уже после смерти жены в 1852 году Лебрен Пьер Антуан 1785-1873 годы французский поэт и драматург автор популярной в свое время драмы Мария Стюарт 1820 год Сальванди Нарсис Ашиль 1895-1856 годы французский политический деятель и писатель министр при Луи Филиппе Дудан Хименес 1800-1872 годы французский писатель секретарь герцога де Бройля Дудан был приятелем Мереме Письма Дудана опубликованные посмертно полны веселости и остроумия Я была совсем маленькая понимала его плохо но он охотно играл со мной а вернувшись на родину прислал мне чудесный гербарий на память о нашей прогулке в фаэтоне в Валь-Рише когда я заснула у него на коленях я бережно хранила этот гербарий благодаря ему я научилась подмечать такие особенности цветов которые не будь у меня гербария не привлекли бы моего внимания когда госпожа де Барант опубликовала письма госпожи де Бройль красивый жеман и как она сама я надеялась найти в них разговоры со Шлегелем но эта женщина искала в природе только то что говорит в пользу религии госпожа де Барант по-видимому речь идет о Марии Жозефине де Барант жене известного французского историка и дипломата Амабле Проспера де Баранта 1782 1866 годы Робер сидевший с матерью в глубине гостиной подозвал меня какой ты добрый сказал я чем мне тебя отблагодарить может быть завтра поужинаем вместе хорошо но только с блоком я с ним столкнулся в дверях поздоровался он со мной сухо ведь я же правда неумышленно не ответил на два его письма он не сказал что обиделся на меня за это но я и так догадался зато потом он был со мной так ласков что я не могу проявить неблагодарность к такому преданному другу я уверен что эта дружба вечна по крайней мере он ко мне привязан навеки я не думаю что Барабер глубоко заблуждался ожесточенные нападки часто являлись у блока следствием искренней симпатии если он почему-либо считал что ему не платят тем же он неясно представлял себе как живут другие люди ему в голову не приходило что человек может заболеть уехать а потому если кто-либо не отвечал ему в течение недели он принимал это за непреложный знак охлаждения вот почему я никогда не склонен был думать что для диких выходок которые он себе позволял сначала как друг а потом как писатель у него были важные поводы блог доходил до полного выступления когда ему отвечали на них ледяным спокойствием или пошлостью от которого он окончательно выходил из себя зато теплое чувство часто укращало его а вот насчет того что я как ты утверждаешь сделал тебе доброе дело продолжал Сен-Лу то это неверно тетушка сказала что это ты от нее бегаешь не разговариваешь с ней она думает что ты на нее за что-то сердишься к счастью для меня если бы я и поверил этим словам наш предстоящий отъезд в Бальбек не дал бы мне возможности еще раз увидеться с герцогиней германской уверить ее что я на нее не сержусь и таким образом поставить ее в необходимость признаться что это она имеет что-то против меня достаточно было и того что она даже не предложила мне посмотреть картины Эльстира однако я не испытывал такого чувства будто мои мечты не сбылись я и не надеялся что она со мной об этом заговорит я знал что не нравлюсь ей что она никогда меня не полюбит самое большее чего я мог желать это чтобы благодаря ее обаянию во мне осталось от нее ведь я же виделся с ней перед отъездом из Парижа в последний раз безоблачно светлое впечатление которое я увез бы с собой в Бальбек и это цельное впечатление жило бы во мне всегда вместо воспоминания сотканного из тоски из тоски и грусти Эвиконтесса удавила меня углажать однажды услышав что я спрашиваю Блока как поживает его дядя Ниссон Бернар Виконтесса де Марсант осведомилась не тот ли это что жил в Ницце Ниссон Бернар об этом дяде Блока подробно рассказывается во второй части романа под сенью девушек в цвету ну так он знал Виконта де Марсанта еще до его женить бы на мне сказала Виконтесса мой муж говорил что это прекрасный человек чуткий благородный чтобы дядюшка ни разу ему не солгал нет этого не может быть наверное подумал бы Блок мне все время хотелось сказать Виконтессе де Марсант что Робер неизмеримо больше любит ее чем меня и что хотя бы даже она относилась ко мне неприязненно я не такой человек чтобы навинчивать его против нее стараться посеять между ними рознь после того как герцогиня германская ушла мне стало легче наблюдать за Робером и только тут я заметил что в нем снова поднимается досада приливая к его застывшему мрачному лицу я боялся что его самолюбие страдает после сегодняшней сцены когда он в моем присутствии безропотно вытерпел грубости своей любовницы внезапно он вырвался из материнских объятий и уведя меня за берос цветами перед которыми опять уселась маркиза де Виль Паризи сделал мне знак идти за ним в маленькую гостиную я направился туда но тут до Шарлю вероятно подумав что я ухожу на полусловие прервал разговор с князем фон Фаффенгеймом и круто повернувшись оказался прямо передо мной я я оторопел увидев что он взял цилиндр с буквой Г из герцогской короны в проеме двери которая вела в маленькую гостиную он не глядя на меня сказал я вижу что вы стали бывать в свете так вот доставьте мне удовольствие навестите меня но это довольно сложно продолжал он и взгляд у него сейчас был отсутствующий озабоченный точно он боялся навсегда лишиться удовольствия если упустят случай сговориться со мной о том как его получить я редко бываю дома вы мне напишите все это я вам объясню в более спокойной обстановке я сейчас ухожу проводите меня немножко я вас не задержу будьте повнимательнее сказал я вы по рассеянности взяли чужую шляпу вы не хотите чтобы я взял мой собственный цилиндр я вообразил именно такой случай был недавно со мной что кто-то унес его шляпу а он чтобы с непокрытой головой не выходить на улицу взял первую попавшуюся я же открыв эту проделку поставил его в неловкое положение я не стал спорить я отговорился тем что мне еще надо сказать несколько слов Сенлу а сейчас он разговаривает с этим идиотом герцогом германским добавил я отлично сказано непременно передам моему брату а вы думаете что это может быть интересно господину де Шарлю я полагал что его брат тоже должен носить фамилию де Шарлю Сенлу что-то мне объяснял в Бальбеке но я забыл при чем тут господин де Шарлю оборвал меня барон идите к Роберу мне известно что вы сегодня принимали участие в кутеже который он устроил для позорища его женщины вы должны употребить все свое влияние и растолковать ему как он огорчает свою бедную мать да и всех нас пачкая наши имена я хотел возразить ему что во время этого унизительного для Робера кутежа мы говорили об Эмерсоне Ипсоне Толстом и что она уговаривала Робера пить только воду желая пролить бальзам на уязвленную как мне казалось гордость Робера я попытался оправдать его любовницу я не знал что в эту минуту несмотря на всю свою ярость он упрекал не ее а себя даже в ссорах добряка со злюкой при том что добряк совершенно прав всегда найдется какой-нибудь пустяк который может создать злюке видимость правоты хотя бы только в одном единственном пункте а так как всеми прочими пунктами злюка пренебрегает то едва лишь добряк почувствует что она ему необходима едва лишь ему станет невыносима разлука едва лишь вследствие упадка духа он сделается особенно беспощадным к себе он припомнит нелепые ее упреки и подумает что пожалуй они не лишены некоторого основания я признаю что в истории сколье я выглядел некрасиво сказал мне Робер понятно злого умысла у меня не было но ведь каждый вправе иметь свою точку зрения у нее было очень тяжелое детство все-таки я для нее прежде всего богач который знает что за деньги он может добиться всего и с которым бедняку не тягаться о чем шла речь о том чтобы повлиять на Бушрона или о том чтобы выиграть дело в суде конечно она была со мной жестока хотя ничего кроме хорошего я не делал но я прекрасно понимаю она думает что я хотел дать ей почувствовать что ее можно удержать деньгами а между тем у меня этого и в мыслях не было она так меня любит могу себе представить как она это переживает бедняжка если б ты знал до чего она деликатна просто не могу тебе рассказать какие она иной раз совершала для меня благородные поступки как она сейчас наверное горюет во всяком случае какой бы оборот не приняло дело потом я не хочу чтобы она считала меня скотиной я побегу к Бушрону за колье может быть после этого она признает что была неправа понимаешь я не могу примириться с тем что она мучается пусть уж лучше я сам буду страдать я знаю что это ерунда но она знает что она страдает и не страдать с ней заодно нет я с ума сойду лучше уж никогда больше не увидеться с ней пусть она будет счастлива без меня если так надо больше я ничего не хочу послушай скажем что бы что я что она не затрат все все в моих глазах огромно все приобретает космические размеры я сейчас побегу к ювелиру а потом буду просить у нее прощения пока я к ней не приду чего только она обо мне не подумает Ах, если бы она знала, что я скоро у нее буду. Сходил бы ты к ней на всякий случай. Может, дело кончится миром. Может, тут он робко улыбнулся, как бы не веря, что мечта его осуществится. Мы съездим втроем за город и поужинаем. Но сейчас еще сказать трудно. У меня нет к ней подхода. Бедняжечка. Как бы мне не сделать ей еще больнее. А может быть, ее решение бесповоротно. Робер потащил меня к виконтессе. Прощайте, сказал он ей, мне надо ехать. Когда получу отпуск, не знаю. Наверное, не раньше, чем через месяц. Как только узнаю, напишу. Конечно, Робер не принадлежал к числу сыновей, которые, бывая в свете с матерями, полагают, что раздраженный тон, каким они с ними говорят, должен служить противовесом, улыбочкам и поклонам, входящим в их правила обхождения с чужими. Нет ничего распространеннее этого подлого вымещения на родных. Очевидно, некоторые считают, что грубое к ним отношение является необходимым дополнением к фрачной паре. Что бы ни сказала бедная мать, сын, как будто его кому-нибудь затащили селком, и он хочет заставить дорого заплатить за свое сидение в гостях, немедленно обрывает ее робкий лепет ядовитыми, краткими, беспощадными возражениями. Мать сейчас же присоединяется, этим его, однако, не обезоруживая, к мнению высшего существа, которое она в его отсутствии по-прежнему будет расхваливать, и всех подряд уверяет, что человек он изумительный, но которая все же не перестанет осыпать ее колкостями. Сен-Лун был совсем не такой, но он до того тяжело переживал разрыв с Рахилью, что и он, хотя и по другой причине, был резок со своей матерью, как те сыновья со своими. И когда он произнес прощальные слова, я опять увидел, как Виконтесса де Марсант вся напряглась от того же самого, похожего на взмах крыльевы движения, от которого она не могла удержаться при появлении сына, но теперь выражение лица у нее было испуганное, и на сына она устремила отчаянный взгляд. — Как, Робер, ты правда уходишь, мальчик мой? Но ведь это же единственный день, когда я могла бы с тобой побыть. И почти шепотом, самым естественным тоном, в котором совсем не было слышно грусти, грусть она затаила, чтобы не пробудить в сыне жалости, потому что это было бы жестоко, бесполезно, и только раздражило бы его. Она добавила, как бы приводя довод, подсказанный простым здравым смыслом. Это же неучтиво с твоей стороны. Но в ее непринужденности было так много робости от старания показать, что она не посягает на его свободу, так много нежности, чтобы он не упрекнул ее, что она хочет лишить его удовольствий, что Сенлу почувствовал, что он вот-вот растает и не поедет к своей подружке. И он рассердился. Мне жаль. А вот насчет учтивости или неучтивости, это уж как угодно. И он осыпал мать упреками, хотя в глубине души, наверное, чувствовал, что эти упреки заслужил он. Последнее слово всегда остается за эгоистами. Когда они принимают твердые решения, то чем более чувствительные струны задевают в них люди, пытающиеся отговорить их, тем большее возмущение вызывают у них своим упорством не они сами, а те, кто ставит их перед необходимостью проявлять упорство. И, в конце концов, их непреклонность может дойти до пределов жестокости. Но в их глазах это только усугубляет вину человека, который настолько неделикатен, что страдает и оказывается правым. В их глазах это подло доводить другого человека до такого состояния, что он, как это ему не больно, вынужден подавлять в себе жалость. Впрочем, Викантесса де Марсант особенно и не настаивала. Она чувствовала, что все равно не удержит сына. «Мы с тобой временно расстаемся», — сказал он мне. «Но только вы, мама, не задерживаете его. Ему нужно еще побывать в одном месте». Я чувствовал, что мое общество не в малой мере не способно развлечь Викантесса де Марсант. И все-таки был рад, что не ушел с Робером, иначе она могла бы подумать, что я соучастник развлечений, которые отнимают у нее сына. Мне хотелось как-то оправдать его поведение, не столько из любви к нему, сколько из сострадания к ней. Но она заговорила первое. Бедный мальчик. Я, наверное, расстроила его. «Видите ли, все матери крайне эгоистичны. А ведь ему же хочется развлечься. Он так редко приезжает в Париж. Боже мой, если он еще не ушел, я бы его догнала. Но, конечно, не для того, чтобы удерживать, а чтобы сказать, что я на него не сержусь, что он поступает правильно. Вы ничего не будете иметь против, если я выйду на лестницу?» Мы с ней пошли. «Робер! Робер!» — крикнула она. «Нет, ушел. Поздно я спохватилась. Теперь я с таким же рвением взялся бы содействовать разрыву Робера с его любовницей, с каким несколько часов назад содействовал бы тому, чтобы он уехал с ней навсегда. Сейчас Робер счел бы меня неверным другом. Тогда его родные назвали бы меня его злым гением. А между тем я за эти несколько часов ничуть не изменился. Мы вернулись в гостиную. Не увидев с нами Сен-Лу, маркиза обменялась Ден-Орпуа тем подозрительным, насмешливым и не очень сочувственным взглядом, каким мы показываем на чересчур ревнивую жену или на чересчур нежную мать, над ними часто смеются, и которая означает «э-э», да уж не было ли тут грозы? Робер принес любовнице чудное колье, которое по условию он не должен был ей дарить. Но она отказалась от подарка, и так потом, несмотря ни на какие уговоры, и не взяла его. Иные из приятелей Робера усматривали в этом с их точки зрения мнимом ее бескорыстие тонкий расчет, так, мол, она надеется еще крепче привязать его к себе. А между тем, если ей нужны были деньги, то разве лишь для того, чтобы сорить ими? Я сам видел, как она без разбора и бестолку осыпала ими людей, которых считала бедняками. Сейчас, — говорили Роберу и его приятели, чтобы смазать впечатление от какого-нибудь ее доброго дела, сейчас она, наверное, слоняется по зрительному залу Фолибержер. Рахиля — это загадка, настоящий сфинкс. Впрочем, как много женщин своих корыстных поневоле, потому что они содержанки, из деликатности, которая не вянет и у такого сорта женщин, по собственному желанию на каждом шагу ставят барьерчики перед щедростью их любовников. Робер почти ничего не знал об изменах своей возлюбленной. Мысль его была занята всякой чепухой по сравнению с тем, что собой представляла подлинная жизнь Рахили, жизнь, начинавшаяся ежедневно только после того, как он от нее уходил. Он почти ничего не знал об ее изменах. Но если бы они и стали ему известны, это не поколебало бы его доверие к Рахили. Согласно дивному закону природы, действующему в любом, самом многослойном обществе, люди пребывают в полнейшем неведении относительно любимого существа. Стоя по одну сторону стеклянной перегородки, влюбленный говорит себе, «Это ангел, она никогда не будет моей, мне остается только умереть, и все-таки она меня любит. Она так меня любит, что, пожалуй...» Да нет, этому не бывать. И полимой страстью, и стомленной ожиданием, сколько драгоценностей кладет он у ног этой женщины, сколько места бегает, чтобы перехватить денег и избавить ее от забот. А по другую сторону перегородки, через которую слова до него не доносятся, как не перелетают слова через аквариум, люди говорят, «Вы с ней не знакомы? Ваше счастье!» Она ограбила, разорила, бог знает сколько мужчин, форменная жульница, прощелыга. И, может быть, люди не так уж не правы, обзывая ее этим словом. Ведь даже скептик, который не безумно влюблен в эту женщину, которому она просто нравится, говорит своим приятелям, «Да нет, мой дорогой, это совсем не кокотка. Может, у нее и были увлечения, но это не продажная женщина. А уж если она и продается, то очень дорого. Или пятьдесят тысяч франков, или ничего». И ведь он-то и стратил на нее пятьдесят тысяч франков. Обладал же ею всего один раз. Но она, найдя в его лице сообщника, играя на его самолюбие, сумела убедить его, что он из тех, кто обладал ею даром. Таково наше общество. «В нем даже те, что видны насквозь, даже те, что пользуются самой дурной славой, все же как бы находятся в глубине и под защитой восхитительной диковины, прячущей их». В Париже Сен-Лу не здоровался с двумя порядочными людьми, говорил о них не иначе, как с дрожью в голосе, и называл их эксплуататорами женщин. Их обоих разорил Рахиль. «Я могу упрекнуть себя только в одном», зашептала мне виконтесса де Марсант. «Я ему сказал, что он не учтив. Обожаемому сыну, моему единственному, которому нет равных, накануне его отъезда сказать, что он не учтив, да лучше бы меня ударили палкой. Я же знаю, что если его и ожидает вечером развлечения, а у него их так мало, все равно я ему испортила вечер тем, что была к нему несправедлива. Но я вас не удерживаю, ведь вы торопитесь». Когда виконтесса де Марсант начала со мной прощаться, она была печальна. Печалила ее мысль о Робере, и печаль ее была непритворна. Но вот она вновь превратилась в светскую даму и перестала быть искренней. Мне было страшно и интересно. Я так рада, я счастлива, что поговорила с вами. Благодарю вас. Благодарю вас. Вид у нее был униженный, а взгляд благодарный, восхищенный. Как будто разговор со мной доставил ей величайшее удовольствие. Этот ее обольстительный взгляд находил себе соответствие в черных цветах на ее белом платье с разводами. Это был взгляд светской дамы, владеющей своим ремеслом. Да я сейчас еще и не ухожу, возразил я. Мне надо подождать до Шарлю, мы пойдем вместе. Маркиза Давиль-Паризи слышала, что я сказал. Видимо, это было ей не по душе. Если бы речь шла о чем-то таком, что действует именно на подобного рода чувства, я бы подумал, что оскорбил стыдливость маркиза Давиль-Паризи. Но мне это и в голову не пришло. Мне было хорошо с герцогиней германской, с Сен-Лу, с викантессой де Марсан, с де Шарлю, с маркизой Давиль-Паризи. Я говорил оживлен, но не думая, все, что взбредет в голову. «Вы собираетесь уходить вместе с моим племянником Паламедом?» спросила маркиза Давиль-Паризи. Полагаю, что ей будет очень приятно узнать, что я в большой дружбе с ее любимым племянником. Я радостно сообщил, он предложил мне пойти вместе. Я в восторге. Вообще, вы даже не представляете себе, какие мы с ним друзья, а со временем, я уверен, мы с ним еще ближе сойдемся. Недовольство у маркизы Давиль-Паризи сменилось тревогой. «Не ждите его», с озабоченным видом сказала она мне. «Он занят разговором с князем фон Фаффенгеймом. Он уже забыл, что условился с вами. Ну, идите, идите, пока он стоит к вам спиной». А я не спешил к Раберу и его любовнице. Но маркиза Давиль-Паризи не могла дождаться, когда же я, наконец, уйду, и я, решив, что ей, верно, необходимо поговорить с племянником по важному делу, откланялся. И рядом с ней грузно восседал олимпийский величественный герцог германский. Каждая часть его тела словно говорила об его несметных богатствах, приобретала благодаря этим богатствам особую плотность, как будто для того, чтобы сотворить этого человека, стоившего так дорого, его богатства были переплавлены в один человекообразный слиток. Когда я подошел к нему попрощаться, он из вежливости поднялся со своего сиденья и ощутил костную, плотную, тридцатимиллионную массу, которую привело в движение, подняло и поставило передо мной прежнее французское воспитание. Мне казалось, что это статуя Зевса Олимпийского, которую Фидий будто бы отлил из чистого золота. Так сильна была власть воспитания иезуитов над герцогом германским, вернее сказать, над его телом, потому что на его ум она такого сильного влияния не оказывала. Герцог германский смеялся, когда острил сам, а если острил кто-нибудь другой, ему было не смешно. На лестнице меня кликнули. «Так-то вы меня ждете, сударь?» Это был Де Шарлю. «Не хотите ли пройтись пешком?» Когда мы вышли во двор, сухо спросил он. «Давайте прогуляемся, пока я не найду извозчика. Вам надо со мной поговорить?» «Да-да, вы угадали. Мне нужно вам кое-что сказать. Вот только не знаю, скажу ли. Конечно, я понимаю, что для вас это представляет громадный интерес. Но вместе с тем я предвижу, что в моем возрасте, когда начинаешь ценить спокойствие, это может внести в мою жизнь беспорядок, повлечет за собой зряшную трату времени. «Не знаю, стоите ли вы того, чтобы я ради вас заваривал эту кашу. Я не имею удовольствия знать вас настолько, чтобы принять то или иное решение. В Бальбеке вы мне показались вполне заурядным, даже со скидкой на то, что купальщик в туфлях всегда выглядит глупо. Впрочем, может быть, у вас и нет особого желания получить от меня то, что я мог бы дать вам. Может быть, мне действительно не стоит беспокоиться, потому что, говорю вам с полной откровенностью, мне это ничего, кроме беспокойств, не сулит». Я сказал, что в таком случае надо об этом забыть. Прекращение переговоров, по-видимому, не входило в расчеты де Шарлю. «Вы зря деликатничаете», — оборвал он меня. «Побеспокоить себя ради человека стоящего — это очень приятно. Для лучших из нас увлечение искусствами, любовь к старью, коллекционированию, к садоводству. Это эрзац, суррогат, алиби». В глубине нашей бочки мы, как диоген, мечтаем о человеке. Мы разводим бегонии, подстригаем тисы, за неимением лучшего, потому что тисы и бегонии послушны. Но мы предпочли бы тратить время на выращивание человека, если только мы были бы уверены, что он того стоит. Вот в чем дело. Вы должны хотя бы немного знать себя. Стоите вы этого или нет? «Я никогда не причиню вам никаких беспокойств», — сказал я. «И, поверьте, все, что вы для меня сделаете, будет иметь для меня огромную ценность. Я глубоко тронут тем, что вы удостоили меня своим вниманием и изъявили желание быть мне полезным. К великому моему удивлению, де Шарлю поблагодарил меня в почти восторженных выражениях и в наплыве дружеских чувств, поразившем меня еще в Бальбеке своим несоответствием резкости его тона, взял меня под руку. По легкомыслию, свойственному вашему возрасту, вы можете сказать что-нибудь такое, из-за чего между нами образуется путь, «пропасть», — заметил он. «А сейчас, напротив, вы меня растрогали, и я готов сделать для вас то, что в моих силах». Продолжая идти со мной под руку и говоря мне, хотя и свысока добрые слова, де Шарлю то задерживал на мне сосредоточенно пристальный, холодно-пронзительный взгляд, каким он меня поразил при нашей утренней встрече у Бальбекского казино, и даже за несколько лет до того около Розового Терновника в Тонсонвильском парке, когда он стоял рядом с госпожой Сван, которую я тогда считал его любовницей, до такой степени внимательно вглядывался в экипажи, проезжавшие мимо нас один за другим, так как это был час смены, что некоторые извозчики, полагая, что их собираются нанять, останавливались, но де Шарлю отказывался от их услуг. — Ни один мне не подходит, — говорил он. — Ни те фонари, ни по дороге. — Мне бы хотелось, — продолжал он, — чтобы вы меня правильно поняли. Мое предложение совершенно бескорыстно. Я делаю его только из благожелательности к вам. Еще больше, чем в Бальбеке, меня поразило, как много общего в его выговоре с выговором Свана. — Полагаю, вы настолько умны, что не подумаете, будто я обращаюсь к вам из-за отсутствия знакомых от одиночества и от скуки. Я не говорил с вами о моих родственниках. Я полагал, что мальчик в вашем возрасте выходец из мелкой буржуазии — барон с особым удовольствием подчеркнул эти два слова — должен знать французскую историю. Эти люди моего круга невежественны, как лакеи, и ничего не читают. В былое время лакеями при короле состояли вельможи, а теперь вельможи зачастую ничем не отличаются от лакеев. Но молодые буржуа вроде вас — люди начитанные. Вы, конечно, знаете, как прекрасно сказал о моих родственниках Мишле. О моих родственниках Мишле. Видимо, эти слова французского историка Жюля Мишле 1798-1874 годы придуманы Прустом. «Могущественные германты представляются мне поистине великими людьми. И что перед ними бедный маленький французский король, заточенный в своем парижском дворце?» О себе самом я не очень люблю говорить, но, может быть, вам уже известно, на это намекнула нашумевшая статья в Таймсе, что австрийский император, который всегда дарил меня своей благосклонностью и почитал за должное поддерживать со мной родственные отношения, недавно в разговоре, который сделался достоянием гласности, заявил, что если бы около графа Шамборского находился человек, который так же хорошо, как я, знал бы закулисную сторону европейской политики, то графу быть бы теперь французским королем. Граф Шамборский. 1820-1883 годы. Сын герцога Берийского и внук Карла X. С 1830 года жил в изгнании в Австрии. В 1873 году монархисты пытались возвести его на престол, но это закончилось неудачей. Я часто думал, что обладаю, не благодаря моим слабым способностям, а в силу обстоятельств, о которых вы, быть может, потом узнаете, сокровищницей опыта, чем-то вроде бесценного секретного досье, которым я не считал себя вправе пользоваться в своих личных целях, но на которое молодой человек посмотрит, как на драгоценность, когда через несколько месяцев передам ему то, что собирал более тридцати лет, и чем может быть только я один и владею. Я имею в виду нероскошную пищу для ума, которую вы получите, узнав некие тайны, а ведь нынешние Гизо отдали бы несколько лет жизни за то, чтобы их выведать, потому что, если бы эти тайны им открылись, то они стали бы смотреть на некоторые события иными глазами. Гизо Франсуа 1787-1874 годы. Французский историк и политический деятель. Пруст в этом месте колебался, кого из историков ему назвать. Сначала он назвал Мишле, это попало в первое издание, затем исправил в гранках на Анри Мартена и, наконец, на Гизо. Однако, эта правка не была учтена издателями. И я имею в виду не только совершившееся событие, но сцепление обстоятельств. Это было одно из излюбленных выражений де Шарлю, и, произнося его, он молитвенно складывал руки, но пальцев не сгибал, как бы изображая их сомкнутостью сцепление неназываемых им обстоятельств. Я вам по-новому объясню не только прошлое, но и будущее. Де Шарлю сам себя перебил. Он стал расспрашивать меня о блоке, о котором шла речь, хотя барон делал тогда вид, что не слышит, у маркизы де Вильпризи. Его манера говорить до того не соответствовала содержанию, что казалось, будто думает он о другом, и роняет слова машинально, как будто только из вежливости он спросил, молод ли мой приятель, красив ли и прочее. Если бы блок слышал наш разговор, де Шарлю еще сильнее заинтересовал бы его, чем маркиз де Норпуа, но только совсем по другим причинам. Его заинтересовало бы за или против Дрейфуса де Шарлю. — градopers для вашего дальнейшего развития, кончив расспросы о блоке, продолжал де Шарлю, вам следует водить дружбу с людьми другой национальности. Я ответил, что блок француз. — А-а-а, — произнес де Шарлю, — я думал, еврей. Вычитав в его словах мысль о несовместимости, я невольно подумал, что де Шарлю — один из самых ярых антидрейфусаров, каких я только знаю. Но он высказался против обвинения Дрейфуса в государственной измене, впрочем, в такой форме. Кажется, газеты пишут о Дрейфусе, что он совершил преступление против Отечества. — Кажется, так. Я газетам особого внимания не уделяю. Читать газеты — это для меня все равно, что мыть руки. Ничего любопытного я в них не нахожу. Так или иначе, преступления тут нет. Соотечественник вашего друга совершил бы преступление против Отечества, если бы предал Иудею. Но какое отношение имеет он к Франции? Я возразил, что если начнется война, то евреев мобилизуют вместе со всеми. — Возможно, но я не уверен, что это правильно. Хотя, если призовут сенегальцев или мадагаскарцев, то вряд ли они будут более храбро сражаться за Францию. Это естественно. Вашего Дрейфуса скорее можно было бы осудить за нарушение правил гостеприимства. Ну, довольно об этом. Вы не могли бы попросить вашего друга, чтобы он сводил меня в синагогу, когда там совершается какой-нибудь торжественный обряд, например, обрезание с еврейскими песнопениями. А может быть, он снимет зал и устроит для меня библейское представление, вроде того, как девицы из Сен-Сира для развлечения Людовика XIV разыгрывали рассиновские переложения псалмов. Девицы из Сен-Сира, то есть из Института для благородных девиц, основанного в 1687 году госпожой де Ментенон. В этом закрытом учебном заведении исполнялись пьесы Россина, например, трагедии Эсфирь, 1689 год, и Гафалия, 1691 год. И нельзя ли что-нибудь смешное? Допустим, ваш друг в единоборстве со своим отцом ранил бы его, как Давид Голиафа. Получился бы довольно забавный фарс. А еще он мог бы дать взбучку или, как выражается моя старая служанка, вздрючку своей маменьки. Вот это было бы великолепно, это бы нас посмешило. Как по-вашему, дружок? Мы же любим экзотические зрелища, а ведь если избить это заморское чудище, то старая уродина понесет заслуженное наказание только и всего. Произнося эти страшные слова, слова полусумасшедшего, барон до боли сжимал мне руку. Вспомнив рассказы родных де Шарлю о том, как он удивительно добр к своей старой служанке, чей провинциализм в мольеровском вкусе он только что привел, я подумал, как было бы интересно попытаться определить, несмотря на всю сложность, до сих пор, с моей точки зрения, недостаточно изученные взаимоотношения, доброты и злобы в одном и том же сердце. Я сообщил де Шарлю, что матери Блока нет на свете. Об отце высказал предположение, что вряд ли он с восторгом примет участие в представлении, во время которого ему в два счета могут выбить глаза. Де Шарлю был явно недоволен. «Как глупо со стороны этой женщины, что она умерла», — сказал он. Ну, а насчет выбитых глаз, то синагога как раз слепа, и евангельских истин она не видит. Синагога как раз слепа. В средневековом искусстве, например, в скульптурном убранстве Шартрского или Реймского соборов, част образ синагоги, изображавшейся в виде молодой женщины с завязанными глазами. Да нет, вы только подумайте. Именно теперь это же великая честь для несчастных евреев, которые страшатся бессмысленной ярости христиан. Такой человек, как я, снисходит для того, что развлекается, глядя на их увеселение. В эту минуту я увидел блока отца. По всей вероятности, он шел встречать сына. Он нас не видел. Я предложил де Шарлю познакомить их, но я не представлял себе, как это обозлит моего спутника. Познакомить его со мной? Сразу видно, что вы плохо знаете цену людям. Со мной так просто не знакомиться. В данном случае бестактность усугубляется от того, что знакомящий слишком молод, а тот, кого он хочет представить, слишком ничтожен. Самое большее, на что я мог бы пойти, если для меня устроит азиатское зрелище, которое я вам наметил в общих чертах, это сказать паршивцу несколько теплых слов, но с условием, что сынок беспрепятственно задаст ему основательную трепку. Я даже выражу по всему случаю удовлетворение. Блок, между тем, не обращал на нас никакого внимания. Он низко кланялся госпоже Сазра, а та была с ним очень приветлива. Меня это удивило, потому что когда-то в Комбре она возмущалась моими родителями, принимавшими у себя молодого Блока. Такой заядлой была она антисемиткой. Но волной дрейфусарства несколько дней там назад к ней прибила отца моего друга. Он нашел, что госпожа Сазра очаровательна. Особенно ему понравился ее антисемитизм. Он видел в нем доказательства ее прямоты и искренности дрейфусарских ее убеждений. Вот почему он был так польщен ее согласием принять его у себя. Он даже не обиделся, когда она, не подумав, сказала при нем, Дрюмон собирается посадить ревизионистов в один мешок с протестантами и евреями. Чудная компания. Дрюмон Эдуард. 1844-1917 годы. Французский публицист националистического направления ярый антидрейфусар. Первым выступил в печати с разоблачениями мнимого предательства дрейфуса. Бернар, придя домой с гордостью, сказал он Нессону Бернару. Ты знаешь, она не лишена этого предрассудка. Нессон Бернар ничего не ответил, а только возвел к небу ангельские свои глаза. Он скорбел загонимых евреев, помнил своих друзей-христиан, по причинам, которые выяснятся из дальнейшего. С годами становился все более манерным и жеманным, и походил теперь на ларву с картины прерафаэлита. Ларву, у которой торчат, как бы случайно кем-то воткнутые перья. Такими же ненужными выглядят волоски в опале. В деле дрейфуса неприятно одно, все еще держа меня под руку, продолжал барон. Оно разрушает общество. Я не говорю хорошее общество, оно давно уже не заслуживает этого лесного эпитета. Ибо следствием этого дела явился наплыв господ и дам из страны Швалии, Шушвалии, Шушерии, словом, никому неведомых личностей, которых я встречаю даже у моих родственниц, потому что они входят в какую-то антиеврейскую лигу французских патриотов. Точно политические взгляды дают право на положение в обществе. Лига французских патриотов Националистическая организация, основанная реакционно настроенными интеллигентами, в том числе писателями Жюлем Леметром, Франсуа Коппе и другими, возникла в 1898 году. Чванливость сближала де Шарлю с герцогиней германской. Я указал ему на их сходство. Должно быть, он думал, что я не знаком с герцогиней, но я напомнил ему вечер в опере, когда он как будто прятался от меня. Де Шарлю твердо стоял на том, что не заметил меня, и в конце концов он бы меня переубедил, но вскоре из-за одного ничтожного обстоятельства мне в душу закралось подозрение. А вдруг де Шарлю такой гордец, что ему было бы неприятно, если бы его увидели вместе со мной. Вернемся к вам, сказал де Шарлю, к моим планам, связанным с вами. Существует некое франк-масонское братство. Я ничего не могу вам о нем сообщить, кроме того, что в братстве состоят четыре европейских монарха. Так вот, приближенные одного из них хотят вылечить его от этого помешательства. Дело не шуточное, из-за него мы на грани войны. Да, именно на грани. Вы слыхали, что один человек вообразил, будто у него в бутылке китайская принцесса? Это был бред сумасшедшего. Его вылечили, но тогда он поглупел. Есть болезни, от которых не следует лечить, потому что они предохраняют нас от боли опасных. У моего родственника был больной желудок. Он не переваривал никакой пищи. Его лечили самые крупные специалисты по желудочным болезням, но безрезультатно. Я повел его к одному врачу. Между прочим, тоже весьма любопытный тип. О нем можно было бы рассказать много интересного. Врач сразу понял, что моего родственника это на нервной почве. Он убедил больного и сказал, что ему можно есть все. Но у моего родственника было еще воспаление почек. Желудок усваивал пищу великолепно, а почки, в конце концов, перестали работать. И мой родственник, вместо того, чтобы дожить до старости с воображаемой желудочной болезнью, которая заставляла его соблюдать диету, умер, сорока лет, вылечив желудок, но загубив почки. Вы бесконечно далеко ушли от своей среды, и, кто знает, быть может, со временем станете тем, чем мог бы стать в прошлом выдающийся человек, если бы какой-нибудь добрый гений открыл ему законы пара и электричества, когда люди еще понятия о них не имели. Не валяйте дурака, не отказывайтесь из деликатности. Поймите, я вам окажу большую услугу, но я надеюсь, что и вы окажете мне не меньшую. Свет давно уже мне безразличен, у меня осталось только одно большое желание искупить свои грехи, поделившись накопленным мною с душой еще девственной, способной пламенно любить добродетель. Я пережил много тяжелого, быть может, когда-нибудь я вам о себе расскажу. я потерял жену, прекрасную, благородную, во всех отношениях безупречную женщину. Мои молодые родственники не то, что недостойны, а не способны воспользоваться тем духовным наследством, о котором я вам говорил. Кто знает, быть может, вы и есть тот, кому оно может перейти, тот, кем я могу руководить и кого я могу возвеличить, я бы от этого только выиграл. Быть может, посвятив вас в великие дипломатические тайны, я снова почувствую к ним влечение и, наконец, займусь интересным делом, а вы будете моим помощником. Но, чтобы в этом убедиться, я должен встречаться с вами часто, очень часто, ежедневно. Я решил, воспользовавшись нечайной благосклонностью де Шарлю, обратиться к нему с просьбой. Не может ли он устроить мне встречу со своей невесткой? Но в эту минуту мою руку словно ударило током. Это выдернул свою руку де Шарлю. Несмотря на то, что, разговаривая, он все время оглядывался по сторонам, он только сейчас заметил графа Даржанкура, показавшегося из-за угла. Для бельгийского посла это была, по-видимому, неприятная встреча. Он метнул в меня подозрительный взгляд. Точно перед ним было существо другой породы, почти такой же взгляд, каким герцогиня германская смотрела на Блока. И хотел было пройти мимо. Но де Шарлю, точно нарочно стараясь попасть ему на глаза, окликнул его и сказал что-то незначащее. Думая, быть может, что граф Даржанкур меня не узнал, де Шарлю сказал ему, что я большой друг маркизы де Вильпризи, герцогини германской, Роберре де Сен-Лу, а что он де Шарлю, старый друг моей бабушки и был бы счастлив перенести на ее внука частицу своей симпатии к ней. И все же от меня не укрылось, что хотя у маркизы де Вильпризи графу Даржанкуру только назвали мое имя, а де Шарлю подробно рассказывал ему о моей семье, граф был теперь холоднее со мною, нежели час назад. Да и потом он долго еще при встречах со мной держался отчужденно. В тот вечер он смотрел на меня с любопытством, но без малейшего оттенка приязни, а когда прощался с нами, то даже как бы преодолевая внутреннее сопротивление, не без колебания, протянул мне руку и тут же отдернул. Я не в восторге от этой встречи, сказал де Шарлю. Аржанкур из хорошей семьи, но дурно воспитан, дипломат ниже среднего, отвратительный муж, бабник, годился бы нам плуа плута. Он из тех людей, которые не способны понять, но зато очень даже способны разрушать подлинные ценности. Я надеюсь, что наша с вами дружба, если только она завяжется, будет представлять собой именно такую ценность. И еще я надеюсь, что вы будете любезны ограждать ее, так же, как и я, от ударов копытом таких вот ослов, которые от нечего делать, от неуклюжести, по злобе ломают то, что нужно беречь. К счастью, большинство светских людей скроено по этому образцу. Герцогиня германская должно быть очень умна. Сегодня мы с ней говорили о возможностях новой войны. По-моему, герцогиня хорошо об этом осведомлена. Ни о чем она не осведомлена, сухо заметил де Шарлю. Женщины, как, впрочем, и многие мужчины, ничего не смыслят в таких вещах, о которых мне хочется с вами поговорить. Моя невестка прелестная женщина, но она воображает, что живет во времена, описываемые в романах Бальзака, когда женщины влияли на политику. В наши дни постоянное общение с моей невесткой для вас губительно, как, впрочем, выходы в свет вообще. Я именно об этом и в первую очередь и хотел вас предупредить, но мне помешал этот балбес. первая жертва, которую вам придется для меня принести, а я потребую от вас ровно столько жертв, сколько сделаю вам одолжений, это порвать со светом. Мне было сейчас больно видеть вас в этом нелепом сборище. Вы мне возразите, а ведь и я там был, но для меня это не выход в свет, а посещение родственников. Впоследствии в зрелом возрасте, если вас потянет на короткое время погрузиться в светскую среду, то, может быть, это окончится для вас благополучно. Мне не нужно объяснять, как я вам тогда пригожусь. Сезам дома германтов и всех домов, которые стоят того, чтобы их двери перед вами распахнулись, этот сезам в моем распоряжении. Я буду и судьей, и хозяином положения. Пока еще вы только оглашенный. Оглашенный, то есть неофит. Их называли так, потому, что они устно обучались закону Божиему перед крещением. В том, что вы появились в высшем свете, есть нечто для вас унизительное. Прежде всего, надо не допускать неприличий. Я решил, воспользовавшись тем, что де Шарлю заговорил о своем посещении маркизы де Вильпаризи, попытаться выяснить, кем он ей доводится, выяснить ее происхождение. Но с языка у меня сорвался другой вопрос. Я спросил, что собой представляет род Вильпаризи. Откровенно говоря, вопрос не так-то прост, зачастил в ответ де Шарлю. Это все равно, как если бы вы спросили, что такое ничто. Моя тетка все может себе позволить. И вот на нее нашла блаш. Она вторично вышла замуж за никому неизвестного Тирьона. И из-за этого самая славная французская фамилия ушла в небытие. Тирьон беспрепятственно, как в романах, взял себе угаш аристократическую фамилию, а затем скончался. История умалчивает, пленял ли его до этого Тур-де-Вернь, колебался ли он между Тулузой и Монмаранси. Пруст называет звучные аристократические роды, когда-то очень известные, ныне же пришедшие в упадок или вовсе угасшие. Факт тот, что в конце концов он захотел стать господином де Виль-Паризи. После 702 года таких случаев уже не было, и я решил, что намерения у него скромные, дать этим понять, что он родом из Виль-Паризи, есть такой городок недалеко от Парижа, что там у него была нотариальная контора или парикмахерская, но тетка от великого ума, сейчас она в таком возрасте, когда выживают из последнего, объявила, что в роду ее мужа был такой маркизат и написала об этом всем нам. Неизвестно, зачем она сочла нужным действовать официально. Когда человек присваивает себе фамилию, на которую у него нет никаких прав, то не нужно поднимать шум. Надо было поступить, как поступила наша очаровательная приятельница, так называемая графиня Де Эм. Она не послушалась совета супруги Альфонса Ротшильда и отказалась увеличить взнос в пользу папы ради приобретения титула, ведь все равно это не дало бы ей больше прав на него. Но вот что во всем этом самое смешное. Тетка начала скупать портреты настоящих Вильпаризи, к которым покойный Терьон никакого отношения не имел. Теткин замок превратился в скупочный пункт, и это все выше и выше вздымавшаяся волна портретов накрыло портреты каких-то там германтов и каких-то там конде, а ведь что ни говорите, это была не мелкая сошка. Антиквары ежегодно фабрикуют для нее новые. У нее в замке в столовой висит портрет Сен-Симона по той причине, что его племянница была первый раз замужем за господином де Вильпаризи, хотя, по всей вероятности, автор мемуаров для посетителей представляет куда больше интереса по другим поводам, чем в качестве прадеда господина Тирьона. Я разочаровался в маркизе де Вильпаризи, как только увидел ее разношерстный салон. Когда же я узнал, что маркизе де Вильпаризи всего-навсего госпожа Тирьон, то она окончательно пала в моих глазах. Я считал недопустимым, что женщина, сочинившая себе титул и фамилию только потому, что она в дружбе с особами королевского рода может вести в заблуждение современников и уж непременно ведет потомков. Как только маркиза де Вильпаризи снова превратилась в ту, какой она виделась мне в детстве, стала особой, в которой нет ровно ничего аристократического, мне показалось, что все окружавшие ее высокопоставленные родственники ей чужие. Она и потом была с нами чрезвычайно мила. Я иногда заходил к ней, а она прислала мне в подарок какую-нибудь вещицу, но в моем представлении она никак не была связана с Эн-Жерменским предместьем, и пожелая что-нибудь узнать о нем, я обратился бы к ней в последнюю очередь. Теперь, продолжал де Шарлю, если вы бывали в свете, вы ухудшили бы свое положение. У вас появились бы обо всем искаженные представления, а ваш характер испортился бы. Вообще нужно быть сугубо осторожным, особенно в выборе товарищей. Заводите любовниц, если ваши родители ничего не будут иметь против, меня это не касается. Я бы даже вас на это подтолкнул, шалунишка эдакий, шалунишка, которому скоро нужна будет бритва, прибавил он, дотронувшись до моего подбородка. Но выбор друзей среди мужчин это гораздо важнее. Из каждых десяти молодых людей восемь дринцо, мелкая сволочь, которая так вам напакостит, что вы потом никакими силами не спасете положение. Вот мой племянник Сен-Лу это для вас в общем хороший товарищ. Для вашего будущего он ничего не сумеет сделать, о нем позабочусь я. Одним словом, насколько я его знаю, для того, чтобы вдвоем куда-нибудь пойти, когда я вам надоем, он, по-моему, человек более или менее подходящий. Во всяком случае, он мужчина. Он не исчезла жена подобных юнцов, которых столько развелось за последнее время. Из этих педалей их невинные жертвы гибнут на шафоте. Я не понимал, что значит жаргонное словечко педаль. Кто бы его не узнал, все были бы удивлены не меньше, чем я. Светские люди любят говорить на жаргоне. Люди, которых можно в чем-либо упрекнуть, подчеркивают, что они не боятся говорить о своих пороках, они думают, что это доказывает их невинность. Но они утратили ощущение словесной иерархии. Они не отдают себе отчета, что, перейдя за известную грань, шутка приобретает особый непристойный смысл и служит доказательством не столько наивности, сколько извращенности. Он не такой, как другие. Он милый, степенный. Я не мог не улыбнуться, услыхав определение «степенный», которое Лешарлю произнес, словно подразумевая под этим высоконравственной, аккуратной, как говорят про молодую работницу, что она степенна. Тут мимо нас проехал фиакр, шарахавшийся то туда, то сюда. Молодой извозчик сидел не на козлах, а в глубине экипажа и оттуда правил, развалившись на мягком сидении, по-видимому, в полпьяна. Дешарлю сейчас же остановил его. Извозчик вступил в переговоры. Вам в вашу. Это меня удивило, Дешарлю несколько раз отказывался сесть в экипаже с фонарями такого же цвета. Но садиться на козла мне неохота. Ничего, если я останусь в экипаже? Ничего. Только опустите вверх. Словом, подумайте о моем предложении, сказал мне на прощание Дешарлю. Даю вам несколько дней на размышления. Напишите. Повторяю, мне нужно видеться с вами ежедневно и быть уверенным в вашей преданности и скромности, о чем надо отдать вам справедливость, свидетельствует ваша наружность. Но меня столько раз обманывал внешний вид, что больше мне не хочется попадаться на эту удочку. Дьявольщина, расставаясь с сокровищем, должен же я знать, в какие руки оно попадет. Словом, запомните твердо мои условия. Вы теперь как геркулес на распутье, но только к несчастью для вас, по-видимому, без его мощной мускулатуры. Поступайте так, чтобы вам потом не пришлось всю жизнь каяться, что вы не избрали путь, ведущий к добродетели. Вы что же это, обратился он к извозчику, так и не опустили вверх? Ладно, я сам. Видно, мне и править самому придется в таком высостоянии. Он вскочил в экипаж, сел рядом с извозчиком и во всю рысь погнал лошадь. Я же, придя домой, застал словно продолжение разговора, который незадолго перед тем вели блок и маркиз донорпуа. Но только здесь все говорилось сжато, резко, вкриф и вкось. Спорили наш дворецкий Дрейфусар и дворецкий Германтов Антидрейфусар. Правда и ложь, сталкивавшиеся наверху выступления главарей Лиги Французских Патриотов и Лиги Прав Человека доходили до самых низов. Лига Прав Человека Ее организовали в 1898 году сторонники пересмотра дела Дрейфуса. Эрейнак вызывал к чувству людей, никогда его не видевших, а сам смотрел на дело Дрейфуса с точки зрения разума как на неопровержимую теорему, которую он действительно доказал благодаря невиданному успеху, успеху, по мнению некоторых, невыгодному для Франции, рациональной политики. В течение двух лет он свалил министерство Био и заменил его министерством Климонсо, произвел переворот в умах, освободил из тюрьмы Пикаро и за неблагодарность посадил его военное министерство. Био Жан-Батист 1828-1828-1907 годы. Французский военный деятель неоднократно был военным министром, в том числе в 1896-1898 годах. Быть может, этот рационалист, управлявший массами, сам был управляем своим происхождением. Если даже философские системы, в наибольшей степени приближающиеся к истине, в конечном счете обязаны своим возникновением чувствам, владевшим их создателями, то сам собой напрашивается вывод, что и в обыкновенном политическом деле, вроде дела Дрейфуса, чувство в человеке, основывающемся на доводах разумных, неведомо для него самого, главенствует над его разумом. Блок считал, что его Дрейфусарство может быть обосновано логически, хотя знал, что нос, волосы и кожу он получил от своей расы. Конечно, разум свободнее, и все же он подчиняется законам, которые установил не он. Спор дворецкого германтов с нашим был спор особенный. Волны двух течений Дрейфусарства и Анти-Дрейфусарства сверху донизу разделявших Францию, в общем, были бесшумны, но когда изредка раздавались всплески, то в них слышалась искренность. Если во время разговора умышленно не касавшегося дела Дрейфуса кто-нибудь, якобы, между прочим, чаще всего, принимая чаемое засущее, сообщал политическую новость, можно было потому, что он пророчил, судить об его настроениях. Так в некоторых вопросах сталкивались робкая проповедь и священный гнев. Разговор двух дворецких, которые я услышал, придя домой, составлял исключение из общего правила. Наш намекал на то, что Дрейфус виновен, дворецкий германтов на то, что невиновен. Объяснялись они намеками, не для того, чтобы не высказывать прямо своих убеждений. Это было упорство вошедших в азарт игроков. Наш дворецкий, неуверенный в пересмотре, хотел заранее, на случай провала, лишить дворецкого германтов удовольствия думать, что правое дело проиграно. Дворецкий германтов считал, что в случае отказа в пересмотре наш будет еще больше беситься при мысли, что на чертовом острове держат невинного. На дворецких смотрел привратник. У меня создалось впечатление, что это не он мутит воду среди прислуги германтов. Пройдя наверх, я убедился, что бабушке стало хуже. С некоторых пор, не зная толком, что у нее, она начала жаловаться на нездоровье. Только когда мы заболеваем, нам становится ясно, что мы живем не одни, что мы прикованы к существу из другого мира, от которого нас отделяет пропасть, к существу нас, не знающему и не способному понять, к нашему телу. Если мы повстречаемся на большой дороге с самым страшным разбойником, то в крайнем случае, пусть даже мы не проймем его нашим жалким видом, нам, быть может, удастся сыграть на его корыстолюбии, но пытаться разжалобить наше тело, это все равно, что тратить красноречие на осьминога, который в наших словах уловит столько же смысла, сколько в шуме воды, и жизнь, с которым, если бы нас на это обрекли, была бы для нас пыткой. На свои немощи бабушка редко обращала внимание, оно было поглощено нами, если недуги уж очень ее донимали она, чтобы выздороветь, тщетно пыталась понять, что же с ней. В случае, если болезненные ощущения, полем деятельности для которых являлось ее тело, продолжали оставаться для нее неясными и непостижимыми, они были очевидны и различимы для существ, принадлежавших к тому же царству природы, что и они. Существ, которым человеческий разум в конце концов стал обращаться, чтобы понять, что ему говорит его тело, вроде того, как для беседы с иностранцем мы зовем в качестве переводчика кого-нибудь из его соотечественников. Эти существа обладают способностью разговаривать с нашим телом, сообщать нам, насколько опасен его гнев и скоро ли он утихнет. приглашенный к бабушке котар, с самого начала обозливший нас, когда мы ему сказали, что бабушка больна, он с лукавой улыбкой спросил, больна, а это не дипломатическая болезнь. Котар, чтобы у больной прошло возбужденное состояние, посадил ее на молочную диету, но всегда один и тот же молочный суп пользы не принес от того, что бабушка сыпала в него много соли, это было до открытия Видаля, вред от которой тогда еще не был известен. До открытия Видаля Речь идет об открытиях французского ученого-медика Фернана Видаля 1862-1929 годы в деле диагностики и лечения брюшного тифа. Наиболее важное открытие в этой области он сделал в 1900 году. Ведь медицина это целый компендиум нагромождающих со одна на другую ошибок врачей, их противоречивых суждений. Таким образом, если даже мы пригласим лучших врачей и почти наверное вымолим у них истину, спустя несколько лет окажется, что это не истина, а заблуждение. Вот почему верить в медицину это величайшее безумие, а не верить еще больше, так как из груды ошибок с течением времени было извлечено несколько правильных умозаключений. Котар сказал тот день, когда бабушка чувствовала себя как раз сносно, что нужно измерить ей температуру, сходили за градусником. Почти во всем его столбике не было ртути, еле видна была серебряная саламандра, притаившаяся на самом дне своей кадочки. Можно было подумать, что она мертва. Стеклянную дудочку вставили бабушке в рот. Нам не пришлось оставлять ее там надолго. Маленькая колдунья скоро составила гороскоп. Когда мы взглянули на нее, она была неподвижна. Добравшись до половины своей башни, уже не шевелясь, она в ответ на наш вопрос показывала точную цифру, которую все размышления бабушкиной души над самой собой были бы бессильны ей сообщить. 38,3 градуса. Только тут мы встревожились. Мы встряхнули градусник, чтобы стереть зловещий знак, как будто таким образом вместе с температурой можно сбавить и жар. Увы, было непререкаемо ясно, что маленькая неразумная Сивилла дала ответ не из прихоти. На другой день только успели вставить градусник бабушке в рот, как почти тотчас же, словно одним прыжком, ошеломляющее своим безошибочным чутьем на то, что для нас оставалось незримым, маленькая прорицательница подскочила до той же точки и, неумолимая в своей неподвижности блестящим прутиком, снова показала нам цифру 38,3. К этому она ничего не добавила. Она оставалась глуха к нашим упованиям, просьбам, мольбам. Казалось, это было ее последнее слово предостерегающее и грозное. Чтобы все-таки заставить ее изменить ответ, мы обратились к другому созданию из того же царства, но только более могущественному, которое не спрашивает тело, а повелевает им, к жаропонижающему того же рода, что и тогда еще не применявшийся аспирин. Мы стряхнули в градуснике ртуть до 37,5. Надеюсь, что выше она не поднимется. Мы дали бабушке жаропонижающее и опять вставили градусник. Если самому неумолимому сторожу показать пропуск, подписанный по протекции высшим начальством, то, проверив пропуск, он скажет, ну, ладно, раз у вас все в порядке, я не могу вас не пропустить, проходите. Так и бдительная привратница на этот раз не шевельнулась, но мрачный ее вид говорил, какой вам от этого прок? Если вы прибегнете к хине, она прикажет мне не шевелиться. Раз прикажет, десять раз прикажет, двадцать раз прикажет, а потом ей надоест, я ее знаю, уж вы мне поверьте, долго это не протянется, ничего у вас не выйдет. Но тут бабушка почувствовала, что в нее вошло создание, знавшее тело человека лучше, чем она. Вошел современник исчезнувших пород, первый наследник земли, появившийся задолго до сотворения мыслящего человека. Почувствовала, как тысячелетний союзник грубовато ощупывает ей голову, сердце, локоть. Это он опознавал местность, тщательно готовился к доисторическому сражению, и сражение тут же и произошло. Лихорадку этого раздавленного пифона мгновенно одолел мощный химический элемент, и бабушке хотелось, чтобы ее благодарность дошла до него через все царства природы, поверх всех животных и растений. Ее взволновало это свидание сквозь века, свидание с миром, существовавшим даже до сотворения мира растительного. А градусник, между тем, точно парка, в мгновение око, побежденное более древним богом, не двигал свое серебряное веретено. Увы, другие низшие существа, обученные человеком, охотятся за таинственной дичью, которая живет внутри него, но которую он не может поймать, каждый день безжалостно сообщали нам цифру белка, правда, незначительную, однако, до того устойчивую, что, казалось, ее порождает тоже какое-то постоянное, только нами незамечаемое явление. Бергот, сказав, что доктор Дюбульбом мне не наскучит, что он изберет для меня курс лечения, может быть, на первый взгляд странный, но зато отвечающий складу моего ума, покоробил мою беспристрастность, бравшую во мне верх над рассудком. Но идеи преображаются в нас. Они преодолевают препятствия, которые мы им ставим в начале. Они питаются огромными интеллектуальными запасами, которые мы делали, не зная, что это для них. Теперь, как во всех случаях, когда кем-нибудь высказанное при нас мнение о незнакомом нам человеке вызывает у нас представление о большом таланте, почти гении, «Я вдруг почувствовал к доктору Дюбульбону безграничное доверие, какое внушает нам тот, кто зорче других видит истину». Мне, конечно, было известно, что он скорее специалист по нервным болезням. Недаром Шарко перед смертью предрек ему, что он займет первое место среди невропатологов и психиатров. Шарко Жан 1825-1893 годы французский ученый-медик, применявший новые методы лечения психических болезней. «Да, не знаю, очень может быть», заметила находившаяся тут же Франсуаза. «Имена Шарко и Дюбульбона она слышала первый раз в жизни, но это не помешало ей сказать «может быть». Эти ее «может быть», «пожалуй», «да не знаю», в таких случаях раздражали меня. Меня подмывало осадить ее. «Откуда же вам знать, раз вы ничего не смыслите в том, что мы обсуждаем? Раз вы ничего не знаете, то как же вы осмеливаетесь говорить? Может то-то быть или не может?» Впрочем, теперь-то уж вы не имеете права ссылаться на незнание того, что Шарко сказал Дюбульбону и прочее. Вы это знаете, мы вам об этом сказали, и ваше, пожалуй, может быть совершенно излишне, потому что это точно известно. Хотя доктор Дюбульбон особенно славился как знаток нервно-мозговой деятельности, тем не менее, будучи наслышан, что Дюбульбон замечательный врач и большой человек, наделенный умом гибким и глубоким, я упросил маму пригласить его, и надежда на то, что поставив правильный диагноз Дюбульбон быть может вылечить бабушку, в конце концов возобладала над нашими опасениями, что вызов консультанта может напугать ее. Мама на это решилась, когда бабушка, которая, сама того не сознавая, находилась под влиянием Котара, мало того, что перестала выходить из дому, почти перестала вставать с постели. Выдержка, которую она привела из письма госпожи де Савинье о госпоже де Лафайет не убедила маму. Они и говорили, что не выходить из дому это с ее стороны безрассудство. Я же отвечала этим людям с их скороспелыми выводами. Госпожа де Лафайет небезрассудна и твердо на том стояла. Ей надо было умереть за тем, чтобы доказать, что она была права, не выходя из дому. Вызванный к бабушке Дюбульбон признал не правой не госпожу де Савинье, которую никто ему не цитировал, а бабушку. Выслушивая, ее он не стал. Он впился в нее своими удивительными глазами. Быть может, он создавал себе иллюзию, что видит больной насквозь. Быть может, стремился создать эту иллюзию у больной. Причем казалось, что иллюзия эта возникала у него только сию минуту. На самом же деле она вернее всего была у него раз навсегда выработанной. Быть может, ему хотелось, чтобы больная не заметила, что думает он о другом. А быть может, хотелось подчинить ее своей воле. И заговорил о Берготе. Да, конечно, это изумительный писатель. Вы правы, что так высоко его ставите. Что же вы у него любите больше всего? Да что вы! Господи, боже мой! А ведь, пожалуй, действительно, это самое лучшее, что он написал. Во всяком случае, это самый стройный его роман. Там совершенно очаровательно Клара. А кто вам больше всех нравится там, как человек? Я подумал сперва, что он заговорил с бабушкой о литературе от того, что ему опротивила медицина. А может быть, еще и для того, чтобы показать, насколько широк круг его интересов. Или же в целях лечебных, чтобы подбодрить больную, показать, что он за нее спокоен, развлечь ее. Но скоро я убедился, что так как основная его область, в которой он и составил себе имя душевные болезни и мозг, то прежде всего он проверил, не ослабела ли у бабушки память. Вот для чего он задавал ей эти вопросы. Словно нехотя он осведомился об ее самочувствии, устремив на нее суровый и пристальный взгляд. Потом вдруг, как бы различив истину и решив во что бы то ни стало до нее добраться, он начал точно отфыркиваться, выныривая из потока последних сомнений и тех возражений, которые он мог бы от нас услышать, а затем, посмотрев на бабушку ясными глазами, непринужденный, как бы, наконец, нащупав твердую почву с расстановкой, мягким, западающим в душу голосом, в каждой интонации, которого звучал его ум, заговорил. Впрочем, голос у него в продолжении всего визита оставался таким, какой был у него от природы, ласковым. Его насмешливые глаза из-под густых бровей смотрели добро. «Вы более или менее скоро почувствуете себя лучше, но вы должны понять теперь же, что вы здоровы, и начать вести прежний образ жизни. Вот вы мне сказали, что ничего не кушаете, не выходите, да ведь у меня небольшой жар, он дотронулся до ее руки, сейчас у вас жара нет, да и при чем тут жар, неужели вам неизвестно, что мы держим на свежем воздухе, что мы усиленно питаем чахоточных с температурой до 39, но ведь у меня еще и белок, вы не должны были об этом знать, у вас то, что я назвал психическим белком, у нас у всех, когда мы чем-нибудь заболеваем, выделяется белок, а врачи спешат нам об этом доложить, и вот от чего белок продолжает выделяться, одну болезнь врачи вылечивают лекарствами, по крайней мере они уверяют, что это им иногда удается, зато вызывают у совершенно здоровых людей 10 других, вводя в их организм возбудитель в тысячу раз ядовитие всех микробов вместе взятых, мысль, что человек болен, подобное внушение действует на любого из нас, но особенно сильно на людей нервных, скажите им, что закрытое окно сзади них отворено, и они начнут чихать, уверьте их, что вы всыпали в суп магнезий, у них заболит живот, что им налили кофе крепче, чем обычно, они всю ночь не сомкнут глаз, уверяю вас, что мне достаточно было увидеть ваши глаза, услышать, как вы выражаете свои мысли, да что там, мне достаточно было увидеть вашу дочь и внука, а он очень на вас похож, и я понял, с кем мне предстоит иметь дело. Бабушке хорошо бы посидеть, если доктор позволит, в тихой аллее на Елисейских полях, у того массива, около которого ты когда-то играл, сказала мне мать, одновременно, словно советуюсь дюбульбоном, и от этого голос у нее звучал почтительно и робко, как он не звучал бы, если бы мы с ней были одни. Доктор повернулся к бабушке, и так как он был человек, не только знающий в своей области, но и широко образованный, то сказал следующее, пойдите на Елисейские поля, к массиву лавров, которые любит ваш внук, лавр окажет на вас целебное действие, он очищает, уничтожив змея Пифона, Аполлон с лавровой ветвью в руке вступил в Дельфы, взял он эту ветвь с целью предохранить себя от смертоносного семени ядовитого животного, лавр, видите ли, самая древняя, самая почтенная, и добавлю, так как это имеет непосредственное отношение и к терапии, и к профилактике, самое лучшее обеззараживающее средство. Так как большую часть сведений, которыми располагает врач, он почерпнул у больных, то ему легко убедить себя, что сведения у всех пациентов одни и те же, и придя к больному, он предвкушает изумление, какое вызовет у него наблюдением, которым с ним поделился кто-нибудь из тех, кого он лечил раньше. Вот почему с лукавой улыбкой парижанина, который в разговоре с деревенским жителем рассчитывает удивить его словечком, заимствованным из просторечья, доктор Дюбульбон сказал бабушке, наверное, когда на дворе ветер, вы спите лучше, чем от самого сильного снотворного. Как раз наоборот, когда ветер, я никак не могу уснуть. Доктора обидчивы. Да что вы, нахмурившись, пробормотал Дюбульбон, точно ему наступили на ногу, или точно бабушкина бессонница ветреной ночи, была для него личным оскорблением. Но все же он был не очень самолюбив, честью мундира не дорожил, не считал для себя обязательным считать медицину непогрешимой, и к нему скоро вернулось спокойствие философа. Страстно желая своей поддержкой заслужить одобрение друга Бергота, моя мать сказала, что нервно больная двоюродная сестра бабушки семь лет провела в заперти у себя в спальне в Кумбре, а с постели вставала не чаще двух раз в неделю. Вот видите, я этого не знал, но угадать мог бы. Да ведь я нисколько на нее не похожа, напротив. Мой врач никак не может уложить меня в постель, сказала бабушка. То ли теории доктора Дюбульбона слегка раздражили ее, то ли ей хотелось, чтобы он доказал неосновательность ее возражений и чтобы после его ухода у нее не осталось ни малейших сомнений в правильности его благоприятного диагноза. Простите, но ведь у человека не может быть всех видов помешательства. У вас есть другие, а у этого нет. Вчера я побывал в санатории для неврастенников. В саду стоял на скамейке больной. Совершенно неподвижно, точно факир, так изогнув шею, что ему было, я думаю, очень больно. Я его спросил, что он тут делает, а он ответил, не пошевельнувшись и не повернув головы, доктор, у меня сильнейший ревматизм, и я постоянно простужаюсь. Сейчас я по глупости много ходил, разогрелся, а шею мне плотно облегала фуфайка. Если теперь при движении фуфайка отстанет от моего тела до того, как я успею остынуть, то у меня наверняка заболит шея, или же я схвачу бронхит. И он бы действительно его схватил. Вы самый настоящий неврастенник, вот вы кто, сказал я ему. Знаете, что он мне на это возразил? У всех, мол, больных в этом санатории мания взвешивания, так что даже пришлось держать весы под замком, чтобы больные целыми днями не взвешивались. А вот он не охотник взвешиваться, его надо гнать на весы селком. Он ликовал по поводу того, что у него этой мании нет, но он забывал, что у него есть своя, и что она-то и предохраняет его от других. Я не имел намерения обидеть вас этим сравнением, напротив, человек, который не решается повернуть шею, чтобы не простудиться, это величайший поэт нашего времени. Этот жалкий маньяк самый глубокий ум, какой я только знаю. Примиритесь с тем, что вас будут называть нервный. Вы принадлежите к блестящему и несчастному семейству, которое составляет соль земли. Все великое создано для нас нервными. Это они, они кто-нибудь еще заложили основы религии и создали изумительные произведения искусства. Мир так никогда и не узнает всего, чем он им обязан, а главное, сколько они выстрадали для того, чтобы всем этим его одарить. Мы наслаждаемся чудесной музыкой, прекрасными картинами, всем, что есть на свете изящного. Но мы не знаем, что творцы расплачивались за это бессонницей, рыданиями, истерическим смехом, нервной лихорадкой, астмой, подучей, смертельной тоской, а это хуже всего. И вам она, быть может, знакома, добавил он, улыбаясь бабушке. Ведь признайтесь, когда я вошел, вы были не очень бодры. Вы уверили себя, что больны, может быть, даже опасно. Вам показалось, что вы обнаружили в себе симптомы бог весть, какой страшной болезни. И вы не ошиблись. Эти симптомы у вас были. Невроз гениальный актер. Нет такой болезни, которую он не мог бы искуснейшим образом разыграть. Невроз может изобразить вздутие кишечника, как при запорах, тошноту, как во время беременности, аритмию, как при сердечных заболеваниях, озноб и жар, как у чахоточных. Если уж он способен обмануть врача, то обмануть больного ему ничего не стоит. Только вы ради бога не думайте, что я издеваюсь над вашими недомоганиями. Я не взялся бы лечить их, если б не сумел в них разобраться. Да и хороша, понимаете ли, только взаимная исповедь. Я вам сказал, что без нервной болезни не бывает великих артистов. Более того, тут он многозначительно поднял указательный палец, не бывает и великих ученых. И еще, если у врача нервы всегда были здоровы, то он не может быть хорошим врачом, это исключено. В лучшем случае из него выйдет посредственный врач по нервным болезням. Невропатолог, который не говорит много глупостей, наполовину вылеченный больной, так же, как хороший критик, это поэт, переставший писать стихи, хороший полицейский, это вор, переставший воровать. В отличие от вас, я не жалуюсь на альбуминурию, я не боюсь что-нибудь не то съесть, не боюсь свежего воздуха, но зато я должен двадцать раз встать и проверить, заперта ли у меня дверь, иначе я не усну. Альбуминурия, выделение белка в моче, симптом нарушения деятельности почек. И в этот санаторий, где я вчера встретил поэта, который боялся повернуть шею, я ходил заказать себе комнату. Между нами говоря, я там отдыхаю и лечу свои болезни, когда изнемогаю от лечения чужих. Неужели мне тоже необходим санаторий, в ужасе спросила бабушка. Санаторий вам не нужен. Признаки, на которые вы мне указали подчиняться моему слову. А затем с вами остается некто могущественный, и вот его-то с сегодняшнего дня я и назначаю вашим врачом. Это ваша болезнь, ваша повышенная нервозность. Я сумел бы вылечить вас от нее, но не стану ни за что на свете. Я буду повелевать ею. Этого с меня довольно. Я вижу у вас на столе книгу Бергота. Если невроз вас пройдет, вы Бергота разлюбите. Но какое я имею право обменять радости, какие он вам доставляет, на крепкие нервы, которые, конечно, ничем вас не порадуют. Да ведь эти радости сами по себе мощное средство, может быть, даже наиболее мощное. Нет, я не в претензии на вашу нервную систему. Я только хочу, чтобы она меня слушалась. Я поручаю вас ей. Пусть-ка она даст машине задний ход. Ту силу, которую она применяла, чтобы не пускать вас гулять, чтобы не давать вам потребного количества пищи, пусть-ка теперь она употребит ее на то, чтобы заставить вас кушать, заставить читать, выходить на воздух, чтобы устраивать для вас всевозможные развлечения. Не говорите, что вы устали. Усталость есть не что иное, как предвзятая мысль, вошедшая в вашу плоть и кровь. Начните с того, что перестаньте думать об усталости. И если вы вдруг ощутите легкое недомогание, а это со всяким может случиться, то у вас его как бы и не будет от того, что ваша нервная система превратит вас, по замечательному выражению Талиерана, в мнимую здоровую. Да она уже начала вас лечить. Вы слушаете меня, сидя совершенно прямо, ни разу ни к чему не прислонились, глаза у вас живые, вид здоровый, а ведь я у вас полчаса, и вы этого не заметили. Честь имею кланяться, сударыня. Проводив доктора Дюбльбона и вернувшись в комнату, я застал маму одну, и в это мгновение печаль, уже давно теснившая мое сердце, рассеялась. Я почувствовал, что радость моей матери вот-вот выплеснется, и что она увидит, как радуюсь я. Я ощутил то спокойствие, с каким мы ждем, что человек, находящийся тут же рядом, сейчас будет чем-то взволнован. То спокойствие, которое при иных обстоятельствах отчасти напоминает ужас, обладевающий нами, когда мы знаем, что кто-то страшный с минуты на минуту должен войти в пока еще затворенную дверь. Мне хотелось что-то сказать маме, но голос у меня задрожал, и весь в слезах я надолго уткнулся в мамино плечо, выплакивая мое горе, наслаждаясь им, принимая его и лелея, ибо знал, что оно ушло из моей жизни. Вот так же мы любим думать о добрых делах, которые по разным причинам мы сделать не сможем. Франсуаза не радовалась вместе с нами, это меня возмущало. Она была взволнована скандалом между лакеем и консьержем наушником. Герцогиня по своей доброте вмешалась, восстановила худой мир и простила лакея. Она была хорошая женщина, и лучшего места, чем у нее, нельзя было бы найти, если бы только она не слушала наговоров. Известие о болезни бабушки распространилось давно, и нас уже начали спрашивать, как она себя чувствует. Сен-Лу писал мне, я не хочу в то время, когда твоя дорогая бабушка нездорова, осыпать тебя упреками за то, в чем она не виновата. Но я бы солгал, если бы сказал тебе, хотя бы при помощи недомолвок, что никогда не забуду твоего вероломства и никогда не прощу твоего предательства и обмана. Мои приятели, считая, что в болезни моей бабушки ничего опасного нет, некоторые даже и не знали, что она больна, предложили мне встретиться с ними на Елисейских полях, потом побывать в гостях, оттуда поехать за город и поужинать в обществе милых мне людей. У меня уже не было никаких оснований отказывать себе в этих двух удовольствиях. Когда бабушке сказали, что теперь ей надо будет по совету доктора Дюбульбона много гулять, она сейчас же заговорила об Елисейских полях. Я сказал, что я бы, кстати, проводил ее туда, она сидела бы и читала, а я в это время сговорился бы с моими приятелями, где нам встретиться, и если б не замешкался, то успел бы съездить с ними по железной дороге в Вильдавре. Вильдавре Городок в окрестностях Версаля В условленный час бабушка отказалась от прогулки. Она чувствовала упадок сил. Но мама, наученная Дюбульбоном, найдя в себе силы рассердиться, переупрямила ее. Она чуть не заплакала при мысли, что на бабушку опять нападет чисто нервная слабость, и тогда она уже не справится с ней. Чудная теплая погода как нельзя более благоприятствовала бабушкиному выходу. Плывшая по небу солнце вшивала в облупившуюся плотность балкона лоскутки непрочного муслина и, обтягивая тесанный камень теплой кожицей, тускло отсвечивала на нем. Франсуаза не успела послать дочери по пневматической почте трубку и, решив к ней съездить, ушла после завтрака. Еще спасибо, что она согласилась зайти сначала к Жупьену и отдать ему починить накидку, в которой бабушка собиралась выйти. Как раз в это время я возвращался с утренней прогулки и тоже пошел к жилетнику. «Это ваш молодой барин привел вас ко мне или вы его привели?» спросил Франсуазу Жупьен. «Словом, каким попутным ветром вас обоих занесло ко мне? Какими судьбами вы оба у меня оказались?» Хотя Жупьен в школе не учился, соблюдение синтаксических правил было для него так же естественно, как для герцога германского, несмотря на все его старания нарушения этих правил. Франсуаза ушла, накидку починили, бабушке оставалось только одеться. Решительно отказавшись от помощи мамы, она сама занялась своим туалетом и потратила на него уйму времени. А я, уверенный в том, что она здорова, испытывая странное равнодушие, с каким мы относимся к нашим родным, пока они живы, и который заставляет нас отводить им последнее место, думал, что с ее стороны это эгоизм так копаться и задерживать меня, хотя она отлично знает, что у меня свидание с друзьями и ужин вильдавре. Нетерпение мое было так сильно, что я спустился по лестнице один, после того, как мне два раза сказали, что бабушка сейчас будет готова. Наконец, раскрасневшаяся, с блуждающим взглядом, как будто она в попыхах забыла половину своих вещей, она догнала меня, но против своего обыкновения не извинилась, что задержала, а я уже стоял у полуотворенных стеклянных дверей, чувствовал, как снаружи вливается, ничуть не нагреваясь, жидкий, журчащий, нехолодный воздух, и у меня было такое впечатление, словно внутри нашего дома, который почему-то не отапливается, устроили водоем. Господи, ведь ты же идешь на свидание с друзьями, мне надо было надеть другую накидку, в это у меня довольно жалкий вид. Меня поразили ее пылающие щеки, должно быть, чувствуя, что запаздывает, она очень торопилась. Экипаж остановился там, где кончается авеню Габриэль, и начинаются элисейские поля, и выйдя из экипажа, бабушка сейчас же молча повернулась и пошла к старому обвитому зеленью павильончику, где я однажды пожидал Франсуазу. Тот же самый сторож сидел рядом с маркизой. Я заметил его, когда следом за бабушкой, державшей руку у рта, наверное, потому что ее тошнило, поднимался по ступенькам балаганчика, построенного в саду. У контроля как в ярмарочном цирке, где клоун, уже приготовившийся к выходу на сцену, набеленный, сам получает при входе деньги за билеты, маркиза, взимавшая входную плату, выставляла на показ свою широкую, перекошенную, грубо набеленную морду и украшенный красными цветами чепчик из черного кружева на рыжем парике. По-видимому, она меня не узнала. Сторож в форме под цвет зелени, за которую он временно прекратил надзор, сидел рядом с маркизой и беседовал. «Стал быть, вы все еще здесь», — говорил он, «уходить не собираетесь?» «А зачем мне уходить?» «Попробуйте, подыщите мне место получше, поспокойнее, более комфортабельное. А потом, здесь я всегда на людях, мне здесь веселей. Я называю это моим маленьким Парижем. Клиенты держат меня в курсе событий. Взять хотя бы того, что вышел минут пять тому назад. Он занимает очень высокий пост». «Ну так вот», — воскликнула она с такой силой страсти, словно, если бы представитель администрации вступил с ней в спор, она, не задумываясь, применила бы физическую силу. «Подумайте, на протяжении восьми лет, каждый божий день, ровно в три часа, он уже здесь всегда вежливый, никогда голоса не повысит, никогда ничего не запачкает, просиживает более получаса и пока отправляет свои естественные потребности, читает газеты». Только раз за все время он не пришел. Сперва я не обратила внимания, а вечером вдруг вспомнила. «Э, да этот господин сегодня не приходил, уж не умер ли он?» Йокнуло у меня сердце, я ведь к хорошим людям привязываюсь. И как же я была рада, когда на другой день я его увидела. Я спросила, с вами вчера ничего не случилось? А он мне ответил, что с ним-то самим ничего не случилось, а вот жена его умерла, и это так на него подействовало, что он не смог прийти. Ну, конечно, вид у него был расстроенный, сами понимаете, ведь они были женаты двадцать пять лет, а все-таки он был рад, что опять пришел. Он один-единственный раз изменил своим привычкам, а чувствовалось, что это уже выбило его из колеи. Мне захотелось подбодрить его, я ему сказала, надо взять себя в руки, приходите сюда, как приходили раньше, это будет вас хоть немного отвлекать от тяжелых мыслей. Тон Маркиза стал не таким резким, видимо, она убедилась, что охранитель деревьев и лужаек возражать ей не собирается, что он слушает ее с добродушным видом, а его шпага мирно покоится в ножнах и скорее напоминает садовый инструмент или какой-нибудь плод. Ну, а потом, продолжала Маркиза, я выбираю клиентов с разбором, я не всех подряд пускаю в мои как я их называю, салоны, а разве это и впрямь не салоны, когда там цветы? У меня ведь очень любезные клиенты, смотришь, один несет чудную веточку сирени, другой — жасмина, третий несет розы, а розы — мои любимые цветы. мысль, мысль, что мы, быть может, на плохом счету этой дамы, так как ни разу не принесли ей ни сирени, ни дивных роз, вогнала меня в краску. И, стремясь избежать публичного осуждения, предпочитая осуждение заочно, я было направился к выходу. Но видно, не только с теми, кто приносит дивные розы, бывают особенно любезны. Решив, что мне скучно, маркиза предложила «Не угодно ли в кабинку?» Я отказался. «Не хотите?» — улыбаясь, продолжала она, «я ведь это бескорыстно. Но я прекрасно понимаю, что такая потребность не появляется только от того, что ее можно удовлетворить бесплатно». Тут вбежала бедно одетая женщина. Видимо, у нее-то как раз эта самая потребность назрела, но она была из другой среды, и потому маркиза с жестокостью сноба сухо сказала ей «Свободных мест нет, мадам». «И долго придется ждать?» спросила несчастная женщина в шляпе с желтыми цветами, оттенявшими багровый цвет ее лица. «Знаете что, мадам? Я бы вам посоветовала пойти в другое место. Видите, тут уже два господина ожидают». Она указала на меня и на сторожа. «А у меня всего один кабинет. Другие ремонтируются». «По ее лицу видно, что она заплатит гроши», сказала маркиза. «Она не из того круга. Ни опрятности, ни уважения к моему труду. Потом убирай за ней целый час. Не нуждаюсь я в ее двух су». Наконец бабушка вышла, а я, боясь, что она не постарается загладить чаевыми неделикатность, которую она проявила, так долго просидев в кабинке, поспешил удалиться, чтобы на меня не попали брызги презрения, которым, по моим предположениям, маркиза должна была обдать бабушку, и пошел полей, но медленно, чтобы бабушке легче было догнать меня. Она и в самом деле скоро меня догнала. Я был уверен, что она скажет, «Я тебя задержала, а все-таки надеюсь, что твои друзья тебя дождутся». Но она не произнесла ни слова, чем слегка покоробила меня, и я решил не заговаривать с ней. Но когда я посмотрел на нее, то увидел, что она от меня отворачивается. Я со страхом подумал, что ее опять затошнило. Когда же я присмотрелся к ней повнимательней, меня поразила ее развинченная походка. К шляпе у нее съехало на бок, накидка была запачкана, весь вид у нее был какой-то расхлябанный, лицо красное, выражение растерянное и потрясенное, как у человека, вытащенного из-под экипажа или из канавы. Я, бабушка, испугался, не тошнит ли тебя? «Тебе лучше?» спросил я. Бабушка, по всей вероятности, решила, что если она промолчит, то это меня встревожит. «Я слышала весь разговор маркизы и сторожа», сказала она. «Это копия германтов и ядрышка вердюренов». «Господи боже, в каких изящных выражениях все это было высказано», воскликнула бабушка и применительно к случаю привела слова своей собственной маркизы госпожи де Савинье. «Когда я слушала их, мне казалось, что они заботятся о том, чтобы я предвкусила сладость прощания». В этих словах бабушка проявила и тонкость своего остроумия, и любовь к цитатам, и память на классиков, и всего этого она вложила даже немного больше, чем обычно, словно для того, чтобы показать, что все это еще у нее сохранилось. Но ее слова я скорее угадал, чем расслышал, до такой степени нечленораздельно на их произнесла, стиснув зубы даже еще сильнее, чем это вызывал страх, как бы ее не вырвало. «Вот что», сказал я довольно небрежным тоном, чтобы она не подумала, что меня пугает ее состояние, «тебя подташнивает, давай лучше вернемся. Раз у моей бабушки не в порядке желудок, то у меня нет ни малейшего желания гулять с ней по элисейским полям». «Я не решалась тебе это предложить из-за твоих друзей», проговорила она, бедный мальчик, «но так было бы благоразумнее, раз ты так любезен». Я боялся, что бабушка заметила, как она произнесла эти слова. «Помолчи резко», сказал я, «раз тебя тошнит, то тебе вредно разговаривать, это глупо, потерпи хоть до дома». Она грустно улыбнулась и пожала мне руку. Она поняла, что не нужно скрывать от меня то, о чем я сразу же догадался. У нее только что был легкий удар. «...» «…» «…»